Профессия киллер. Молодой офицер спецназа, воевавший в горячих точках на Кавказе, из-за семейного конфликта вынужден покинуть армию. Неожиданно для себя он попадает в сверхсекретную школу, созданную тайной организацией с целью физического уничтожения лиц, попавших в ее черный список. Глава первая. Он стоял в кустах, что росли левее валуна, мимо которого две минуты назад прошли мои пацаны, никого и ничего не обнаружив. Я всегда в таких случаях больше доверяю автоматизмам. Таламусу. Потому что по опыту знаю, та часть серого вещества, который отвечает за анализ, в какой бы распрекрасной голове она ни находилась, прежде чем начать прилежно функционировать, некоторое время валяет дурака. И хотя это длится всего пару секунд, от них порой зависит, останешься ты жить или нет. Вот и сейчас в сознание лихорадочно запрыгали три совершенно никчемных вопроса. Откуда он взялся? Как далеко ушли пацаны? Что делать? Нельзя сказать, что я растерялся. Меня не напугало это. Но ситуация осложнялась тем, что накануне я вывозил свой автомат в песке и теперь отсоединил магазин, снял крышку ствольной коробки, вытащил пружину, затвор, аккуратно разложил все это на броне и преспокойно чистил, свесив ноги в люк. БТР находился в трех километрах от села, где мы проводили операцию. Так это называлось. На самом же деле, всю ночь тряслись от холода в кустах, а под утро прищучили таки четверых гоблинов, которые приперли в село ящик мин Помс-2М и 12 автоматов. Мы взяли их без труда. Они несколько часов втащились из долины вверх по горной тропе и шатались от усталости, когда мои парни, злые как черти после бессонной холодной ночи, выпрыгнули из-за кустов и просто-напросто отобрали у этих вояк их бьёньшин, на всякий случай надавав тумаков. Те даже не пикнули. Стало ясно, что это непрофессиональные гоблины. Слишком они были молоды и испуганы, и на удивление легко сдались. Ах да, гоблины — это боевики. Мы их так зовём. Помните Диснея? Представьте себе безобразное существо, заросшее до глаз густой бородой, с огромным носом, ушами, переполненное злобой против человечества и страшное в своём тупом упорстве при достижении цели. Оно может стрелять в женщин и стариков, ставить мины под двери детского садика и на глазах обезумевших от ужаса людей под стволом автомата насиловать несовершеннолетних девчонок. Это гоблины. Они есть и с той, и с другой стороны. Я ненавижу их самой лютой ненавистью. Я буду уничтожать их, пока имею такую возможность, потому что это нелюди. Спросите любого солдата, прошедшего Кавказ. Я не утрирую. Окупанты, как ещё совсем недавно называли наших солдат средства массовой информации у нас и за рубежом, получают за боевой день 30 тысяч рублей, 20 тысяч в районе боевых действий, 10 тысяч по месту дислокации. Это контрактники. А военнослужащие по призыву получают 40 тысяч в месяц. Банка пива в районе боевых действий стоит в среднем 10 тысяч рублей. Примерно столько же пачка нормальных сигарет. Чеченский боевик за день войны получает до 2 тысяч баксов. Плюс за каждого подтвержденного убитого солдата 2 тысячи баксов и 5 тысяч баксов за убитого офицера. Цена за голову спецназовца постоянно колеблется, но тоже немало. Пусть на совести некоторых миротворцев-правозащитников останутся громогласные заявления, что против России воюет гордый чеченский народ, а не боевики-рецидивисты, которым до одного места кого убивать, лишь бы бабки платили. Наши парни не гордые, поэтому получают 30 штук в день. А чеченский народ, он гордый, потому-то и платит каждому его представителю с автоматом по 2 тысячи баксов. Четверых гоблинов, захваченных нами, утром вобрала вертушка вместе с начальником разведки ВОК. Он формально руководил операцией. Полетел рапортовать. А мы возвращались вниз на коробочки. И я, дурак, разрешил остановку здесь. Пацаны попросили спуститься с дороги метров на 400 к Персиковому саду. Они, разумеется, проверили все вокруг, прежде чем удалиться от машины. Более того, с противоположного борта на бугре находилось боевое охранение, сержанты рядовой. Оба они изучали свои секторы наблюдения, повернувшись к БТРу спиной. Чего туда смотреть? Там сам командир. Все было практически правильно. В одну сторону ушли бойцы, по пути прочесав местность. С другой стороны стоял дозор, который обозревал окрестности, самые малые на полторы тысячи метров. Гоблина наблюдатели видеть не могли. Он находился в мертвой зоне. От них его скрывал БТР. Гоблин держал на правом плече РПГ-7ВМ, направленный в меня, и улыбался. Его левая рука была отведена в сторону, открытой ладонью кверху. Рядом с ним стоял на коленях еще один такой же. Я его сначала не заметил в кустах. Он прикручивал пенал порохового заряда к кумулятивной гранате. Делал это очень сноровисто, и на тот момент, когда я его увидел, практически закончил свою работу. Гоблины находились в метрах в двадцати от БТР. Не возникло ни малейшей надежды, что гранатометчик промажет. Уверенность была просто написана на его заросший до глаз Харри. В моем распоряжении имелось от силы пять секунд. Столько времени ему понадобится, чтобы вставить снаряд в ствол и тщательно прицелиться, хотя вряд ли была необходимость целиться с такого расстояния. Я бы, например, с его позиции человеку, находящемуся на броне, смог попасть гранатой в голову, а уж шлепнуть в борт. Автоматизмы сразу рванули мышцы тренированного тела. Кувыркнуться с БТРа, откатиться в придорожную канаву и дурным голосом заорать к бою. Но дозорные стояли на расстоянии что-то около ста метров. Они в любом случае не успевали. И еще, самое главное, в БТРе оставались двое парней. На матраце возле моторов спал корреспондент окружной газеты, который увязался с нами на операцию. И водила, он тоже, как только остановились, отрубился на своем месте. После попадания гранаты в борт эти парни уже не проснутся никогда. У меня на ноге висел НРС и все. Лифчик с экипировкой я снял, и он теперь лежал внизу, возле водилы, далекий и бесполезный. Пока я оценивал обстановку, второй номер подал выстрел гранатометчику, который тут же вставил его в трубу. И прицелился. Все. С этого момента, как я их заметил, до момента прицеливания прошло не более трех секунд. Такую ситуацию трудно охарактеризовать, даже используя полный набор наиболее эмоциональных и острых выражений. Это просто беда. Иначе не скажешь. Беда, потому что опытный боевой офицер, который мог бы одной очередью из автомата завалить гранатометный расчет, неожиданно возникший в двух десятках метров от него, как несмышленый новобранец, беспечно разобрал свой автомат, и гоблины это видели. А еще этот боевой офицер снял разгрузку и бросил ее в люк. Отпустил наводчика вместе с другими заперсиками. В общем, сделал столько ошибок, что гоблины могли бы, прежде чем убить, вынести благодарность. До того мне стало обидно, аж выйти захотелось. В ста метрах пост наблюдения. По другую сторону, в трехстах метрах, целое отделение до зубов вооруженных ловких парней. В метре кнопки электроспуска двухтанковых пулеметов, которые заряжены и смотрят в сторону гоблинов. Однако вот не дотянуться до тех кнопок. «Давай слезай!» «Только молчи и не делай резких движений!» Тихо и очень отчетливо, почти без акцента приказал гранатометчик. Второй коротко мотнул слева направо стволом автомата, который он поднял с земли и направил на меня после того, как передал выстрел первому номеру. «У тебя там внутри кто-то есть и спит», — произнес гранатометчик, продолжая смотреть в окуляр прицела. «Иначе ты давно бы уже спрыгнул в канаву и дал сигнал своим». «Нагадливый», — встретился гоблин, «прозорливый». Я уже стоял внизу и изучал врага. Два автомата, в разгрузках что-то топорщица, наверное, гранаты. У обоих на правом бедре кисаки, плюс один гранатомет и три раздельных выстрела ПГ, 7ВМ. Четвертый, снаряженный, в данный момент смотрел в борт коробочки. Соображалка лихорадочно работала. Если сразу не долбанули, значит, хотят взять себе БТР с боекомплектом и, возможно, прихватить двух заложников. Очень нагло и беспрецедентно, в буквальном смысле, увезти из-под носа у спецназа боевую технику. Мне останется только застрелиться от позора, хотя, возможно, гоблины раньше помогут мне расстаться с жизнью. Для них хороший спец — мертвый спец. Адекватное, впрочем, отношение и с нашей стороны. Повернись мордой к броне. Так же тихо и отчетливо скомандовал гоблин с РПГ, и я выполнил распоряжение. У них может получиться элементарно. Стоит только забраться в БТР и закрыть люки. Водила спит без задних ног. Один удар ножом в шею и привет. Нет. Корреспондент не боец. Он нормальный парень, бывалый и обстреленный, но не сумеет правильно себя повести, когда проснется от шума двигателей и обнаружит, что на него направлен ствол. Если вообще проснется. Это ведь гоблины. Им все равно. И потом, они могут быть уверены, что никто из моих парней не выстрелит по броне из гранатомета, зная, что там внутри находятся заложники. Если есть хоть один шанс из тысячи спасти человека, мы не будем им пренебрегать. Гоблины это знают. Остаюсь я. Учитывая тот фактор, что гоблины опытные, думаю, они прекрасно понимают. В качестве заложника я очень неудобен. Более того, если они подойдут близко, я просто не дам им забраться на броню. Выходит, они будут меня убирать по возможности без шума. Сделай шаг назад, попросил первый. Он именно просил тихо, без эмоций, и это было очень плохо. Значит, он очень опытный. Наверное, убил немало людей и сотворил массу пакостей, так что эта акция для него дело плевое. Голос не вибрирует. Не нервничает он, хотя ситуация еще та. Руки у него не дрожат, и он точно целится. И не колеблясь, нажмет на спусковой крючок, если ошибусь. Я отступил назад, как просили. А ты пару пры руки в колысо и широко раздвынь ноги, подал голос второй, более нетерпеливый. Я тут же выполнил и это. Хорошо. Прекрасно. Он должен будет подойти ко мне для того, чтобы сунуть нож под лопатку или стукнуть по кумполу. Они правильно сделали. Обыкновенный человек, стоя с широко разведенными ногами под углом в сорок пять градусов к земле, когда вся тяжесть тела переносится на согнутые руки, не сможет даже быстро выпрямиться, а не то, что оказать активное сопротивление. Но я необыкновенный. Судя по голосу, у второго поигрывают в азомоторы, в отличие от первого. Похоже, он немного скован и комплексует. Это также значит, что он не шибко хорош в ближнем бою, и я даже из такого положения не успею убить его, как только он замахнется для удара. Ладно. Гранатометчик будет в замешательстве, наверное, не больше одной секунды. Его брат Гоблин окажется в этот момент у брони и обязательно пострадает при выстреле, если что. Мне хватит этой секунды, чтобы перехватить автомат второго номера, а с двадцати пяти метров поростовое я не промажу даже из-под колена. Ладно. Подожди. Неожиданно вмешался первый и что-то сказал нетерпеливому Гоблину на своем языке. Одно слово я понял — спецназ. И уловил недовольство в его голосе. Это он напоминал второму, что я спецназовец, и просто так ко мне подходить опасно. — Сядь и сделай шпагат, — попросил он. Я обернулся и хотел возразить, что так сесть не смогу, но Гоблин не позволил мне открыть рот. Он угрожающе качнул гранатометом. — Сядь, сядь. — Я же видел, как ты слезал с БТР. Ты можешь. Не бойся. Мы тебя убивать не будем, только наручники наденем. Ты нам нужен. Так я и поверил. Нужен я вам, как голый задница ежик. Однако делать нечего. Сел на землю, сделал шпагат и опять уперся руками в колесо. Вот теперь уже неладно. Сопротивляться действительно сложновато. Для того, чтобы свести ноги, придется отталкиваться от колеса, прогибаться и упираться руками в землю. Это долго. Опытный Гоблин что-то тихо сказал своему помощнику. Я понял, что он отправил его ко мне. Благодаря обострившемуся от напряжения слуху я уловил короткий скрижащущий звук. Второй достал нож. Так же звучит извлекаемый из ножен НРС. Пока он подходит, есть несколько секунд, чтобы сообразить. Так-так, нож на правом бедре, чуть выше колена. Значит, правша. Будет бить правый, а левый держать автомат. Или нет? То, что нож на правом бедре, еще ничего не значит. Так как же? Да, правша. Точно правша. Гранату держал левой рукой, а прикручивал пороховой заряд правой. Потом поднял автомат с земли, тоже правой, и наставил автомат на меня, положив указательный палец правой руки на спусковой крючок. Есть. Будь ты даже горой стальных мышц, с отличной реакцией и хорошо срабатываемыми автоматами, грош тебе цена, если в считанные секунды не успел прокачать все параметры противника до того, как вступил с ним в контакт. Он подошел и на миг замер, оценивая, представляю я опасность или нет. Я уже успел три раза прогнать ситуацию, и более оптимального варианта, чем тот, что высветился сразу, не обнаружил. Ну? Он ударил на выдохе, хэкнув, как это делают сельские забойщики свиней. Я сместил корпус вправо, насколько позволяла растяжка, и одновременно поднял левую руку. Рука с ножом нырнула вперед, завязнув локтевым сгибом у меня подмышкой. Все. Он уже был мой. Не вставая со шпагата, я сломал ему руку. Почти одновременно подтянул его голову впритык к колесу и свернул ему шею. И тут с ужасом обнаружил, что его автомат от рывка упал и съехал по гальке в канаву. Мне стало страшно, не успеваю. Сколько действий, думаете, можно произвести за две секунды? Отвечаю, много. За эти две секунды я успел высвободиться из-под вздрагивающего, но уже мертвого гоблина, сомкнуть ноги, дотянуться до тяжелого кинжала с железным набалдашником на рукоятке, удобно перехватить его, обернуться и услышать щелчок бойка. Выстрел из РПГ здорово отличается от выстрела из автомата. Так, если в тебя стрельнули из автомата и не попали, ты сначала наблюдаешь вспышку, а потом слышишь выстрел. Это если достаточно далеко. При стрельбе из РПГ между щелчком бойка и непосредственно выстрелом проходит что-то около двух десяток секунды. Мне удалось за это время прыгнуть вперед в сторону живого гоблина и метнуть в него нож. Я не тарзан, чтобы с двадцати метров нанести ножом смертельный удар, но интуитивно выбранный способ решения задачи оказался верным. Уловив периферийным зрением, что в него что-то летит, гоблин чисто рефлективно дернулся назад. Буквально чуть-чуть, но этого хватило. Вместе с гоблином на пару сантиметров сместился гранатомет и рванувшийся в этот момент из ствола граната, я всегда очень уважительно относился к секундам, мгновениям, мигам. В обычном течении жизни о них забываешь. Время измеряется в минутах, десятках минут, в часах. Рабочий день в часах, сутки в часах. Никто не скажет, договариваясь о деловом или интимном свидании, встретимся у фонтана в тысячу семьсот тридцать шесть секунд пополудни. Помните кино про Штирлиц? Не думай о секундах свысока. Я солидарен. Секунды, миги, мгновения — это другое измерение, другой уровень существования. Меняется скорость биохимических реакций в организме, исчезает возможность спокойно проанализировать обстановку, поскольку на этом уровне само время как таковое будто исчезает. В этом измерении — война. Часть войны — ожидание. Утомительные марши, засады, долгий и мучительный плен, госпитальные койки. Другая часть — схватка, ближний бой с физическим контактом, когда все буквально, все пропадает куда-то и остается только кто кого. Гоблин, несмотря на свой большой боевой опыт, использовал этот миг почему-то так, как среагировал бы на его месте любой нормальный человек. Зажмурился, присел и прикрылся гранатометом. Мало ли чего. При взрыве противотанковой гранаты, даже если она аккумулятивная, бывают неприятные сюрпризы, когда цель находится слишком близко. Типа куска раскаленного железа, летящего с бешеной скоростью в обратном направлении. Видимо, гоблин это хорошо знал, а потому потратил миг, чтобы позаботиться о своей жизни. Этого мига мне хватило, чтобы, зажав уши, покрыть в десяток прыжков, разделявшие нас пространство. Когда он открыл глаза и увидел меня перед собой на расстоянии трех метров, было уже поздно переводить автомат из-за спины. Для этого требовалась еще треть мига, и он это понял. Действительно опытный был гоблин. Вместо ненужных движений он поднял гранатомет на уровень лица и низко присел, пропуская над собой мое тело, летящее ногами вперед. Мои подошвы просвистели буквально в двух сантиметрах над его головой. Я приземлился в низкую стойку, и следующее полмига боролся с инерцией. Мне надо было срочно назад к гоблину, а инерция полета на эти полмига оторвала меня от него. Он воспользовался этим, чтобы выпустить из рук гранатомет, перевести автомат из-за спины и прочно ухватить его, направив ствол в мою сторону. Я в ужасе сжался и стиснул зубы. Сейчас очередь разорвет мое тело на части. И в этот момент за спиной гоблина оглушительно рвануло. Сработал самоликвидатор выстрела, который он собственноручно выпустил несколько секунд назад, будучи уверенным на 200%, что не промажет. Но он промазал, а с момента нажатия на спусковой крючок прошло много мигов. И он забыл, забыл, что если граната не находит цель, она самоликвидируется. Поэтому он чисто рефлективно обернулся и присел чуть-чуть, всего на полмига. Но этого было достаточно, чтобы я справился с инерцией и прыгнул к нему, нанося с отмашки удар кентасами правый в здоровенный нос и одновременно ухватывая левый ствол и дергая его влево вниз. Он успел нажать на спусковой крючок до того, как я, закрепляя результат, заехал ему кулаком в висок. И ствол неприятно вибранул в руке. Довольно неожиданно, так что я чуть его не выпустил. От второго удара гоблин заметно поскучнел и обмяк. Но я еще раз крепко угостил его локтем в лобешник. После этого он мешком рухнул на землю. Схватка закончилась. Можно было перевести дух и опять жить в нормальном ритме, перестав считать мгновение. Я увидел, что из-за брони показались настороженные лица моего боевого охранения, а над броней почти одновременно возникли взъерошенные головы корреспондента и водилы. Проснулись, мать вашу так, а ведь могли и не проснуться. Ощупав поверженного врага, я убедился, что он жив, башка крепкая, однако. Мог бы и ласты завернуть. Бил я его очень серьезно. Я снял его автомат через голову, разгрузку с экипировкой и пояс с ножом, и отточенный, как бритва, пехотной лопаткой. Через минуту снизу прибежали взбудораженные любители персиков. И на месте происшествия, как это обычно бывает, после того, как начался оживленный обмен мнениями. Я внимательно осмотрел валун, рядом с которым возникли гоблины. Кое-что нашел и показал своим пацанам. До этого они меня уверяли, что обследовали каждую пять, прежде чем спуститься к саду. С закрытого кустами бока под валун уходила широкая нора. Предположить, что ее выдолбили в каменистом грунте за полчаса, было бы глупо. Значит, после того, как мы вечерком проехали наверх, гоблины всю ночь трудились, а потом ловко замаскировались плащ-палаткой, которая сейчас валялась в этой норе, и преспокойно ждали. Смущало то, что расчет гоблинов полностью оправдался. Именно в этом месте был наиболее удобный спуск к персиковому саду и хороший обзор, создающий ощущение безопасности. Гоблины не сомневались, что пацаны захотят персиков, а я, несколько разомлевший после бессонной ночи, разрешу остановку. Тьфу! Век живи, век учись! На ошибках учатся, умный учатся, на чужих ошибках, а дурак на своих. В это время корреспондент уже щелкал коникой и, сложив перед отключенным гоблином его экипировку, попросил меня встать рядом так, чтобы на заднем плане был виден труп второго. Только автомат брать не надо. Будет прекрасный снимок к репортажу о том, как один ловкий парень голыми руками завалил двух до зубов вооруженных боевиков. Я категорически отказался, напомнив возбужденному корреспонденту, что меня изнасилуют в извращенной форме, если узнают, что я был с голыми руками. А куда я засунул свое оружие? Нет, спасибо. И вообще, сказал я, собирая автомат, забудь об этом эпизоде. Давай-ка поскладнее сочиним, как мы все это вместе дружно отразили. А ты? Андрюх пожал плечами. Вольно заманчивый получался сюжет и вдруг облом. Но ему еще не раз придется работать на передовой, и если он кому-то сделает пакость, ему просто никто руки не подаст. Симафорная почта в горячих точках работает неслабо. Вот так. А как ты объяснишь прокуратуре, что свернул шею одному из боевиков? Не боишься, что тебя обвинят в дурном обращении с пленными? Расслабься, Андрюха. Они не пленные, потому что мы не воюем с ними. Это ты прекрасно знаешь. А насчет шеи? Это надо еще обмозговать. Не думаю, что оставшийся в живых будет давать какие-то показания, которые мне как-то навредят. Однако, в общем, надо поразмыслить. Мы немного посовещались с пацанами и решили, что при прочесывании местности эти двое внезапно выскочили из кустов и хотели взять меня в заложники. Произошел физический контакт и вот результат. Пойдет? Вполне. Ничего, что эта версия расходится с действительностью, о чем может заявить оставшийся в живых гоблин, его просто никто не станет слушать. Они, выгораживая себя подчас такую чушь несут, что уши вянут. Ага. Через пару часов, прибыв на базу, я плотно позавтракал и, искупавшись в человечьем душе, бочка с водой и сосок внизу, завалился спать. А еще через полтора часа меня растолкал возбужденный комендант района, которого я с просонок едва не легнул ногой в живот. Это, ну, как его, короче, сдали мы этого твоего гоблина местным властям. А он выломал решетку на окне и вот мразота. Комендант добавил еще несколько плохо редактируемых, но хорошо известных выражений и поскреб заросший щетиной подбородок. Не, недовольно произнес я и подождал, не скажет ли он еще чего. Что гоблин ушел, не бог весть, какая крутая новость. Дураку понятно, что у них тут все связано, и девять из десяти задержанных боевиков сваливают из мест предварительного заключения при весьма загадочных обстоятельствах. Из-за этого он меня будить бы не стал. Ну, это... Ну, я только что приехал, вдруг сорвался на крик комендант. Я не мог угадать, что этот такую отмочит. Я насторожился. Уже три недели работал с этим комендантом и знал его как неглупого тертого мужика, не дающего волю эмоциям. Федор отвернулся, избегая смотреть мне в глаза. Как только мы этого боевика сдали в райотдел, он накатал на тебя жалобу. Они, простые мирные жители, оружие им подсунули, а ты с ними плохо обращался, издевался и убил его брат. Ну, как обычно, сам знаешь. Вот звонит прокурор района в ВОК и выдает все это. А трубку взял мой зам. Я не подъехал еще. Ой, перетрухал бедолага. С перепугу дал местному прокурору все твои координаты якобы для оформления уголовного дела. Комендант на несколько секунд смолк, ожидая, как я прореагирую. Я молчал, переваривал. Ну, это вот. Комендант протянул мне свернутый в трубочку лист и опять спрятал глаза. Ты только не психуй, командир. Он же не нарочно. Я совсем не собирался психовать. Что толку, если дело сделано? На листке было написано «Кровью». Я ее достаточно насмотрелся, чтобы спутать с чем-нибудь другим. «Бакланов, ты убил моего брата. Теперь ты мой кровник. Я знаю, как найти тебя и твою семью». И подпись внизу «Тимур». Писано было аккуратно, без единой орфографической ошибки. Видимо, тот, кто писал, не торопился и выводил буквы иглой или заостренной спичкой, макая кончик в кровь. «Откуда это?» Спокойно спросил я комендант. «Это на КПП какой-то местный пацан принес, сказал, передать командиру спецназовцев. Комендант вдруг схватил меня за локоть. Только я прошу, ты не психуй, а?» Он умоляюще посмотрел на меня, и мне стало немного неудобно. Все-таки немолодой уже мужик, работяга, упрашивает, можно сказать, мальчишку из-за какого-то ублюдка. Я медленно поднялся с кровати и, подойдя к окну, облокотился о широкий мраморный подоконник. Стал рассматривать залитые летним ярким солнцем горные хребты, на которые уже наплывала от горизонта синеватая туманная дымка. Красота-то какая! А дело дрянь. Я неоднократно получал угрозы в свой адрес, служба такая. Все эти угрозы оказывались пустыми словами. На самом деле за ними ничего не стояло и не могло стоять, потому что для местного населения мы всегда были безликой группой в камуфляже и только. Есть такой закон о внутренних войсках МВД, РФ. Он подписан президентом России и является обязательным для всех. Те, кто работает в зоне ЧП, очень строго соблюдают этот закон, особенно раздел гарантии личной безопасности. Но бывают исключения. Этих допускающих такие исключения я бы назвал преступниками и отдал под суд будь моя воля. А еще лучше дать такому исключенцу автоматы посадить на КПП где-нибудь на перевале, чтобы он сутками смотрел на эти бородатые лица и с тревогой ждал, что вот-вот кто-нибудь из них достанет гранату из внутреннего кармана вареной куртки и бросит в досмотр группу. А потом если этому исключенцу посчастливилось бы остаться в живых да вдобавок убить этого типа до того как он выдернет предохранительную чеку, хорошо бы его оставить там же возле дороги. Пусть понаблюдает как часто подъезжают гоблинообразные и настойчиво интересуются кто да как здесь нес службу когда погиб их родственник. Но исключенцы не стоят на КПП в блок постах не делают рейдов. Они сидят в уютных кабинетах и за ящик коньяка а в некоторых случаях и за кое-что более ценное выписывают всевозможные пропуска и документы. С тех пор я часто видел во сне этого Тимура. И хотя в реальности схватка окончилась моей победой во сне я сидел на броне со связанными руками а Тимур целился из РПГ в борт БТРа в котором находились мои жена и сын. Эта дрянь мне обычно снилась после обильного приема на грудь или сильной нервной встряски и я всегда просыпался в холодном поту с ощущением полной безысходности и противного липкого страха. Так было и на этот раз. Я сидел в темноте тяжело дыша а перед мысленным взором еще стояли его глаза глаза волка оборотня на заросшем лице. Тимур Глава вторая Из раскрытого окна на третьем этаже пропикало шесть раз и голос диктора довел до сведения оригиналов слушающих радио в это время что в столице двадцать два часа. Я аккуратно потянулся хрустнув суставами поудобнее устроился и чертыхнулся про себя. Интересно как эти синяки умудряются часами лежать в таких неудобных позах совершенно не меняя положение. Оп замер. Послышался неискренний девичий смех и обрывок тихого разговора. Мимо подъезда прошла парочка слегка отпрянув при виде моего тела. Они тормознули метрах в двух-трех от меня и девица высказала предположение что возможно я и не пьян вовсе а свалился в связи с сердечным приступом или почечной недостаточностью. Галька дескать рассказывала что недавно у них возле дома мужик вот так же лежал никому до него не было дела и через пару часов окочурился. Узнать бы надо почему и я валяюсь и помочь если что. я дышал через раз чувствовал что начинаю испытывать к незнакомой гальке чуть ли не ненависть если подойдут и не дай бог посмотрит мне в лицо позже у меня могут возникнуть серьезные проблемы. Парень однако как это и следовало ожидать оказался не столь чувствительным он потянул подругу за руку и я расслышал его заключение здесь медицина бессильна не волнуйся. Он ей объяснил что я это Гоша который примерно через день надирается непонятно за чей счет и валится около этого подъезда или любого другого соседнего благополучно почивая потому что время летнее и тепло да и идти все равно некуда поскольку бомж. Я ему мысленно поаплодировал и облегченно вздохнул парочка скрылась за углом осторожно вытянув из-под себя руку я поправил козырек засаленный потерявший былую форму кондукторской фуражки чтобы можно было хоть частично обозревать местность но обозревать было нечего рядом не имелось во дворе никакого освещения если не считать нескольких бледных световых пятен на асфальте от окон первого этажа и ни одной живой души после объявления времени по радио прошло может всего около трех минут он вот-вот должен появиться с минуты на минуту поскольку педанты практически не изменяет привычкам я потратил две недели для того чтобы изучить до мельчайших подробностей уклад его существования то что он был как немец пунктуален значительно облегчало эту задачу впрочем дельцы его типа и не могли позволить себе роскошь свободно распоряжаться своим временем они вынуждены были просчитывать каждую минуту своего пребывания на этом свете поскольку при любом отступлении от схемы просто рисковали вылететь в трубу прошли те времена когда частное предпринимательство освободившись от пут тоталитарного режима только начало вставать на ноги и любой маломальский предприимчивый парень мог закрутить дела получить с ног сшибательные бабки и обалдев от радости пуститься во все тяжкие теперь предприимчивых парней было не просто много а очень много больше чем надо началась сильнейшая конкуренция напоминавшая отношения между крысами в бочке которые в свое время довольно живописно изобразил товарищ чабуа выживали только спортсмены отличные спортсмены те кто азарт нарвался вперед не сбивая дыхание и наращивая темп чтобы победить нужны великолепные реакции стальные мускулы и строгое соблюдение режима сам был спортсменом знаю в противном случае тебя просто обгонят более жизнестойкие оттеснят к обочине где трудно бежать поскольку постоянно приходится наступать на неровную кромку а могут и просто сбросить в канаву локотком раз он был возможно самым жизнестойким потому что строго придерживался режима за две недели наблюдения удалось установить что отклонений от нормы не было и я уже всерьез задумывался не с киборгом ли имею дело а что при современном уровне технологий такое вполне возможно если же учесть какую роль этот тип играл в размещении инвестиций из разряда черного нала он должен был по моим не особо профессиональным прикидкам обладать качествами эвм последнего поколения ровно в 8.30 он выходил из дома 5 минут требовалось чтобы открыть закрыть гараж вывести машину 15 минут он ехал к месту работы и в 8.50 входил в здание своего банка обедал скорее всего в офисе или вообще не обедал я туда не заходил по вполне понятным причинам в 18.00 он выходил из здания банка и через 10 минут подъезжал на своей девятке к кафе рабжелудка элитарному кормящему заведению над входом в который висела олиповато раскрашенная вывеска с изображением пожилого мужика прикованного за ногу огромной ржавой цепью к анатомически правильно нарисованному желудку почему-то ядовито зеленого цвета возможно чтобы глазу было приятнее с 18.10 до 18.30 он поглощал свой обычный ужин большой стакан персикового сока выпивал за 5 минут до приема пищи потом ему приносили овощи помидоры огурцы и прочее а также зеленый лук укроп причем я сразу обратил на это внимание не нарезали на тарелках все лежало целиком и отдельно вторым блюдом служила сваренная без соли осетрина или что-то из лососины я специально наведывался на кухню под предлогом поиска работы чтобы выведать чем его кормят еще толком не зная пригодится мне это или нет после ужина он поднимался на второй этаж кафе и до 19.20 играл сам с собой в бильярд в это время кроме него в бильярдной никого не было с азартом погоняв шары в течение 50 минут он спускался вниз садился в машину и катил к элитарному же спортивному клубу который располагался в пяти минутах езды от раба в 19.30 он уже переодетый в короткие спортивные штаны занимал свое место напротив постоянного партнера по корту такого же по-моему двинутого банкира или бизнесмена только значительно старше этот старикан тоже никогда не опаздывал в 20.50 он заканчивал игру делал ручкой партнеру и отправлялся в зал восточных единоборств где до 21.30 в медленном темпе оттачивал удары по груши и макиваром с резкими выдохами криками заканчивая упражнение пятиминутным комплексом тай-дзи после контрастного душа он покидал клуб чтобы выяснить все эти подробности мне не пришлось зависать на водокачке пользуясь парашютными стропами или притворяться служащим клуба сначала я хотел напоить вахтера и таким образом добыть информацию однако вовремя осознал что мне ни к чему прямой контакт с потенциальным свидетелем остановило и то что вахтер постоянно сидел около входа и сами понимаете не мог располагать исчерпывающими сведениями о чьем либо пребывании в клубе за всем происходившим в этом заведении можно было элементарно наблюдать с помощью бинокля удобно разместившись на крыше соседнего дома а когда в один из вечеров я захватил с собой узконаправленный микрофон информация была добыта даже в избытке владельцы клуба не ставили никакой защиты от прослушивания секретные разговоры здесь не велись наоборот сюда приезжали чтобы хоть на час забыть о делах в 22.05 он подъезжал к дверям своего гаража расположенного в 20 метрах от дома с тыльной стороны через 10 минут он заходил в подъезд поднимался по лестнице на третий этаж отпирал дверь квартиры шел целовать старушку мать а иногда она встречала его в прихожей затем до 23.30 считал в своей комнате книгу это мне удалось установить заранее поднимаясь на этаж выше а потом забираясь на чердак соседнего пятиэтажного кирпичного дома до военной постройки откуда я продолжал наблюдение используя бинокль в 23.30 он гасил свет и ложился спать так происходило шесть дней в неделю исключение составляло воскресенье в воскресенье клиент спал до 10 часов утра затем садился в машину и отправлялся на свою дачу которая располагалась в 20 баксах езды от его дома да да именно так таксист кровопийца сначала ни в какую не хотел преследовать машину клиента и все требовал показать удостоверение которого естественно я не имел позже удостоверение вполне заменили 20 долларов не странный ли эквивалент в течение всего воскресенья клиент планомерно решал сексуальные проблемы не по-человечье многократно трахая какую-то телку которая приезжала к нему на дачу на своей машине в перерывах между траханьем он разгуливал в голом виде по территории дачи окруженной глухим двухметровой высоты забором все прелести дачной жизни клиента открылись передо мной забравшимся в мансарду очень кстати пустовавшего дома по соседству предварительно пришлось открыть замок входной двери отверткой в ходе наблюдения удалось также выяснить что клиент обладает прекрасно развитой мускулатурой и конячей выносливостью судя по тому что его партнерша по сексу к концу дня едва передвигала ноги не заботясь об изяществе походки в то время как он сам садился в авто довольно прытко беззаботно смеясь и насвистывая веселый мотивчик половая жизнь с элементами нудистской культуры заканчивалась где-то в 20.00 после чего следовали прощание и разъезд по домам чем в дальнейшем занималась дама я не интересовался не было необходимости клиент приезжал домой ужинал наверное ужинал но не могу утверждать это поскольку его кухня с наблюдательного пункта не просматривалась читал перед сном и в 22.00 укладывался спать а с понедельника все повторялось сначала строго по расписанию во время наблюдения я неоднократно задавал себе вопрос почему у этого типа нет охраны он был настолько важной фигурой в деле отмывания денег что те кто благодаря ему процветал могли бы нанять для него целый взвод охранников вариантов ответа было несколько но поразмышляв я пришел к выводу что парень имеет настолько мощное прикрытие настолько высокий теневой рейтинг что здесь просто никому в голову не придет предпринимать в отношении его какие-то враждебные действия вот так а потому подготавливая акцию я досконально изучал пространство и внимательно оглядывался вокруг если в чем-то промахнусь ошибусь то меня вмиг раздавит вообще-то этого парня можно было пожалеть он был рабом системы которую сам для себя создал сам заключил себя в жесткие рамки и теперь просто уже неволен был выйти из них система не позволяла ему обзавестись женой и детьми на них он тратил бы большое количество времени в ущерб работе поэтому он жил один с престарелой матерью в роскошной пятикомнатной квартире в два яруса знаете такие дома с непонятной системой лифтов которые завозят куда-то не туда и электронным вахтерам на каждую секцию п-образного дома зачем зачем человеку пятикомнатная квартира если он один с матерью зачем солидный счет в банке даже вернее в нескольких банках которые наименее подвержены воздействию инфляции и прочих негативных факторов целая куча денег которые он никогда не растратит поскольку тратить не умеет я ненавидел его и не только потому что он имел счастье быть самым продуктивным отмывалой черного нала это как раз волновало меня меньше всего я я ненавидел их всех вот таких умненьких благополучных фанатов вышибания средств умеющих работать как папа Карло и расслабляться не употребляя капли спиртного может быть тут еще играло значительную роль то обстоятельство что сам я был подобран с улицы из милости и черт знает каких альтруистских побуждений а на эту улицу меня толкнула безысходность отчаяние которое насколько я понимаю вот таким белковым роботом функционирующим по расписанию было просто недоступно как и проявление прочих слабостей заурядной личности мимо подъезда проехала его машина судя по времени и характерному звучанию двигателя именно его машина это только непосвященным кажется что все машины одной марки работают одинаково попробуйте послушайте две недели какую-нибудь девятку если у вас все хорошо со слухом то уверяю что вы встав в транспортном потоке в час пик с завязанными глазами узнаете ее говор среди сотен других машина завернула за угол я сосредоточился потягивая мышцы онемевшие от долгого лежания мысль насчет Гоши как и все прочие тоже не возникло случайно в ходе наблюдения выяснилось что почти каждый день за редким исключением настоящий реальный Гоша в непотребном виде добредал до одного из подъездов этого дома и замертво сваливался почивать до утра странную приверженность Гоши именно к этому дому я объяснить не мог да и вряд ли бы это помогло в подготовке реакции потому и не стал докапываться до сути воспринял все как есть обычно клиент заходя в подъезд брезгливо морщился и осторожно обходил бомжа не возмущаясь и не проявляя интереса пьян этот человек или просто умер так вышло и на этот раз только сейчас настоящий Гоша лежал на ступеньках подвала вход в который находился в этом же подъезде потом вряд ли кто вспомнит что возле дома ошивался посторонний только Гоша а на него никто никогда внимания не обращает клиент приближался я хорошо слышал его шаги и напрягся поудобнее сжав крепкую суковатую палку которая служила Гоши посохом он хромал на левую ногу еще раз проверив свои ощущения я пришел к выводу что все в порядке сомнений нет это очень важно отсутствие сомнений вы даже не представляете насколько важно если бы у этого типа были дети или хотя бы только жена которая как выяснилось бы в ходе наблюдения любила его и сама по себе была бы неплохой девчонкой я вряд ли бы смог все довести до конца бросил бы да у него есть мать но с этим просто пришлось смириться не буду развивать положение о том что он работал на сытых парней с большими рожами и такими же кулаками на преуспевающих бывших уголовников он мешал моему боссу и этого было достаточно я напряженно слушал кроме его шагов не раздавалось никаких других звуков он уже рядом представляю как он сморщился разглядев в полумраке темнеющие возле двери скрюченное тело попытался обойти Гошу прижался вплотную к косяку но на этот раз Гоша завалился прямо на проходе и после некоторых размышлений ему пришлось перешагнуть через бомжа когда он занес надо мной ногу я быстро выставил Гошин посох поперек дверного проема и извернувшись обеими ногами пнул его взад этот прием я несколько раз репетировал дома из того же положения в котором находился сейчас и здесь в подъезде все получилось как надо споткнувшись о посох он полетел вперед и будучи хорошо тренированным успел бросить кейс и вытянуть руки амортизируя удар раздался короткий тупой стук и его тело пару раз дернувшись обмякло в подъезде было темно как обычно юное поколение вышибло лампочку возможно из рогатки или как-то иначе но их хулиганство работало на меня при подготовке акции я продумал все до мелочей все предусмотрел учел и то разумеется что в подъезде не будет света а возвращается клиент так поздно что темно уже и во дворе он не мог видеть что на нижней ступеньке лестницы примастилось сооружение заботливо смостряченное моими руками я заранее снял гипсовый слепок с одной ступеньки когда клиент подъехал к дому я установил эту псевдо ступеньку в нужном месте а под ней разместился бетонный блок один из тех что валялись в подвале он несмотря на отменную реакцию буквально врезался головой в сооружение из блока и псевдо ступеньки ни одна экспертиза не определит что этот парень умер вследствие какого-то насильственного воздействия было темно оступился неудачно упал несчастный случай я сделал расчет без моего сооружения вероятность смертельного удара при таком падении составляла не более 60-70% вот почему мне и понадобилось нарастить ступеньки мое сооружение резко качнуло маятник в сторону смерти все произошло в течение минуты удивительный был человек и Гошу хотел обойти молча и когда падал не издал ни звука я прислушался было тихо теперь надо действовать быстро надев драные сандалеты до этого был босиком я вскочил и осветив место происшествия фонариком занялся уничтожением улик очень хорошо что этот тип умер сразу иначе мне пришлось бы добивать его а я не знаю смогли бы это сделать или нет очень трудно прикончить беззащитного человека который тебе не угрожает я вытащил из-за пазухи большой пластиковый мешок и аккуратно приподняв голову трупа извлек из-под нее сооружение которое к моему удивлению оказалось совершенно чистым удар пришелся на переносицу и кровь хлынувшая из носа обильно залила пятачок площадки но не попало на то что находилось выше согласно плану я упаковал псевдо ступеньку в пакет а блок пихнул в подвал извлечь оттуда невнятно ругающегося с просона Гошу и водрузить его на обычное место возле подъезда было делом простым и недолгим в это время я нервно прислушивался готовый при малейшем намеке на внезапное появление свидетелей сломя голову броситься через декоративные кусты в направлении автострады никакого шума тихо железная дверь надежно блокировала вход в секцию если кто-то будет выходить оттуда ему придется несколько секунд возиться с замком и я услышу скрежет по моим расчетам этого времени мне хватало чтобы скрыться я учитывал и то что человек наткнувшись в темноте на мертвое тело напугается растеряется в любом случае для меня это дополнительное время я окажусь уже довольно далеко от этого дома еще раз осветив фонариком место происшествия я взял руку клиента и несколько секунд сжимал запястье стараясь обнаружить пульс дыхание не было слышно но вдруг он еще жив может сердце еще бьется нет пульса тоже не было пройдя пару кварталов я вышел к небольшому пустырю с мусорными бачками оглядевшись сорвал с себя лохмотья которые незадолго до акции подбирал стараясь чтобы они точно повторяли Гошину одежду и сунул их в мусорку теперь я остался в тенниске и трико о совершенном акте напоминали лишь рваные сандалии которые я сожгу дома не топать же через весь город басын тут же под бачком я нащупал заранее приготовленный металлический пруток которым быстро разбил гипсовую севдоступеньку и разбросал кусочки по нескольким бачкам покинув пустырь я прошел еще пару кварталов после чего снял медицинские одноразовые перчатки и сунул их в оконце подвала близ лежащего пятиэтажного дома они выполнили свою функцию если кому-то вдруг взбредет в голову снять отпечатки пальцев сгошенного посоха найдут только многочисленные отпечатки хозяина и если повезет какую-нибудь микронитку от штанов погибшего об этом я размышлял когда голосовал на обочине автострады и вдруг тихо рассмеялся придурок сколько мер предосторожности перестраховался на нескольких этапах как будто расследование будут проводить немедленно и займется этим непременно спецбригада из ФСБ вот так хотя если признаться я бы лучше предпочел иметь дело с ФСБ чем с теми кто завтра начнет выяснять причину смерти своего отмывалы минут через пять меня подобрал таксист который с сомнением оглядев мой подозрительный прикид все же согласился отвезти меня в северный поселок за 10 баксов а еще через 20 минут я жег сандалеты в камине расположившись в кабинете моего покойного отца глядя на огонь пил коньяк и еще раз прокручивал в голове всю акцию теперь уже свершившуюся сколько дней я был в напряжении следил готовился и вот теперь все позади вместе с теплом которое распространялось по всему телу пришло успокоение а также уверенность что я все сделал правильно и опасаться совершенно нечего я несколько нарушил свой первоначальный план и вместо того чтобы на другой день топать прямиком к дону решил позвонить ему для этого мне пришлось зайти на автовокзале в провонявшую мочой грязную будку предварительно тщательно изучив свою физиономию в большом витринном стекле я смотрел по видяшнику что так делают опытные гангстеры или агенты спецслужб желая убедиться что у них никто не висит на хвосте еще раньше я дал круг на кольцевом трамвае вышел на две остановки раньше и доплелся до автовокзала пешком периодически ныряя в попадавшиеся на пути проходные дворы чтобы затаившись на несколько секунд вдруг высунуть один глаз на улицу нет ли хвоста хвоста естественно не было какой хвост нужно было иметь самонадеянность осла чтобы предположить что все уже стало достоянием соответствующих органов или людей корпорации и меня ведут я на осла не похож по крайней мере так хочется думать но это чувство новизны ситуации как ни странно стало мне нравиться приятно щекотало нервы ощущения опасности сознание того что я наконец сам себя перевел в ту категорию который больше всего соответствовал категорию универсального солдата способного выполнить любую задачу недоступную простому среднестатистическому исполнителю кроме того я давно не бывал в неординарных ситуациях в таких когда кровь щедро снабжается адреналином весь организм работает на пределе своих возможностей показывает чудеса которые опять же среднестатистическому человеку просто недоступны согласитесь что ситуация в которой тебе ничего хорошего не следует ждать либо законная расправа либо незаконная очень возбуждает еще одна мысль приятно ласкала мое сознание отодвинув все нехорошие мысли в самый дальний угол совсем скоро возможно через полчаса я получу такую сумму которую мне на офицерской должности не заработать в течение трех-четырех лет может и больше кто знает во сколько Дон оценит оказанную ему мной услугу я шел размышляя о награде и усмехался внезапно подумал сколько бы мне пришлось пахать в армии чтобы получить те бабки которые я имею сейчас практически не напрягаясь если учесть индексацию что-то около четырех месяцев к одному то есть бабки которые я сейчас получаю за четыре недели у нас платят понедельно в армии я бы получил за четыре месяца во четыре месяца дурацкой службы во время которой тебя могут убить или искалечить оскорбить или унизить засадить за решетку или подставить твоих близких а ты тяни лямку потому что офицер и никто не поинтересуется можешь ты ее эту самую лямку тянуть или как и есть ли у тебя все чтобы ты делал это как надо нормально хотя мне кажется любой хозяин заботится о том что имеет периодически проверяет например в каком состоянии находится его автомобиль или лошадь чистит снабжает всем необходимым а не делай он этого его авто не двинется с места а лошадь просто сдохнет вот с такими соображениями я как уже сообщал раньше забрался в обделанную будку и набрал номер своего патрона трубку сняла его очередная пассия Наташка я толком не знаю какова степень серьезности их отношений однако могу с уверенностью сказать что она ему не просто забава как было до того слишком долго она сумела продержаться в этом доме где дамы ее категории как правило проводили не более нескольких ночей с перерывом в неделю а иногда и больше услышав меня она сразу же поинтересовалась где я нахожусь и почему так долго не был прибавив металла в голосе я потребовал дона не люблю когда женщины ее типа пытаются диктовать свои условия с того конца провода не доносилась ни звука должно быть она сразу надулась я живо представил себе как это выглядит и внутренне обрадовался иногда испытываю злорадство грешен через пару минут на том конце провода возник дон что-то не так он был краток как всегда в таких случаях я выдержал паузу и сказал как можно солиднее надо поговорить приезжай к скверу героев революции желательно побыстрее только будь один лады видимо дона мое предложение несколько озадачило если только его вообще что-то может озадачить он многозначительно хмыкнул и спросил так что случилось объясни толком я не дал договорить жестко отрезал я все сказал приедешь поговорим только приезжай один и повесил трубку постояв некоторое время возле будки я соображал не перегнул ли в разговоре с доном уж больно кратко все получилось как будто оборвал ну да ладно победителей не судят отойдя от будки я направился вверх по улице которая через три квартала завершалась тупиком названным по прихотливой воле какого-то бывшего функционера сквером героев революции уверен на все сто что эти самые герои совсем не обрадовались бы в своем семнадцатом когда бы узнали какое место им посвятили благодарные потомки а в незабвенные времена правления главного товарища которого многие еще хорошо помнят этого функционера наверняка пустили бы в расход усмотрев в наименовании пустыря насмешку над героями идеологическую диверсию и предательство так вот я направлялся к этому самому месту не забывая периодически останавливаться у витрин попадавшихся на пути комков и обозревать отражавшуюся в этих витринах улицу опять же на предмет обнаружения гипотетического хвоста сквозь стекла на меня лениво смотрели пустые глаза схоленных торгашеских харь да именно харь так как лицом назвать то что я видел в каждом киоске можно было с большой натяжкой разве что когда сам ты пьян сыт и тебе все да ну вы понимаете конечно так вот они на меня смотрели даже не на меня а через меня с некоторой долей презрения и брезгливости на потенциального покупателя так не смотрят потому что покупатель как правило подходит или заходит если это павильон и спрашивает то что ему нужно солидный покупатель состоятельный я пока таковым не являлся несмотря на то что дон платил мне сумму достаточную для того чтобы кормить четыре капитанских семьи сами знаете чем больше имеешь тем больше хочется аппетит приходит во время еды в общем чем дальше в лес тем своя рубашка ближе к телу еще полгода назад я купил себе довольно приличный прикид с удовольствием констатировав что далее в воображаемом списке приобретений хороший двухкассетник потом видеодвойка потом короче через очень короткий промежуток времени денег стало не хватать потому что я очень быстро приучился лопать ежедневно по 3-4 килограмма свежих фруктов и еще пару килограммов переводил на соки еженедельно посещал заведения ресторанного типа а потом кроме всего прочего вдруг залюбил коньяки и не какие-нибудь а те что трудно достать и которые стоят очень дорого я еще залюбил копченые окорока маринованные грибочки балычок красную икорку затем ну ладно я вас понял не стоит дальше и так все ясно однако я вот что никак не могу понять как это раньше на мою нищенскую получку мне удавалось содержать семью из трех человек заметьте содержать а не просто кормить не знаете и я не знаю в очередной раз наткнувшись на презрительный взгляд я вдруг представил себе что когда дон отвалит мне значительную сумму даже не знаю сколько но уверен что много тогда я так же вот как и сейчас остановлюсь витрины какого-нибудь комка долго буду рассматривать выставленные товары потом спокойно без суеты зайду и попрошу жвачку не пачку а одну пластинку да да мне всего лишь одну пластинку чего-нибудь типа стимурол ха а когда это мурло своими толстыми пальцами вытащит из пачки одну пластинку и небрежно бросит ее на прилавок я не спеша сниму обертку засуну жвачку в рот пожую и вдруг попрошу показать допустим он то дамское платье сплошь из люрекса зеленое с серебром это да да за пять тысяч баксов оно должно понравиться моей даме чего засуетился смотри со стремянки не упади и когда доставать будешь у вас страховку не платит будто не замечая выпилившихся на меня продавцов отсчитаю эти самые пять тысяч брошу их на прилавок возьму пакет и уйду и плевать что на эти бабки можно целый год кормить двух здоровых мужиков или трех женщин пенсионного возраста тех что сидят с трясущейся рукой в том самом сквере героев революции плевать я свои трачу а всех нищих и больных не накормишь вечером я завалюсь в интурист предварительно заказав столик устрою себе шикарный ужин буду сидеть и ждать когда подойдет одна из продезинформированных метром отпадно прикинутых путан из тех что первоклассно обслуживают черно только потому что у них в наличии зеленые да и презрительно смотрят на наших парней потому что совки а как иначе презрительно и высокомерно я естественно очарую ее и введу в заблуждение своим приличным английским покормлю чем бог послал а затем приведу к себе в номер который сниму заранее заплатив кому следует и она пойдет как миленькая поскольку будет знать что я американ бой и плачу зелеными и еще потому что я буду спикать на международном языке знание которого не выдули ветры за кавказья и не выбили металлические прутья обкуренных бакинских ереванских и других парней ибо этот язык старательно вкладывали в меня в спецшколе для шишкарских детей лучшие преподаватели так вот я приведу ее в шикарный номер отправлю в ванную а затем притащу оттуда мокрую и в мыле и буду иметь с таким остервенением что у нее мозги повылетают и позвоночник высыплется в остатке ажурных трусиков которые я заставлю ее надеть когда извлеку из ванны а потом разорву в клочья одним резким движением я буду таскать ее по всему номеру валять по полу перекину через кресло поставлю на подоконник в общем ей вскоре покажется что это и не секс вовсе а своеобразные работы я полагаю что никто из черно так и не делает они образованы и искушены в вопросах любви во всяком случае так их представляют в прочитанных мной книгах и вот когда она совсем измотается и обессиленно завалится посреди роскошного номера на залитом зарубежными напитками и последствиями жарких соитий бархатном ковролине я приму контрастный душ мне потребуется для этого не более пяти минут потом оденусь по форме четыре и громко скомандую ей подъем возможно к тому времени она слегка закемарит и неправильно прореагирует на команду по моему представлению эти холенные сексуры не приучены к подобным вывертам тогда я повторю команду несколько раз смешно коверкая ее с английским акцентом она уставится на меня грациозно отрывая от залитого чем-то ковролина прекрасную недоступную простым рублевладельцем плоть а я заставлю ее быстро принять душ и одеться пояснив что мы опять премся в кабак жрать и глушить дринки за ее и без того железобетонное здоровье но когда она приведет себя в порядок на штукатурится и влезет в свою потрясную униформу не забыв натянуть извлеченные из сумочки предусмотрительно запасенные шелковые трусики я улыбнувшись обаятельно ласковым жестом приобниму за талью нежно поцелую под ушко и приглашу ее следовать к двери а потом лишь только она возьмется за дверную ручку томно улыбаясь в предвкушении дармовой хавалки и дренего высшего класса я продолжаю все так же шикарно улыбаться вдруг хлопну себя ладонью по лбу с последующим плавным разводом рук в разные стороны под углом сорок пять градусов затем пробормотав с виноватым видом I'm sorry my baby excuse me я внезапно брошусь на нее и завалю тут же в прихожей загнув в черте какой позе опять одним рывком уничтожу пресловутые трусики с непременным рычанием и безо всякой подготовки со всего маху засажу так что она заверещит от неожиданности а потом залепив рот поцелуем чтобы не орала буду зверски драть толкая от двери вглубь комнаты упираясь носками скользящих туфель в ковролин и на ходу буду в клочья разрывать платье периодически прогибаясь и поднимая голову чтобы взглянуть в зеркало трюмо как эта сцена выглядит со стороны я читал что такие вещи здорово возбуждают вскоре она поймет что ее роскошным шмоткам приходит конец и начнет извиваться и рваться из-под меня выражая свое справедливое негодование но движения моего хорошо тренированного тела станут энергичнее яростнее мне придаст силы необычная страсть именуемая похотью а безысходная злоба совка нищего которому внезапно посчастливилось ухватить на богатом базаре большую свежеиспеченную булку испускающую потрясающий ванильный аромат и вот он пытается побыстрее ее схватить жадно заглатывая огромные куски и давясь злобно озираясь при этом как бы не отняли да вдобавок еще и не прибили бы за эту самую булку какие-нибудь из сытых торгашей с пустыми заплывшими глазками так вот я буду пластать ее с удесятеренной энергией и к ужасу осознание утраты прикида у этой стервозы еще прибавится внезапное постижение страшной истины что я имею ее при полном отсутствии импортного хорошо смазанного презерватива в первом случае я его так и быть использую который создает относительную безопасность а так как эти создания страшатся спида а еще больше спида по моему мнению боятся забеременеть она от ужаса совсем одичает и станет строить некрасивые гримасы и вот тут-то я заломаю ее еще круче немыслимо загну холеные ноги где-нибудь у себя на затылке загоню головой под диван и с дикими рывками завершу процесс в четыре мощных толчка так что она почувствует как моя животворящая субстанция низверглась в ее продезинфицированное нутро почувствует и содрогнется от страшного предчувствия чего-то ужасного а потом я засеку время и буду лежать на ней удерживая в своих объятиях ровно одиннадцать минут чтобы не дать вырваться и произвести гигиенические действия контрацептивного характера десять минут положенные как утверждают специалисты для закрепления процесса и плюс минута так просто на всякий случай и пусть она будет вырываться и плакать размазывая слезы по щекам пытаясь вызвать во мне жалость пусть если украл булку нужно слопать ее до конца во что бы то ни стало наконец я гордо встану вытащу из кейса платье купленное в комке то самое и брошу рядом с ней на пол таким небрежным усталым жестом и она рыдая злобно рыдая и размазывая косметику поставшему некрасивому лицу схватит это платье и прижмет его к груди бросая на меня полные ненависти и скепеляющие взоры но и это не все в хорошей булке обычно бывает изюминка в самом центре обкусав булку по краям самый смак познаешь когда отправляешь в рот эту самую изюминку обычно при этом закатываются глаза а кадык судорожно дергается в последнем глотательном движении я не буду закатывать глаза это не в моих правилах поскольку в определенное время и в определенном месте меня приучили во время общей большой еды держать глаза широко открытыми иначе движение кадыка действительно может стать последним не только в этот прием пищи а вообще в жизни я подойду к входной двери оборвав попутно телефонный провод вставлю ключ в замочную скважину с наружной стороны и спокойно сообщу что ее только что отымел обычный совок жена которого не всегда могла позволить себе роскошь приобрести новые трусья софдеповского производства даже латала что полостарые и берегла потому как муж перебивался на зарплату честно вкалывая как папа Карло в то время как другие те за кого он придурок проливал свою неразбавленную зарубежными напитками кровушку жировали спекулируя и воруя это когда она у него была еще жена когда еще не сбежала отчасти из-за нищеты отчасти из-за легкомыслия кормяну торгашу шмотками потом я запру дверь на ключ оставив в катающуюся от злобы пополу инвалютную штучку убиваться из-за своего поражения и быстро быстро спущусь вниз в вестибюль а там в вестибюле обязательно улыбнусь администратору и швейцару и выйдя из стеклянного склепа бесшумно растворюсь в вечернем мраке а можно для полнейшего кайфа ведь попадаются иногда булки с двумя изюминками вызвать ничего не подозревающего администратора который по совместительству является и глав сутенером на крылечко подальше от зорких глаз шкафоподобных ребят тусующихся в холле вроде бы по делу и там обаятельно улыбнувшись крепко заехать ему в репу подождать когда его жирное тело войдет в соприкосновение с холодным мрамором крыльца приподнять за лацканой хорошего пиджака от Зайцева и еще разок заехать присоветовав назидательным этаким тоном проявлять бдительность и не пускать кого попало а уж потом раствориться во мраке таинственно и загадочно глава третья полтора года что ли да около полутора лет назад из внутренних войск России меня уволили с должности командира группы спецназначения и лишили звания капитана которое я в то время имел сам я дурак виноват нечего врагов искать если хотите расскажу только начать придется с того что у меня была красивая жена натуральная блондинка с голубыми глазами точеной талией и ногами что называется от коренных зубов она меня никогда не любила но это я уже потом после разрыва осознал своей не особо умной головой я эту девочку прихватил когда охранял ее папаньку сопровождая его в полете на какую-то точку в горах кавказ папанька был генералом и при поверочных облетах его охранял специальный расчет пятеро солдат сержант и офицер этим офицером в тот раз оказался я тогда еще молодой лейтенант командир взвода спецназначения получилось так что генерал на некоторое время задержался в районе чрезвычайного положения обстановка была относительно спокойной а если еще учесть что там в изобилии имелись горы солнце хорошие вина кавказское гостеприимство это потом оно сменилось открытой враждой приводящей местами к военным действиям то в общем в гости к генералу прибыла супруга с дочкой дама скажем так эксцентричная охочая до романтики и ревнивая ужасно на что были причины потому что муженек ее здорово на слабый пол западал несмотря на возраст жена его периодически проверяла используя для этого любую возможность в тот раз ее появление оказалось сюрпризом на какой-то заставе чего-то там кончилось генерал по радиосвязи приказал доставить немедля до его убытия прилетел вертолет и нате вам ха-ха три раза в данном случае супруга генерала могла бы и не рисковать ее опасения насчет времени и места не оправдались поскольку горцы здорово хранят честь своих сестер и дочерей тут вместо клубнички можно отпробовать иное острое блюдо даже анекдот на эту тему ходит но не стану злоупотреблять вашим вниманием суть в другом так вот получив сюрприз генерал покатал жилбаки и куда деваться организовал дамам кратковременный культурный отдых охота на козлов конечно не сами дамы охотились прогулки и потребление горного воздуха вечера у костра шашлыки вино а я молодой стройный и можно сказать симпатичный лейтенант я вообще в этом плане скромный но женщинам иногда нравлюсь могу быть обаятельным вот я и прихватил дочку генерала у ручья сам не понял как получилось именно прихватил Вайнер весьма определенно охарактеризовал это в одном своем романе Наташе дочке генерала захотелось прогуляться к источнику который призывно журчал на южном склоне метрах в двухстах от опорного пункта а уже стемнело вот генерал и приказал сопроводить девушку перед этим они довольно долго сидели за столом и выпили много вина а кавказское вино коварно по отношению к равнинным жителям оно обладает божественным ароматом и великолепным вкусом разумеется когда его готовят для себя а не на продажу и его пьешь так как будто это компот но действует оно как хороший самогон вторичной перегонки причем весьма своеобразно сидишь за столом пьешь и прекрасно себя чувствуешь весело и светло на душе а когда встанешь внезапно ощущаешь что тело твое валяет дурака нарушается координация движения и так далее так вот веду я дочку генерала аккуратно так под ручку слежу чтобы не спотыкалась и млею такая она красивая и недосягаемая я даже ни о чем таком и подумать не смел молод был субординацию ставил выше личных интересов как же дочь генерала вроде бы тоже начальство и так болтая о всякой всячине в одностороннем порядке она болтает а я отвечаю натужно односложно так типа да так точно никак нет добрались мы с грехом пополам до источника под спотыкание и хихи попила генеральская дочь водички прозрачной хрустальной облокотилась о колоду и вдруг мечтательно так сказала какая мол сегодня прекрасная погода такой чудесный вечер и вообще поэтому она хочет чтобы я ее поцеловал а я стою ни жив ни мертв честное слово мне страшно стало женской плоть полгода в руках не держал сразу после училища рота в которую я попал улетела в эти самые дурацкие горы тогда дочка сама легко так меня обняла со смешком приподнялась на цыпочки и поцеловала в губы может быть она хотела легонько поцеловать для развлечения но выпитое вино сыграло нехорошую шутку голова видимо закружилась она всем телом навалилась на меня и впилась губами в долгом поцелуе я почувствовал каждый ее мускул каждый бугорок выпуклость в общем получилось так что я не смог совладать с собой в голову ударил красный туман перед глазами заклубились удивительные столбы фаллической формы она очухалась было и стала вырываться но остановить меня тогда мог разве что хороший удар кованым сапогом в область затылка я повалил ее прямо у источника в грязь где вечером топтались приходящие на водопой бараны судорожно сорвал с нее все что мешало и в буквальном смысле слова изнасиловал со страстным мычанием меньше чем за полминут при этом так трясся от возбуждения будто по меньшей мере схватил лихорадку до этого я уже неоднократно общался с дамами поэтому заметил что она несмотря на весьма ранний возраст уже не девочка более того буквально на последних секундах нашего соития возможно мне тогда просто померещилось она начала предпринимать попытки получить удовольствие в грязи и очень разозлилась что ничего из этого не вышло слишком быстро я управился но это было не самое страшное когда она ругая меня последними словами смывала с себя грязь у источника а я разумеется что-то виновата бормотал в ответ мое плечо вдруг просело под тяжестью твердой сильной руки это был генерал как он умудрился подойти незаметно ума не приложу он осветил нас фонариком и зловеще как мне тогда показалось произнес ну что доигрались однако не появление генерала потрясло меня больше всего а то как после неизбежной в таком случае немой сцены отреагировала на ситуацию его дочь она встала в позу и с гневными нотками в голосе заявила папа у меня сейчас такой период когда вероятность зачатия практически сто процентов ты понимаешь что это значит вот так неопоруганной девичьей чести и внезапно постигшим несчастье не плаксиво и с оправдательными нотками а гневно и требовательно мол у меня такой вот период папочка делай вывод как приказ и папочка надо вам сказать немного стушевался на что уж человек был решительный и слыл за прозорливого умника мы отправились в лагерь и Наташка после непродолжительной возни пробралась в палатку где уже почивала ее перебравшая маман оказывается мы довольно долго гуляли и все решили отправиться на боковую пилоты тоже здорово наклюкались и с тихим ругачом возились в своей палатке изредка оглашая тишину пустынного лагеря пьяным смехом мы с генералом немного посидели у догорающего костра за разграбленным столом потом он вытащил из нагрудного кармана плоскую металлическую фляжку плеснул из нее в два наименее грязных стакана и один протянул мне пей я выпил это был какой-то очень хороший коньяк я до спиртного в те времена был неохоч и последний раз пил где-то с месяц назад с замполитом роты когда ротный был в рейде в нас вообще это не поощрялось тем более постоянно находишься с бойцами которые здорово ревнуют своего командира к разным порокам он должен в их понимании быть суперменом на все сто чтобы было с кого парсуну писать как выражался наш ротный в общем мы выпили помолчали некоторое время я тут же раскис поплыл и все происходящее перестало казаться мне трагедией генерал стал как-то ближе и роднее обычный пожилой мужик не монстр с остальным взглядом и жестокой волей правителя даже почему-то жалко его стало единственное из-за чего я переживал в тот момент было то что я так быстро все сделал как испуганный кролик трюх-трюх и готово генерал довольно долго смотрел на меня усталым тяжелым взглядом изучающе так потом вздохнул и сказал ну что ж раз уж вышло женишься не предложил не спросил приказал как привык повелевать всеми подобными мне хоть и мягко как-то по-домашнему девка видная жаловаться грех через месяц восемнадцать будет легкомысленная правда есть такое намучился я с ней но дальше будут твои проблемы на то он и муж чтобы воспитывать как отрубил вот приказ лейтенант жениться хотелось вытянуться в струнку щелкнуть каблуками и крикнуть есть жениться товарищ генерал не посмел промолчал скромно аж говорил что строго соблюдал субординацию а генерал считая разговор оконченным отправился спать не забыв предупредить чтобы я выставил пост по охране лагеря пост уже давно стоял чтобы верхи не творили низы всегда незаметно делают свою работу я посидел немного у стола тяпнул еще пару стаканов вина из ополовиненной большущей бутылки что стояло на столе вылил остатки на землю чтобы пацанам не досталось и тут же завалился спать прямо на лавке укрывшись какой-то курткой то ли генеральской то ли летческой с той поры прошло пять лет я стал капитаном командовал ротой потом спецгруппой после оргштатных изменений хотя тесть неоднократно предлагал мне перебраться в штаб и припеваючи жить не подвергая себя опасности я постоянно отказывался просто не мог бросить своих парней нет такой причины по которой настоящий мужик может добровольно бросить спецназ и потом как бы я посмотрел им в глаза став штабным мне и так досталось постоянно приходилось доказывать что я хоть и генеральский зять но сам по себе крутой мужик жену свою я любил безумно сердце кровью обливалось когда был вдали от нее а она ко мне таких чувств не испытывала я это знал видел понимал и старался себя обмануть боялся потерять ее поначалу-то она отвечала мне взаимностью по-моему просто потому что в молодости легко дать на проявление бурного чувства адекватный ответ на время медового месяца я ушел в отпуск мы укатили загорать на черноморское побережье Кавказа тесть устроил нам путевки этот месяц был самым счастливым в моей жизни не буду описывать как он прошел все что не скажу об этом будет тускло и бесцветно поэтому лучше не говорить наверное и слов таких нет чтобы рассказать какое я тогда испытал счастье а дальше закружила и понесло она жила в старом русском южном городе в квартире которую нам удалось получить благодаря тестью практически все офицеры молодые и не очень проживали в это время в общаге или снимали хаты в частном секторе поскольку там дешевле я по 3-4 месяца мотался по различным местам в южных республиках валял там дурака с точки зрения жены приезжал домой на пару недель ну может на месяц а потом отправлялся обратно что в это время поделывала моя супруга я не интересовался заранее прощал все женские слабости и я просто благоговел перед ней чуть ли не молился на нее и страшно тоскуя в разлуке даже начал писать стихи которые с любой оказией отправлял в письмах типа а здесь в горах так пусто и тоскливо и небо край над гранью бытия лишь теплится мы слишком сиротливо когда когда тебя увижу я короткий бой сметет расчет с пригорка разрушив о тебе мои мечты а после будет радостно и горько я жив я цел я здесь а где же ты мой талисман твоя любовь и верность я буду жить дыхание затая пока ты ждешь пока тебе я верю пока завидуют рогатые мужья вот такие изъявления нежного чувства типа я вернусь и так далее первая трещина возникла в один из периодов моего короткого пребывания дома у меня был выходной мы с женой гуляли по городу захотел угостить ее мороженым а к киоску была солидная очередь посадив свою икону на ближайшую лавочку я встал за мороженым вдруг рядом тормозит какая-то иномарка из нее резво так выпрыгивает хачекообразный мужик преспокойно обнимает мою жену и дыша страстью нежной пылко целует ее в губы ооо она сверкая глазами отталкивает его и кричит что как вы смеете я вывернулся из очереди и натуральным образом вбил этого типа в машину а его приятель который был за рулем резко перегазовал и они как говорится скрылись в неизвестном направлении вообще-то мы жили в южном городе а кавказцев в нем хоть пруд пруди они иногда пристают к женщинам особенно их привлекают голубоглазые блондинки но потом ночью после того как Наташка была необыкновенно ласкова и горяча я сидел на кухне смолил Кэмел и анализировал дело в том что в нашей части на меня некоторые смотрели с сочувствием которые я просто-напросто отказывался воспринимать ходили какие-то слухи кто-то о чем-то судачил некоторые парни мне пытались что-то объяснить одному из них я заехал в репу по-моему зря погорячился просто не желал ничего слушать знаете возможно как это бывает так вот смолил я значит этот самый Кэмел и припоминал был еще один нюансик дело в том что Наташка родила сына через полтора года после свадьбы но это в принципе не отклонение от нормы через полтора так через полтора только вот были две небольшие неувязочки когда оправившись от эмоций я подсчитал срок зачатия вышло что ребенок семимесячный да-да в апреле я укатил в командировку и прибыл домой только в конце июня а наследник появился в конце февраля но это само по себе ничего не значило бывают и семимесячные дети только вот сын получился смуглом с черными глазами и волосами цвета вороного крыла тогда я здорово переживал в роддом после того как его увидел больше не приходил запил и несколько дней не выходил на работу потом за меня взялась теща притащила какого-то консультанта который долго и пространно объяснял беспочвенность моих опасений дал посмотреть какую-то книгу уважаемого автора где черным по белому было написано не важно что у родителей нет черт которые проявились у ребенка так как возможно когда-то у кого-то в роду кто-то был черненький а чуть позже мне позвонила мать и отругала не майся дурью сам не блондин отец твой тоже в свое время закатил скандал мол почему ты не рыжий как он сам и не с голубыми глазами а дело в том что бабка по отцу у тебя грузинка но ведь грузины не черные робко возразил я бывают и черные успокойся ага в общем попереживал я и отошел жена была ко мне ласково внимательно насколько это возможно и вот финал ничего страшнее этого в моей жизни прежде не было я неожиданно вернулся из командировки раньше чем положено и застал свою жену с хачеком уже другим по-моему который так добросовестно обрабатывал мою жену в нашей постели что я даже на некоторое время дара речи лишился они настолько увлеклись что забыли обо всем на свете и не накинули цепочку на дверь которую я открыл своим ключом сын вероятнее всего был у тещи в зале на столе стоял французский коньяк той же стороны шампанское в вазе горка фруктов рядом большая коробка нерусских конфет дверь спальни была приоткрыта так что я вполне мог наблюдать действия и слушать звуковое сопровождение хачекообразный рычал как чудовище из фильма чужие 2 и так интенсивно дергал тазом что я машинально отметил непременно он ей там что-нибудь испортит а жена моя страстно визжала задыхаясь и кусала его за грудь спина у хачеко была вся волосатая что ваш пуловер а вот на голове сияла плеж который ритмично двигался туда-сюда и на плеж эту лоснящуюся от обильного пота падал лучик света из наполовину пришторенного окна на секунду мне сделалось так нехорошо что я в буквальном смысле отключился сел в кресло помню сердце как-то резко заболело никогда не думал прежде что у меня есть сердце настолько хорошо был отлажен мой железный организм который мгновенно адаптировался к любым нагрузкам да я сел в кресло немного потискал лоб руками механически взял конфету из коробки и стал жевать потом опять же на автопилоте медленно налил полный фужер коньяка машинально выбрав тот на котором отпечатались следы губной помады из этого фужера пила моя жена самый дорогой мой человек я ею не брезговал так было всегда потом они меня увидели в тот момент когда он кончил жена моя повернула голову и взгляды наши встретились глаза ее выражали скорее досаду нежели удивление и страх а потом я ее ударил потому что она подошла ко мне накинув рубашку хачека так делает женщина закрывая свое тело от взгляда чужого человека накидывает рубашку своего мужчины хранящую его запах и тепло его тело Наташка попыталась меня обнять и насколько я могу припомнить объясняла как это у них все случайно получилось после моего удара она отлетела опрокинув столик и тут в поле моего зрения попал хачекообразный надо вам сказать что лично против него я ничего не имел он даже голый был такой солидный мускулистый уверенный в себе и как ни странно чувствовал себя похоже хозяином положения я помню он наполнил фужеры и сказал ничего парень не переживай мы тебе заплатим за моральный ущерб тут он ошибся два раза во первых он не оценил моих физических качеств сам он был на пол головы выше и в два раза шире меня очевидно таскал железо на досуге хорошая грудь мускулистый живот мощные плечи а я честно говоря когда одет и в неподвижном состоянии бойцом не выгляжу у меня кличка среди своих профессор а наши дают клички очень точно абсолютно адекватно сущности человек во вторых он что-то там ляпнул насчет заплате вот так вот это выглядело наглый самоуверенный хозяин жизни пришел трахнул жену какого-то занюханного капитанюшки и покровительственно этак похлопывает его по плечу мол не переживай мол заплатим тебе же лучше я помнится дал ему в репу и промазал скользком попал потому что ничего не видел из-за навернувшихся на глаза слез он от этого удара даже не пошатнулся и принялся меня лапоть хотел удержать я стряхнул слезы и ни слова не говоря рубанул его локтем по диафрагменту затем пару раз надел на колено и методично бил по функциональным точкам до тех пор пока он не перестал подавать признаки жизни потом собрал кое-какие вещи и ушел к парням в общагу события следующих дней я помню плохо мне тогда не то что анализировать жить не хотелось я валялся на койке в общаге ничего не ел на службу не выходил командир отряда зная о ситуации меня не тревожил и так тянулось несколько дней до бригадного развода когда кто-то из начальства обратил внимание что такого-то нет потом меня вызвал генерал я ему сказал что служить не буду по крайней мере здесь и если он не желает скандала пусть меня побыстрее уволят не важно по какой причине я прокантовался в общаге где-то с месяц парни подкармливали спустя некоторое время меня уволили из войск пропустив через офицерский суд чести это произошло очень быстро некоторые годами ждут и долго дуркуют прежде чем их выкинут к тому времени я немного оклемался и начал подумывать чем бы заняться далее как-то пошел погулять по набережной под вечер уже смеркалось в полсилы светили немногочисленные рабочие фонари переходя дорогу я увидел у светофора вольво за рулем который сидел тот самый хачек который крыл мою жену хачек тоже заметил меня развернулся по кругу и скрылся в неизвестном направлении покачав сердито головой я удивленно пожал плечами против него я ничего не имел и не горел желанием выяснять отношения когда я забрел куда-то на самый конец набережной где река подмывала сгнившие сваи и земля сползала пластами в грязную пенную воду у меня внезапно возникла мысль о самоубийстве несмотря на то что парни в общаге постоянно уговаривали меня плюнуть на случившееся и забыть все я просто ничего не мог с собой поделать здорово переживал как вспомню жену слезы в глазах и такая обида поднимается к горлу здоровенным комком с ума сойти можно а тут такая вот панорама пустынная набережная тускло освещенная морговским светом кругом мусора курки мутная вода воняет чем-то жить не хочется на такой земле вдруг сзади раздался скрип тормозов оборачиваюсь смотрю вольво та самая и за рулем сидит тот самый хачакообразный когда машина остановилась из нее вышли трое парней и не торопясь затопали в мою сторону мне тогда абсолютно безразлично было что со мной будет как бы со стороны наблюдал вот они подходят а я сижу на парапете и придурковато так ухмыляюсь я помнится спросил вроде что они топить меня хотят или как тогда возник этот хачак приятель моей жены и пояснил что они просто-напросто поучат меня вежливости дескать как надо вести себя с приличными людьми и что я зря тогда погорячился из-за какой-то напрасно он так сказал я прямо автоматически выбросил ногу вперед одновременно разворачивая бедро и почувствовал как промялось его переносится под подошвой моего ботинка с таким противным хрестом парни по всей видимости были не новички в деле воспитания грубых мужей и насколько я понял хачак просветил их по поводу моих бойцовских качеств они обступили меня треугольником не подходя близко и один из них стройный симпатичный чеченец с маленькими усиками загадочно улыбаясь вытащил из подмышки хорошие нунчаки тогда я почему-то не думал об опасности а оценивал качество этих чак они действительно были хорошие я такие уже однажды видел у одного парня точеный стеклопластик коричневого цвета латунные накручивающиеся на балдашнике и двойная сварная цепочка такими чаками можно с одного удара разнести в дребезги пластмассовую пожарную каску какие в свое время выдавали нашим подразделениям для защиты от камней малыш немного нервничает да чеченец красиво крутанул нунчаки перед собой перебросил их с руки на руку было очевидно что он ими неплохо владеет мы сейчас малыша спатеньки уложим бай-бай ей богу как в боевике с ван дамом я почему-то вспомнил один из похожих эпизодов и опять разразился дурацким смехом эти парни судя по тому как они двигались секунд через пятнадцать слепили бы меня можете мне поверить нет необходимости драться с противником чтобы определить степень его мастерства достаточно посмотреть на него в повседневной жизни увидеть как он двигается как проявляет рефлексы и эмоции в общем я был потенциальный труп если бы чечен чаки не достал это неправда что кашу маслом не испортишь попробуй переложи такая получается чеченец быстро шагнул вперед продолжая крутить чаки и ошибся вместо простого наотмаш удара от которого я должен был попятиться и попасть в зону рук-ног его приятелей он сделал сложный финт за спиной чтобы выхватить и мазануть в круговую по голени когда он перебрасывал палки за спиной и с правой руки в левую я легонько пнул перехватывающую руку с подшагом вперед и чаки завязались на моем голеностопе после чего мне оставалось лишь подбросить их перед собой и схватить в общем тех парней что стояли несколько сзади я просто ударил по разу они сразу вышли из игры поскольку удары были очень быстрые и пришлись по черепам а с чеченцем надо было немного повозиться он не хуже меня знал толк рукопашный в процессе я кажется сломал ему голень и оба предплечья только после этого он подставил голову хотя ка я трогать не стал ему и так здорово досталось я открыл капот машины вырвал оттуда все провода что сумел ухватить и найдя на пристани здоровенный булыжник методично уничтожил в машине все стекла не забыв потом забросить орудие преступления далеко в воду на следующий день я решил навсегда уехать из этого города который разбил мое счастье так кажется принято выражаться в подобных случаях перед отъездом я зашел домой чтобы забрать кое-какие вещи и разумеется встретил Наташку она не работала вроде бы был выходной моя жена не особо переживала во всяком случае выглядела она прекрасно открыв молча дверь прошла на кухню и все время пока я собирался просидела там не проронив ни слова перед тем как уходить я остановился у двери зря пришел сюда зря я почувствовал как что-то закипело внутри бешено застучало сердце жалость к себе и ненависть к неправильно устроенному миру задергались в душе Наташка вышла из кухни и теперь стояла близко рукой можно дотронуться такая же красивая как и всегда как в те времена когда мы были вместе и я не мог наглядеться на нее господи ну и плохо мне было в тот момент я здоровый мужик не раз смотревший в глаза смерти машина запрограммированная на бой я не мог говорить надо же было попрощаться но что-то душило казалось что в горле застряло что-то большое шершавое аж слезы из глаз я смотрел на нее на эти руки которые я так любил целовать на мягкую копну волос тех самых волос в которых прятал свое лицо вдыхая их аромат и забывая обо всем на свете Наташка спасла положение если бы она протянула руки виноват что-нибудь прошептал я бы сжал ее в объятиях и расплакался как ребенок но она не прошептала нет голос ее прозвучал сухо и неприязненно ну что за квартиру судиться не будешь вот так спасибо что не дала мне сорваться я сглотнул прокашлялся зачем судиться у тебя ребенок я опять прокашлялся и махнул рукой прощай так расстался я со своим самым дорогим человеком вечером этого же дня уехал в свой родной город некоторое время я катался по городу собирая деньги отец устроил меня инкассатором работа не пыльная платили правда слабовато но я жил у родителей практически ничего не тратил и ни в чем не нуждался а потом случилось самое страшное несчастье в моей жизни мои родители возвращаясь с дачи на своем автомобиле попали в автокатастрофу были сумерки самое паршивое время суток когда фонари еще не загорелись а полумрак размывает очертания предметов видимо поэтому отец проглядел выезжающий из-за поворота на трассу КамАЗ который двигался с выключенными фарами и когда на место происшествия прибыла скорая помощь мои родители были мертвы я никогда не верил в Бога не увлекался модными ныне оккультными науками и прочей мистикой но после того что случилось я стал думать что Рок за что-то меня преследует не буду описывать дальнейшие перипетии моей безрадостной жизни если это можно назвать жизнью скажу только что я чуть не спился появились какие-то патологические хари мелькавшие в алкогольном тумане тот приходил что-то приносил пили опять уходили где-то шатались опять пили и так до бесконечности из инкассаторов меня выгнали кому нужен пьяница некоторое время промаявшись подобным образом я в один прекрасный день стал перед фактом который настоятельно требовал чтобы над ним задуматься у меня не осталось ни крошки хлеба собутыльники меня покинули поскольку я им не мог ничего дать кроме осложнений с участковым который пригрозил всех отметелить ежели не перестанут спаивать пацана меня то бишь так вот я проснулся около полудня и обнаружил что дома совершенно нет ничего из продуктов тогда я решил умереть от голода работать где-то на складах и таскать мешки с мукой очень не хотелось а просить милостыню я не стал бы и под страхом расстрела уже была зима оказалось что и уголь кончился лежа в нетопленном доме на грязной постели я рассеянно чесал места укусов в шеи уже и не помню когда они начали одолевать пролежал я так уподобляясь великим стоиком сравнительно недолго буквально к расцвету следующего дня хмель вместе с остатками шлаков и прочей сопутствующей дряни вышел полностью и вместе со зверским голодом я внезапно ощутил жажду кипучей деятельности во благо своего желудка тела и того что осталось от души мне одновременно захотелось остро так с надрывом доломотной боли в груди захотелось сразу жрать до отвала еще баню с крутым паром веником и женщину я даже зарычал от внезапно навалившихся желаний до того это было ново и остро уже не помню чтобы за последнее время я был трезвым и ощущал себя что называется в здравом уме и твердой памяти все было как-то расплывчато наполовину без особой эмоциональной окраски и акцентов однако надо было что-то предпринимать ведь у меня как я уже отметил не было денег не было угля вообще ничего не было чтобы вернуться к нормальной жизни я быстро оделся во что-то и бросился к соседям в надежде занять соседи не пожелали мне ничего давать зато я узнал что раньше уже выклинчил кучу денег и чуть ли не полгрузовика угля в соседних домах теперь надо полагать у соседей кончился лимит терпения доверия и жалости стыдно но убей меня бог если я хоть что-то помнил тогда мною овладела какая-то отчаянная злость надо же мне снова стать нормальным человеком внезапно я вспомнил что у меня есть телефон уж и не знаю когда я последний раз им пользовался решил куда-нибудь позвонить хоть в милицию что ли пусть приедут и заберут навру что я убил кого-нибудь пока будут разбираться авось там накормят и помоют а можно еще и в психдом звякнуть я был уверен что в таком состоянии запросто сойду за помешанного немного успокоившись я с трудом отыскал записную книжку с номерами телефонов и долго листал ее соображая кому бы позвонить наконец нашел несколько номеров старых приятелей и знакомых к которым можно было обратиться не опасаясь что ответят отказом тут меня внезапно продрало а вдруг телефон отключили когда я платил за него последний раз не помню скорее всего вообще не платил после гибели родителей как-то не до того было телефонная трубка ответила умиротворяющим гудком похоже что машина которая должна автоматически отключать абонента ежели он просрочит уплату на сей раз засбоила или что-то там еще может просто по халатности не отключили как это у нас бывает первый номер отсутствовал когда набрал второй мне сообщили что никакого Сергея здесь давно нет это меня особо не расстроило я стал набирать дальше звонил долго упорно но должен признаться результат был нулевой только двое из гипотетических кредиторов оказались на месте но и те дали понять что мол извини паря время суровое тревожное поэтому в ближайшие годы инвестиции не предвидится ясник позыв на кипучую деятельность во благо тела внезапно сошел на нету ступив место апатии в самом деле кому нужен какой-то давний знакомый который после стольких лет молчания звонит и просит денег машинально перебирая листы записной книжки я добрался до последней страницы на которой ничего не было кроме тщательно заштрихованного ручкой прямоугольника видимо раньше здесь было что-то написано а потом кто-то счел нужным эту запись уничтожить я перевернул страницу и на внутренней стороне обложки разглядел слабый след записи внезапно всплыло в памяти читанное когда-то нечто из графологии сильный нажим однообразный наклон и постоянная величина букв свидетельствуют о цельности и твердости характера совершенно спокойно не зная еще какой от этого будет толк я подошел к окну и с трудом разобрал тщательно вглядываясь то что осталось выдавленным на обложке номер телефона и фразу Анечка будет плохо позвони присев на диван я попытался осмыслить полученную информацию Аня имя моей матери царствие ей небесное так кажется принято говорить вспоминая об умерших я не мог примириться с тем что мамы нет так пишут в книгах когда хотят показать глубину скорби оставшихся здесь по тем кто ушел я не не мог не мог примириться я просто старался не думать об этом понимал стоит только заострить на этом внимание как я взорвусь изнутри от страшного чувства одиночества и осознания трагичности случившегося не буду говорить о том как я любил мать это было бы просто перечислением стандартных понятий которые в избытке имеются в любой маломальски нравственной книжонке скажу лишь что она была необыкновенной женщиной все кто с ней общался понимали что на них снизошла божья благодать я не помню чтобы она повысила голос или как-то выразила свое недовольство в резкой форме помню еще что я всегда был уверен отец мой просто недостоин счастья иметь с супругой такую женщину и ему повезло как только может повезти на этом свете впрочем похоже что он и сам так считал и еще в юности я был глубоко несчастен как я думал от того что не родился лет на 20 раньше я был уверен что если бы это случилось я сделал бы все чтобы жениться на своей матери впрочем она тогда не была бы моей матерью возможно укокошил бы ее мужа если бы он существовал а поскольку все это из области фантастики я в юности был глубоко несчастен так как верил что такую женщину как моя мать я в жизни не встречу никогда так вот я разглядывал оттиск надписи и вяло соображал кто бы ни был этот тип что написал для мамы на последней странице он может мне помочь попытка не пытка я набрал номер без всякой надежды на успех и приложил трубку к уху через 8 гудков на том конце возник недовольный женский голос у меня болезненно изощренное воображение особенно когда организм находится в нетипичном состоянии и я сразу же представил себе особу лет 30-32 в одном чулке почему-то именно в одном не знаю даже с всклокоченными волосами крашенными перекисью и торчащими в разные стороны помятые красные от прикосновения мужской небритой рожи физиономией особу которая выскочила из спальни в прихожую и нагнувшись к низенькому столику держит одной рукой телефонную трубку а другой перебирает полы халатика укрывая самовольно обыскальзывающую грудь голос недовольно повторил да как будто особу оторвали от самого важного и возможно последнего в ее жизни дела собравшись с духом и стараясь придать голосу уверенность я произнес хозяина позовите только побыстрее я спешу видимо особу ответ не только не удовлетворил а даже как будто взнервировал несколько потому что она еще более чем раньше недовольным тоном неприязненно ответила какого хозяина куда звонишь бедолага ну вот сказать куда звоню я естественно не мог поэтому на секунду другую замялся а эта дама на том конце провода тут же этой заминкой и воспользовалась сообрази сначала куда тебе надо а потом трубку бери эту фразу особо выпалила с непостижимой уму быстротой как будто репетировала полгода и с такой энергией что я даже задохнулся от возмущения и уже набрал было побольше воздуха чтобы обматерить ее как следует что вообще-то не в моих правилах однако эта скороговорка бросила трубку вовремя потому что досталось бы ей от меня ответил бы ей достойно ну надо же во мне тут же пробудились все чувства что я испытал сегодня как проснулся признаться после разговора с женой я испытывал ко всем без исключения женщинам что-то типа ненависти и желания каким-то образом отомстить чувство низкое и недостойное тем не менее оно имело место в глубине души а иногда при соответствующих обстоятельствах вылезало наружу в неопределенной форме вот и сейчас я не счел нужным отказывать себе в удовольствии и живо представил с мстительной радостью как я вот такой грязный вонючий и блохастый вваливаюсь в эту прихожую и хватаю особу в одном чулке ничего не соображающую от неожиданности и тут же грубо содрав с нее халат загибаю засовываю ее голову меж своих колен и с размаху шлепаю по пышным розовым ягодицам которые студенисто подрагивают от моих ударов шлепаю пока руки не отобью она визжит как резанный поросенок а я шлепаю и приговариваю так тебе самка так тебе шалава а из спальни кривоногий и хромой с большим животом плешивый и непременно в длинных семейных трусах оливкового цвета выбегает ее любовник тоже ничего не соображая от неожиданности а я ловко нокаутирую его одним ударом это мы можем и при этом моралистически приговариваю что дескать любое зло должно быть наказуемо а потом когда ладони уже горят я перехватываю эту визжащую особу наваливаюсь на нее перебрасываю через лежащего без сознания любовника и в извращенной форме грубо насилую очень долго и мучительно и все это непременно с дикими криками и подвыванием звероватым вот насладившись сфантазированной местью и немного успокоившись я позвонил вторично трубку на этот раз взяли очень быстро видимо она сидела в засаде около телефона да слушай шалава если ты сейчас же не позовешь хозяина через 45 минут твоей дряблой задницей будут играть в футбол ты поняла я довольно спокойно произнес заранее заготовленную фразу возможно как мне тогда показалось с металлом в голосе в нашем телефонном общении возникла пауза затем особо спросила уже без прежнего напора кто это это черный джо с мяса комбината если ты так настаиваешь май дарлинг зови побыстрее хозяина и моли своего еврейского бога чтобы я забыл о нашем разговоре и вообще о твоем существовании с той стороны послышалось нечто напоминающее звук внезапно потухшей газовой горелки а через полминуты ответил приятный мужской голос чуть хрипловатый низкий такой знаете который нравится женщин да тону телефона что вы хотели тут настала моя очередь смутиться я уже было настроился на едчайший сарказм и беспощадную борьбу на телефонном фронте и вдруг так спокойно и вежливо вы знали Анну Федорову я пробормотал первое что пришло в голову причем автоматически назвал девичью фамилию матери даже не знаю почему так получилось что а кто это говорит голос на том конце внезапно сорвался сделался раздражительно настороженным понимаете ну в общем я вас не знаю вы меня по всей вероятности тоже это говорит ее сын глава четвертая насколько мне помнится я не особенно удивился когда примерно через полчаса после телефонного звонка входная дверь моего запустелого дома отворилась без стука и в прихожей появился приличный такой спортивного вида мужик может лет сорока пяти вошел он довольно робко что никоим образом не соответствовало его характеру это я уже потом спустя некоторое время отметил а тогда мне было совершенно не до анализа я пребывал в околокоматозном состоянии потому что всплеск физиологической и психической активности сошел на нет и на смену ему пришло уже испытанное ранее желание умереть голодной смертью помнится я равнодушно смотрел на него даже не пытаясь связать появление в моей убогой хате этого отпадно прикинутого типа с недавним разговором по телефону если я ничего не путаю кажется он первым делом задал довольно странный для сложившихся обстоятельств вопрос у тебя сохранился семейный альбом вялопо соображав я мотнул головой в сторону платяного шкафа на котором сколько я себя помню всегда лежал этот альбом в коробке из-под маминой шляпы кажется в тот момент у меня мелькнула мысль что я этого типа где-то видел и не раз и он меня соответственно и что этот тип желает идентифицировать меня с тем образом который был ему знаком настолько видимо я опустился что он глядя на меня сомневался действительно ли я тот за кого себя выдаю пришелец встал на цыпочки осторожно достал коробку со шкафа обрушив на себя тучу пыли извлек из нее альбом и сел на продавленный диван рядом со мной брезгливо поморщив нос от меня наверное так несло присев на диван он несколько секунд подержал руки на обложке альбома как будто не решался открыть его потом начал аккуратно перелистывать жесткие страницы внимательно рассматривая хранившиеся в альбоме фотографии я молча сидел рядом с ним и тупо смотрел перед собой даже не поинтересовавшись чем вызвана необходимость именно сейчас производить досмотр альбома наплевать на все было сколько времени он был погружен в прошлое нашей семьи я сказать затрудняюсь помню дойдя до последней страницы он тяжело вздохнул снова раскрыл альбом где-то посредине и вытащил из прорезей небольшую старую но довольно хорошо сохранившуюся фотографию и сунул ее мне под нос такие снимки еще есть он говорил тихо как с тяжело больным вообще есть еще где-нибудь фотографии я немного помолчал и отрицательно помотал головой поскольку с трудом шевельнув извилинами вспомнил что когда мне было лет восемь девять отец по какой-то причине уничтожил все другие фотографии мама тогда принесла от родителей два своих альбома школьные и институтские я частенько их разглядывал когда бывал у бабки мой отец был всегда спокойный мог иногда на меня повысить голос из-за каких-то моих шалостей но на маму никогда вот почему я так хорошо и запомнил что именно в этот день отец сильно кричал на мать не знаю по какой причине а потом тщательно перебрал все фотографии в этих двух альбомах часть из них вставил в наш семейный толстенный альбом с бархатной голубой обложкой а остальные сжег помню что мама сильно плакала а позже на мои бестолковые вопросы отвечала что у папы неприятности на работе после этого они с отцом неделю не разговаривали этот тип тяжело вздохнул поднялся с дивана и как мне показалось бережно положил альбом в коробку постоял молча около минуты потом повернулся ко мне надеюсь ты понял что звонил сейчас мне я Донатан Резоевич Чанквитадзе он огляделся по сторонам опять брезгливо поморщился видимо на этот раз ему здорово не понравилось место моего пребывания я забираю тебя с собой поехали сказал он и пошел к выходу даже не оглянувшись был уверен что я последую за ним больше он ничего не говорил и не спрашивал со временем я привык к способности этого человека оценивать любую ситуацию молниеносно с одного взгляда вообще-то к нему к Дону я испытываю весьма противоречивые чувства это не просто объяснить в двух словах однако попытаюсь Дон годится мне в отцы до начала всех этих реформ которые и развалили благополучно тоталитарную систему он был преподавателем истории в университете и жил можно сказать довольно сносно для дельца он недурственно образован и вылащен если внимательно приглядеться сквозь налет светской шелухи сквозь то что он на себя напускает пытаясь сохранить начинающий увядать облик можно обнаружить пытливый ум и беспомощный сарказм за это я его здорово уважаю в некоторых случаях боготворю поскольку довольно часто он проявляет умение угадывать события на 20 ходов вперед и чуть ли не читать мысли кроме того я его ненавижу иногда потому что он как мне кажется может переступить через близкого человека чтобы поднять ногу на очередную ступеньку своего благополучия а еще он не верит ни в какие проявления высоких чувств всегда все опошлит и принизит до земного уровня как сам он выражается до уровня сточной канавы за это я иногда готов его укокошить ведь есть вещи которых нельзя касаться предварительно не помыв руки с душистым мылом а вообще по сценарию я должен быть предан дону душой и телом потому что как вы поняли он мой благодетель он подобрал меня вывел из состояния запоя и только лишь потому что когда-то был другом моего отца очень давно тогда меня еще не было и еще один нюансик моя мать когда-то училась в том самом университете где дон преподавал историю и короче она была невестой дона а потом ее образно выражаясь отбил мой папа хотя и был лучшим другом дона об этом дон мне проболтался как-то с пьяну под настроение но насколько я знаю он в любом положении не теряет способности сохранять ясность сознания даже если и сильно пьян вот так и еще мои родители погибли в автокатастрофе всего около года назад до начала моей службы у дона так вот дон на похороны не пришел я не видел его не помню очевидно он был занят дела какие-нибудь проворачивал или еще чего да так вот значит сказал он мне и вышел а я как говорят тормозил решал стоит ли с ним ехать или послать его подальше такого вот самоуверенного беру с собой поехали а я не вещь ясно и еще мне не понравилось что он перед тем как уйти забрал снимок который вытащил из альбома и буквально прикарманил положил в карман дубленки больше этого снимка я не видел никогда но хорошо помню что на нем была запечатлена мамина группа в день выпуска из университета на этом снимке мама стояла рядом с молодым стройным мужиком кавказского типа как она мне говорила это был преподаватель истории знаете как дети пристают мама мама а кто этот дядя рядом с тобой это твой жених позже когда я вспомнил про прикарманивание снимка догадался что этот историк и есть дон донатан чанквитадзе все таки я решил последовать за своенравным типом и вышел из дому ничего не взяв с собой нечего было все пропил и даже кажется не запер дверь черт знает когда в последний раз видел ключи я сел в автомобиль и через некоторое время оказался в двухэтажном особняке а еще спустя короткий промежуток времени я сидел один в какой-то диковинной ванне ранее виденной мной только в фильмах она была круглая такая здоровенная наверху наполненная пенной ароматной водой которая каким-то чудесным образом бурлила вокруг меня немного привираю я был не совсем один меня мылила и терла какая-то женщина молодая и сильная поскольку сам я полежав в горячей воде минут пять что-либо сделать с собой был не в состоянии она тут же вытащив голову за борт стригла и брила меня затем снова принялась за мытье во время которого я умудрился пару раз заснуть так расслабился после того как она меня вытерла и одела в иноземный спортивный костюм я очутился за столом передо мной были какие-то фрукты зелень мясо и куриный бульон от вида и запаха в пище я вдруг снова до страшной боли внутри ощутил голод я начал что-то глотать даже не успевая разжевывать но тут же почувствовал острую резь в желудке такую сильную что не выдержал и застонал после этого у меня все отняли напоили куриным бульоном и затащили куда-то наверх где запросто без церемоний бросили на кровать я уснул и проспал до обеда следующего дня что меня позже удивило поскольку накануне я ведь не трудился до потери сознания а только валялся на своем продавленном диване и пытался умереть с голоду проснувшись я был до отвала накормлен после чего опять завалился спать а поздно вечером наконец-то выславшись я поднялся удивительно бодрый и казался себе таким свежим и чистым каким не был никогда в жизни после того как примитивные потребности были удовлетворены я начал размышлять вернее процесс шел и раньше с того самого момента как я попал в этот дом но как-то вяло неопределенно как принято выражаться у категории типов желающих прослыть умниками спонтанно а сейчас я сидел чистый благоухающий немецким шампунем накормленный хорошей пищей и потягивал из высокого стакана через пластмассовую соломинку какое-то ароматное пойло с маленькими градусами и большим куском лимона и соображал ну положим этот друг семьи протянул мне руку помощи только из сострадания и в память о моей матери может быть однако я далек от мысли что человек имеющий такой вот дом а в этом доме такое чего я никогда и не видел раньше от нечего делать занимается благотворительностью иначе говоря бескорыстный альтруист в противном случае он бы просто не имел такого дома а жил как все в коммуналке или на худой конец в бетонной хате на седьмом этаже это мое личное мнение и никто меня не переубедит а поскольку это так значит у этого типа на меня какие-то виды значит я ему зачем-то нужен и потому не стоит униженно возносить хвалу за благодеяние а нужно вести себя с достоинством примерно как посол маленькой но сильной страны на званом обеде управителя страны большой так я рассуждал сидя в гостиной на первом этаже совершенно один на один с коктейлем и не торопясь разглядывал висящие на стенах картины определившись в общих чертах с моделью поведения я стал рассматривать детали интерьера и пытался по отдельным предметам раскрыть характер человека приютившего меня если честно мне не особенно везло в подобных изысканиях несмотря на то что я в свое время уделил немало внимания психологии и знал что хороший психоаналитик побыв несколько минут в чьей-нибудь квартире мог не видя хозяина дать ему довольно подробную характеристику в данном случае задача была несколько неординарной поскольку с первого взгляда прослеживались интересные подробности отличавшие хозяина дома от тех обычных людей с которыми мне приходилось общаться ранее стены комнаты были оштукатурены под шубу и окрашены в светло-зеленый цвет на них висели полтора десятка небольших картин в деревянных некрашенных рамках и у самого потолка по периметру сплошной висячий газон прямоугольные деревянные корытца с густо посаженными стрельчатыми растениями составленные один к одному так что образовывался прямоугольный пояс окаймлявший комнату я такого раньше нигде не встречал и это было для меня как-то своеобразно ново на всем пространстве пола огромной комнаты лежал ковер с густым высоким ворсом и непонятными рисунками преимущественно зеленые расцветки необычно казалось что стены были можно сказать голые если не считать картин а пол покрыт ковром ведь у нас принято цеплять ковры на стены даже если я не ошибаюсь говорят коврами все стены увешаны когда хотят показать крутизну жилища в совковом варианте а тут комната не меньше сорока квадратов и ковер во весь пол но самым странным при ближайшем рассмотрении оказалось то что ковер миллиметр в миллиметр прилегал к плинту сам а между тем он нигде не был обрезан или подогнут линии окантовки точно соответствовали общей композиции создавалось такое впечатление что ковер ткали по заказу специально для этой комнаты или комнату делали по размеру ковра вот так этого вполне хватило бы чтобы охарактеризовать хозяина как личность неординарную или необыкновенную как вам будет угодно но при дальнейшем изучении комнаты обнаружились еще кое-какие детали в одной из стен был искусно вделан камин по-видимому с целью более декоративной нежели практической так как под подоконниками двух окон я обнаружил старого образца чугунные батареи которые оказались горячими однако камин удивил сначала я не разобрал поскольку находился от него на значительно нам расстояние но потом когда подошел поближе даже присвистнул от неожиданности весь большущий каминный зев обрамляла выгнутая синусоиды толстая доска из серебра я мог дать голову на отсечение что это именно серебро а не какой-то другой металл поскольку мой дед был гравером и имел дело преимущественно с серебром а я провел возле деда некоторую часть своей жизни и сильно интересовался особенностями его ремесла я тут же попытался прикинуть сколько может стоить вот такая отлитая из серебра дуга и ничего у меня не вышло даже стоимость одного металла превышала самые смелые допуски а нужно было еще приплюсовать тончайшую можно сказать филигранную работу гравера который усыпал поверхность изящными арабесками но самое непонятное зачем зачем эта плита которая стоит огромных денег торчит здесь на камине она выпачкана в саже по всей видимости недавно камин зажигали потускнела от неухода и скорее всего мало кто обращал на нее внимание не зная ее истинной ценности очень интересно мне стало поближе узнать хозяина этого камина этого ковра всего этого дома я не мог подумать что он спер эту плиту из какого-нибудь дворца в Петербурге а ковер стащил например из дворца Шерваншаха в Баку это трудно украсть деньги легче в общем обзор только одной гостиной навел меня на очень грустные мысли выходило что хозяин дома украл так много что этого вполне хватит чтобы пару раз его расстрелять а может больше я не слежу за ценами на серебро и ковровые изделия мое удивление на этом не кончилось изучая камин я испачкал сажей руки оглянувшись поискал глазами чем бы их вытереть и вздрогнул в кожаном кресле которое я покинул отправившись к камину теперь сидел сам хозяин дома он так неслышно вошел и сел что я обнаружив его не мог не восхититься в душе этим проявлением одной из многочисленных его способностей о которых мне предстояло узнать позже им я восхитился а на себя разозлился так как прежне никогда не страдал отсутствием слуха и осторожность привет негромко произнес он и рукой показал настоящее напротив кресло приглашая меня сесть тебя заинтересовал мой камин я опустился в кресло и некоторое время внимательно разглядывал своего благодетеля как будто только что увидел его владельца ковра и доски из серебра он также внимательно меня рассматривал абсолютно не стесняясь и не пытаясь скрыть своего интереса не знаю какие мысли были в его голове насчет меня какое я производил на него впечатление расскажу о том кого видел я передо мной сидел спортивного вида мужик лет сорока больше бы я ему не дал с чистым и свежим лицом как у совершенно здорового десятилетнего мальчугана абсолютно без морщин за исключением двух глубоких между бровями руки он держал скрещенными перед собой поставив локти на колени сидел чуть сгорбившись и напоминал хорошо тренированного футболиста пропустившего пару сезонов именно футболиста даже и не знаю почему такое сравнение пришло мне в голову в тот момент красивый камин не правда ли наконец прервал он молчание и слегка улыбнулся как бы предлагая мне выразить свое мнение по поводу того факта что именно у него имеется такой вот роскошный камин это все что я мог сказать больше ничего на ум не пришло несмотря на то что я уже обдумал и решил как мне себя вести в этом доме с этим человеком все же я был несколько подавлен из-за обнаруженных богатств и как я предположил из-за преступного прошлого человека который сидел передо мной мне вдруг показалось что он не только уловил мое настроение но и прочитал мои мысли вот что он посмотрел на меня расцепил руки и указал средним пальцем правой руки куда-то в угол пойди помой руки потом будем разговаривать не люблю людей у которых нечистые руки последние его слова прозвучали сами понимаете как двусмысленно после чего я еще больше заподозрил у него способность читать мысли однако судя по выражению лица он и не думал меня уличать упрекать и все-таки сказал он о руках надо признать не очень вежливо если предположить что ничего не имел в виду а все же я не стал лезть в бутылку и встав послушно направился туда куда указали как-никак я был в его доме и ел его хлеб в углу находился маленький бар в стойку была вмонтирована раковина перламутрового цвета судя по всему для мытья посуды помыв руки я быстро изучил содержимое бара и нашел что тут есть на что обратить внимание и чему удивиться несмотря на нынешнее изобилие нерусского питья даже в обычных палатках похоже хозяин неплохо разбирается в алкогольных напитках но он также хороший психолог и весьма наблюдателен в чем я имел возможность еще раз убедиться я не поворачивал головы в его сторону однако он успел заметить что я бросил взгляд на бутылки причем одну даже невольно тронул рукой но ему этого видимо хватило чтобы понять мое настроение и мое удивление я опять вздрогнул когда сзади раздалось тебя хороший вкус открой этот двин и давай выпьем я перепробовал море напитков за свою короткую жизнь и понял что двин занимает в моем сердце первое место точнее в желудке я имею ввиду конечно настоящий двин а не суррогат который гонят в Дагестане продувая под большим давлением спирт через дубовые опилки и вот этот удивительный человек говорит мне о моем любимом напитке я не выдержал и обернулся он не шутил лицо сохраняло бесстрастное выражение черт те что он действительно мысли читает позднее мне предстояло еще раз испытать подобные чувства я так и не успел привыкнуть к его внезапным разоблачением и вполне серьезно поверил в существование таких выдающихся людей как например Шерлок Холмс хотя раньше считал все это как бы помягче выразиться ну в общем плодом разыгравшейся фантазии а в тот раз я тяжело вздохнул потому что именно на этот коньяк обратил внимание в баре стояли самых причудливых форм сосуды с интригующими этикетками среди них я сразу увидел простую пол-литровку с длинным горлышком и дрянной этикеткой кое-как приклеенной на которой коряво было написано что этот напиток коньяк двин производство Молдавии не Молдовы а именно Молдавии так вот я тяжело вздохнул снял с верхней полки два коньячных фужера и налил в каждые на одну треть золотистой жидкости потом немного подумал совсем немного буквально пару секунд открыл маленький холодильник оформленный под тумбу обнаружил на дверце две плитки немецкого шоколада и половинку лимона извлек все это и вместе с фужерами поставил на овальный поднос я не определил из какого металла он сделан но был он очень блестящий и весь покрыт затейливыми узорами через минуту поднос оказался на низком столике между креслами в одной из которых я осторожно уселся хозяин взял фужер и сделав маленький глоток продолжал разглядывать меня как бы оценивая я тоже взял свой фужер поднес его к лицу и несколько минут вдыхал аромат напитка прекрасный надо вам сказать аромат так коньяк делали только при коммунистах и то не везде насладившись ароматом я тоже отпил чуть-чуть подержал во рту ощущая любимый вкус и с удовольствием проглотил ты пока оправдываешь мои ожидания хозяин говорил с едва заметным акцентом который речи не портил а напротив придавал ей какой-то оттенок аристократичности кроме того он произносил слова медленно практически разделяя их по слогам отчего фраза казалась весомой и чувствовалось что этот человек здорово уверен в себе пока он прервался очевидно полагая что я спрошу какие такие его ожидания оправдываю я не стал доставлять ему удовольствие и скромно промолчал похвально ты ты лучше чем я предполагал на этот раз как мне показалось его голос звучал с едва заметной досадой мы находимся в этой комнате более десяти минут я за это время сказал много слов а ты ограничился единственным междометрием ну ладно он развел руками дескать вот неблагодарная скотина даже говорить не желает и продолжал ты хорошо воспитан сдержан осторожен не по возрасту возможно в жизни у тебя было много испытаний которые приучили взвешивать каждые решения и не давать воли эмоциям ты хорошо владеешь английским и прекрасно подготовлен физически так по крайней мере меня проинформировали я наводил справки кроме того ты сейчас крепко сел тем не менее не лебезишь и держишься с достоинством но не вызывающе это неплохо в общем ты меня устраиваешь и тут он прекратил свою речь расцепил руки и сделал правое такое движение как будто выбросил окурок слева направо слегка растопырив пальцы холенные пальцы с аккуратно подстриженными ногтями аристократической как утверждают продолговатой формы потом допил коньяк мне совсем не нравилось что меня разложили по полочкам абсолютно не стесняясь моего присутствия однако я счел нужным прекратить молчание а то мой благодетель чего доброго сочтет что я подвержен мании величия знаете начал я и замялся он сообразил почему да он просто да он ты ты звать меня так и обращайся на ты без стеснения я люблю простоту в обращении но вы старше меня и потом разница в положении промямлил я и тут же обругал себя проклятая армейская привычка строго выдерживать дистанцию очевидно останется у меня до конца жизни ну зачем об этом спокойно произнес он и недовольно нахмурился впервые за время общения проявив эмоции я прекрасно знаю что уже не молод и не надо напоминать мне хотя возраст тут вовсе ни при чем мне просто хочется чтобы у нас с тобой как можно быстрее установились близкие отношения чтобы возникло взаимопонимание кроме того я уже сказал что мне нравится простота в общении разумеется эту простоту я позволяю не всем ты должен это учесть а что касается возраста мне гораздо больше чем можно дать на вид я старше твоей матери на 9 лет тут он прервался испытывающий глянув на меня как я отреагирую на упоминание о матери я отреагировал он кимнул головой и продолжал да да мне сейчас 58 он развел руками и слегка поклонился вот какой дескать молодец а выгляжу на 40 с небольшим стараюсь поэтому сделай милость обращайся ко мне на ты и называй меня доном хорошо мне не оставалось ничего другого как согласиться если ты позволишь дон я хотел бы задать несколько вопросов пожалуйста он слегка прикрыл глаза и всем своим видом показал что готов отвечать на самые дурацкие вопросы которые я пожелаю ему задать я хотел бы знать кто вы какое отношение ты имеешь к моей семье к семье он как будто даже удивился к семье никакого можешь не волноваться если ты об этом твоей матери я преподавал историю в университете а твой отец был моим другом затем твой отец женился на твоей матери и они зажили отдельной от меня жизнью с тех пор мы не общались так что к твоей семье я никакого отношения не имею понятно несколько растерянно пробормотал я хотя на самом деле ничего понятно не было я до сих пор даже и не знал обо всем этом и потому ты решил помочь мне из чувства уважения к моим родителям считай что так как-то лениво ответил дон и я понял что он не желает продолжать разговор на эту тему ну хорошо а какую работу ты хочешь мне предложить тон хмыкнул у него это вышло так будто он произнес отдельно х и м абсолютно без эмоций а тебе не все равно насколько я знаю после того как ты распрощался с армией тебе не пришлось особо привередничать в плане добычи средств к существованию инкассатором работал неделю мешки разгружал а на последнем этапе кризиса бутылки собирал возле кафетерия тон умолк насмешливо разглядывая меня в упор как владелец богатого амбара сожратвой в котором вдруг завелись мышь и вот он этот владелец поймал на улице облезлую приблудную кошку и притащил ее в свой амбар довольно комфортабельный по сравнению с сырой и холодной улицей единственная цель чтобы кошара отловила и сожрала мыши которые грызут его мешки с крупой а тут вдруг кошка вопросительно глядя на толстую рожу владельца начала мяукать дескать что это ты меня сюда притащил что я должна делать мне стало обидно потому что сейчас я был сыт чист хорошо одет и чувствовал себя человеком который чего-то стоит в этом мире наверное если бы Дон сказал это немного раньше до того как меня привели в чувство я безропотно бы все стерпел и согласился на любое предложение даже такое ну предположим укокошить кого-нибудь да все понятно спасибо за гостеприимство мне пора я встал из кресла и с достоинством как мне казалось направился к выходу стараясь держать голову ровно и гордо смотреть прямо перед собой возле двери я задержался на секунду и медленно обернувшись изрек кстати уважаемый Дон я не объел вас случайно если вы так считаете можете составить счет я оплачу когда заработаю как ни странно этот проклятый грузин разулыбался хорошей такой улыбкой обаятельной и обезоруживающей улыбка преобразила его и это было удивительно насколько простейшее проявление эмоций может изменить лицо человека раскрыть его внутренний мир гордость это хорошо это значит что ты не будешь присмыкаться перед сильным и не продашься тому кто больше заплатит Дон как будто мыслил вслух не обращаясь ко мне очень хорошо даже в такой безвыходной ситуации ты не стал терпеть обиду и решил уйти а не сыграл я в этом разбираюсь да отчего безвыходная упрямо поинтересовался я очень даже выходная выхожу и все привет благодетель пишите письма нет безвыходная Дон убрал улыбку ты не можешь выйти отсюда потому что твою вшивую одежду сожгли а сейчас ты хочешь уйти в моем импортном спортивном костюме это грабеж юноша статья 145 уголовного кодекса россии так то вот а голым тебе отсюда не уйти вряд ли верно на улице зима и милиция не позволит голым перемещаться по городу думаю нет необходимости доказывать дальше что положение у тебя безвыходное на несколько секунд воцарилось молчание Дон опять улыбался а я вдруг понял что никуда отсюда не уйду потому что тоже от добра уходит я представил свой дом без тепла уюта чего было в избытке здесь в жилище моего нежданного благодетеля представил и понял что не желая возвращаться обратно голым и без гроша в кармане метаться в поисках работы которая даст нищенский кусок не более вот так понял и осознал что буду работать на этого умного дядю только вот трудноват придется перестраиваться под шестерку не умею я этого не могу я привык сжать своей волей на психику подчиненных добиваться повиновения командовать вооруженными людьми иногда теряющими человеческий облик и понимающими только язык грубой силы трудно будет перестраиваться под шестерку задумавшись сказал я вслух не надо под шестерку покачал головой дон и жестом пригласил меня вернуться на прежнее место зачем под шестерку я ничего еще не предложил а что вы мне можете предложить я пожал плечами работать телохранителем или на худой конец водителем ведь вы коммерсант я полагаю торгаш или деляга мы договорились обращаться на ты поправил меня дон я не деляга в том смысле который ты вкладываешь в это слово и не торгаш я президент фирмы довольно солидный с большими связями и огромным по нынешним масштабам капиталом администратор в шоферах я не нуждаюсь штат укомплектован насчет телохранителей в моей фирме хорошо налажена служба безопасности во главе с профессионалом который насчитывает 42 человека охранников и собственно телохранителей общее количество человек работающих на фирму более трех с половиной тысяч из них в различных службах заняты 285 человек только в головном офисе у меня работают 62 человек поэтому в качестве клерка ты мне тоже не нужен да у тебя и образования соответствующего нет мне нужен товарищ понимаешь я покачал головой собираясь вставить что мол товарищи все перевелись в августе 1991 года а теперь только господа и граждане он досадливо поморщился и опять ошарашил ты хочешь сказать что товарищи все повывелись в августе 91 я знаю я не то имел ввиду в общем мне нужен помощник честный порядочный хорошо воспитанный предпочтительно сознанием английского поскольку придется часто встречаться с представителями инофирм а вы сами сам я кроме русского и грузинского языками не владею а когда пользуешься услугами переводчика не можешь быть уверен что он не агент конкурирующей фирмы да это я понимаю кроме всего прочего неплохо если этот товарищ хорошо ориентируется в экстремальной ситуации и может в случае чего защитить но ведь у вас столько телохранителей телохранителей не всегда можно брать на некоторые мероприятия потом телохранители имеют свойство покупаться теми же конкурирующими фирмами ну и еще масса нюансов бывают такие поручения которые никому кроме самого верного человек доверять нельзя понимаешь а значит я получаю должность верного человек считай пока что так в структуре фирмы твоя должность будет именоваться личный секретарь президент а разве у тебя нет секретаря я не выводил должность личного секретаря считая до недавних пор что могу обойтись без него но я устаю и мне нужен молодой сильный товарищ который часть моих проблем возьмет на себя это при том что только в главном офисе работает больше людей чем в каком-нибудь магазине все мои помощники и заместители все начальники отделов имеют соответствующее образование и определенные стремления если я буду допускать ошибки это нанесет ущерб и делам и моему авторитет а почему кто-то из помощников не может взять на себя функции секретаря с недавнего времени я стал искать человека в своей среде долго прикидывал перебирал и пришел к выводу что нужно брать со стороны нейтрального так сказать и чтобы этот человек обладал всеми теми качествами что я перечислил раньше выбор пал на тебя так неожиданно ты мне подходишь еще и потому что будешь зависеть от меня в моем успехе будет твое процветание это нетрудно организовать а еще я спас тебя возможно от смерти а уж от нищеты это точно надеюсь ты не из тех людей которые такое забывают мне не нужно каких-то проявлений благодарности просто будь самим собой то есть насколько я могу о тебе судить ты человек порядочный спасибо ничего унизительного в твоих функциях не будет я дам тебе отдельный кабинет наделю необременительными обязанностями чтобы не особо бросалась в глаза твоя главная задача поддерживать меня во всем а вдруг я вообще не смогу я ведь никогда в офисах не работал у тебя будет испытательный срок две недели я еще присмотрюсь к тебе проверю в разных ситуациях хотя думаю что первое впечатление самое верное об оплате и прочем позже договоримся так как я согласен голос мой прозвучал твердо и успокаивающе дескать не дрейф старина прорвемся это мне знакомо это мне нравится помогать защищать ну вот и отлично то он как-то устало потер лоб глава пятая поначалу мне у Дона пришлось стуговато начнем с того что в своей предыдущей жизни я привык работать до седьмого пота надрывая мышцы и глотку рискуя здоровьем а подчас и жизни чтобы добиться определенного результата в армии которую все кому не лень ругают и называют не иначе как насквозь прогнивший и безнадежно устаревший как это не покажется странным люди вкалывают больше чем на гражданке не знаю как наверху а внизу вкалывают конечно при наличии умного командира который умеет заставить подчиненных эффективно и с пользой трудиться в спецназе дураков руководителей не держат можете мне поверить на слово если это вас не устроит сходите пообщайтесь лично затем наличие вполне конкретного результата либо есть либо нет либо ты научил своих пацанов всему что необходимо и сумел подготовить их так что операция прошла без сучка без задоринки либо завалил операцию и есть жертвы в первом случае никто тебе не даст орден и не вознесет до небес это норма твоя работа во втором случае с тобой будут тщательно разбираться а потом хорошо если ткнут в другое место или уволят а могут отдать под суд все будет зависеть от степени виновности и от количества жертв в общем цель вполне ясна понятны способы и средства ее достижения обстоятельства существования не дают возможности всерьез задуматься над альтернативами и сделать соответствующие выводы настолько высок темп этого самого существования так я жил более пяти лет и привык к ощущению опасности ответственности за дело и за людей к постоянному напряжению я уже рассказывал что со мной случилось позднее если меня спросить что было тяжелее пережить уход из армии с которой теперь связано столько воспоминаний или потерю любимой женщины я отвечу что не знаю не знаю что тяжелее поверьте и то и другое как из машины на ходу выпрыгнуть повезет отделаешься ушибами и переломами а не повезет мне похоже повезло было время когда я не находил себе мест сходил с ума когда оказалось что жизнь кончилась все дальнейшее бессмысленно еще позже имел место запой чему я теперь сам удивляюсь поскольку с детства ненавижу алкоголиков тех кто пьет без меры и без чувства я считаю можно выпить иногда чуть-чуть хорошего вина хорошего коньяка для настроения для удовольствия а мой запой был вызван весьма серьезной причиной хотя согласен это меня не оправдывает но оправдываться я ни перед кем не собираюсь только разве перед самим собой представьте себе что женщина которую вы боготворите в один прекрасный день оказывается потаскухой из-за этого вы бросаете работу которая вам очень нравилась а позже ваши родители в самом расцвете сил здоровые и жизнерадостные внезапно погибают в автокатастрофе и у вас на этом свете совершенно никого не остается и все-таки я выжил захотел выжить и выжил пусть и с чьей-то помощи в сомнамбулическом состоянии я вынырнул в здоровенной ванне гостеприимного дома и обнаружив что меня взяли на службу приготовился работать как привык с полной отдачей с напряжением утром дон привез меня в офис предварительно вручив в обстановке далекой от торжественной полный прикид трусья носки майку сорочку деловой костюм дубленку с норковой шапкой сообщив что это в счет аванс в офисе он представил меня начальником отделов собравшимся в его кабинете мол личный секретарь прошу любить и жаловать начальники пожали мне руку и разошлись а меня дон проводил в маленький кабинет дверь которого выходила в приемную холл твое рабочее место оставайся сказал дон и ушел бросив меня на произвол судьбы итак мое новое рабочее место комната пять на три два стола буквой т два мягких полукресла и компьютер да еще огромный трехсекционный сейф без ключа наличие сейфа и компьютера настораживало и давало повод предположить что мне придется заниматься глобальной аналитической работой и обладать большим количеством секретов каковы несомненно предстоит хранить в этом самом сейфе ничего справимся я хотел тут же отправиться к шефу чтобы потребовать ключ от сейфа но в приемной обнаружил скопление посетителей они непременно ломанулись бы в кабинет президента фирмы косяком поскольку у каждого было срочное неотложное дело если бы двери кабинета не оберегала молодая и очаровательная секретарша которая на удивление ловко справлялась с напористыми деловарами и поддерживала порядок обворожительно улыбаясь непрерывно как запрограммированный на положительные эмоции робот ключ ладно пока обойдемся я уселся за стол и стал ждать указаний с интересом наблюдая через приоткрытую дверь кабинета за посетителями спустя некоторое время ждать надоело и я впал в легкую панику а может про меня просто забыли ближе к концу рабочего дня я наконец уловил момент когда поток посетителей начал иссякать и нахально вперся к шефу потребовав разъяснений по поводу своего положения недовольно поморщившись он очень кратко объяснил мне что на данном этапе у меня нет обязанностей и я ни за что не отвечаю но передо мной стоят три задачи при невыполнении которых меня немедленно выпрут первое и наиглавнейшее не лезть куда не просят второе выполнять все его распоряжения третье самообразовываться и вникать туда куда будет указано после чего меня вежливо попросили покинуть кабинет дескать не до тебя сейчас парень вот так у меня появилась небольшая но уютная комната с компьютером возможность беспрепятственно пользоваться любой машиной фирмы вместе с водителем при условии что она не понадобится другим зарплата за 4 недели вперед и вагон времени которые я мог использовать как мне заблагорассудить так так прошел мой первый день работы в фирме официально он длился с 9.00 до 17.00 с получасовым перерывом на обед в 17.00 я обнаружил что шеф продолжает работать и рискнув еще раз вызвать его неудовольствие сообщил опять же по укоренившейся армейской привычке что если я ему не нужен то желал бы отправиться домой и нельзя ли мне воспользоваться машиной что убираться подальше вместе со всеми машинами это хорошо я не стал заставлять шефа повторяться и занял его вольво приятно отметив для себя что после моего звонка в гараж до появления авто перед входом прошло не более полутора минут и водитель очень вежливо поинтересовался куда бы я желал ехать на полном серьезе по дороге домой я от избытка чувств тормозил перед каждым мини-маркетом и в результате накупил кучу всякой дребедения ранее у меня на руках никогда не было такой суммы она раза в четыре превышала мою последнюю офицерскую получку даже с учетом инфляции я не беру в расчет чужие деньги которые возил будучи инкассатором а когда машина остановилась у калитки моего двора я вдруг вспомнил что в доме запустения нет угля чтобы протопить печь и скорее всего входная дверь нараспаш вот идиот я пробыл у дона три дня и поскольку там было очень хорошо перестал беспокоиться о своем заброшенном доме будто особняк дона стал и моим жилищем порядком приуныв я решил зайти взять кое-какие вещи и ехать в гостиницу ясно что дом в том виде в каком я его покинул был непригоден для жилья его необходимо было привести в порядок а возвращаться в особняк дона не хотелось и они из тех кто может злоупотреблять гостеприимством малознакомых людей даже если эти люди сами протягивают тебе руку помощь сказав водили чтобы обождал пять минут я направился к калитке и привычно пихнул ее ногой она болталась на одной петле и открывалась только путем приложения стопы на уровне колена и то с сильным доворотом бедра калитка к моему удивлению не распахнулась задаченно пожав плечами я пошарил рукой и обнаружил что пружинная щеколда сломанная около полугода назад в настоящий момент находится на месте и кем-то исправлена более того у калитки появилась и вторая петля и что уж совсем меня удивило не было слышно ни малейшего скрип сразу же мелькнула тревожная мысль заселились дом-то большой добротный с обширным двором просто я его загадил здорово меня не было три дня а желающих сейчас навалом я пересек двор и подергал за ручку входной двери заперто обойдя дом я отметил что кто-то убрал во дворе снег а в окне с задней стороны сквозь шторы виден свет торшера в кабинете отца я хорошо помнил что выкрутил лампочку из этого торшера пару месяцев назад для того чтобы заменить перегоревшую в прихожей точно заселились скоты но ничего вы очень пожалеете об этом прямо сейчас рысцой вернувшись к крыльцу я легонько постучал указательным пальцем в окошко веранды тишина тогда кулаком в дверь через несколько секунд я услышал молодой мужской голос че барабаньте звонок есть так так парень лет двадцати пяти тридцати крепкого телосложения психически уравновешен не нервничает автоматически пронеслось в голове бегущей строкой нас учили определять по голосу что за фрукт находится по ту сторону двери или стены иногда от этого зависит твоя жизнь и жизнь тех кто рядом ага а еще я обратил внимание что захватчик наладил звонок поторопился урод открывай довольно спокойно скомандовал я и присел в стойку на крылечке прикидывая порвутся брюки от костюма которые одолжил мне дон или нет если я сильно ударю ногой по двери на уровне пупка брюки не порвались но не потому что были качественно сшит просто ударять не пришлось дверь послушно растворили и сказали прошу вот ваши ключи было велено передать и опосля уматывать что и будет сделано от такого поворота я несколько опешил и дал субъекту беспрепятственно выйти слегка при этом посторонившись и даже не успев разглядеть его как следует войдя в прихожую я так и не выпал из состояния сильного недоумения граничащего с легким шоком и продолжал чисто машинально накапливать информацию не решив пока как прореагировать на происходящее вы не пробовали своими силами делать ремонт порядком загаженного особняка если даже и не пробовали то наверное иметь представление как все это выглядит и сколько нужно для этого затратить материалов труда и времени за три дня в доме было произведено очень многое полный ремонт будто куда-то к чужим зашел сопоставив цены и объем работ я пришел к выводу что тут трудилась бригада человек десять как минимум и обошлось все это мероприятие лимонов ну вы понимаете надеюсь подробно описывать не стану все было не хуже чем у дона еще немного пахло краской лаком на стенах очень аккуратно наклеены дорогие обои по-моему финские или германские знаете тисненые такие с выпуклостями вместо истертого арголита на полу во всем доме поблескивал двухцветный паркет пока я топтался в прихожей заглядывая в комнаты и не решаясь пройти появился парень который меня впустил он приволок пакеты со снедью из мини-маркетов оставленные мной в машине я разглядел его получше точно лет двадцати пяти двадцати шести рост сто семьдесят пять уши сломаны борец ноги ставит косолапо движется раскованно но тяжеловато бывший мастер спорта или что-то в этом роде он сгрузил пакеты на столик в прихожей и заметив мой вопросительный взгляд сообщил я только вас ждал если претензий нет испаряюсь да Донатан Резоевич просил предупредить что это оборудование фирмы он указал пальцем в сторону отцовского кабинета а потом как и обещал испарился противоречивые чувства охватили меня сначала свалилась гора с плеч значит все это Дон устроил а вовсе никто не заселился затем к горлу подкатил теплый комок обо мне никто так не беспокоился никогда вместе с тем что-то тревожно щелкнуло в сознании анализатор включился а за какие такие достижения я удостоился внимания заботы и этих материальных благ только за то что я сын своей матери сомнительно очень сомнительно войдя в кабинет отца я присвистнул здесь стояла новая мебель орехового дерева здоровенный стол два книжных шкафа со стеклянными дверцами тумбочки кресло на колесиках обтянутое мягкой шероховатой кожей с никелированными рычагами для изменения положения спинки и высоты сидения и IBM точно такая же как у меня в офисе фантастика я вышел из кабинета подошел к входной двери и запер ее решив что новый засов пожалуй слишком массивен затем отметил что шторы на окнах новые но той же расцветки что и раньше и легко управляются шнурами один сдвигает другой раздвигает постоял потягал шнуры туда-сюда прислушиваясь к внутреннему беспокойству стараясь оценить степень его объективности обнаружил между рамами красивые сплетенные в узор решетки у нас никогда не было решеток только полный шиз мог додуматься залезть в хату зампрокурора области не очень удивился когда раскрыв на кухне кем-то тщательно отмытый холодильник обнаружил что он набит нерусскими консервами колбасами и напитками оп выдернул из дверки бутылку пива прихватил банку голландской ветчины и направился в кабинет засунув пиво под мышку и открывая на ходу ветчину ключиком в кабинете плюхнулся в кресло удобно раскупорил бутылку зараза стакан прихватить не додумался вставать не хотелось сделал из горла мощный глоток немного подышал смакуя и вдруг почувствовал голод в двадцать секунд сожрал ветчину пальцами выковыривая из жестянки нежное розовое мясо расслабился вытер пальцы обмайку и стал соображать ясное дело что не каждого своего потенциального сотрудника дон обхаживал таким образом он примчался по моему первому звонку узнав что я сын Анны Федоровой женщины которую возможно он когда-то любил тут все понятно но ведь это было черт знает как давно неужели только поэтому я взял жестянку из-под ветчины и отправился на кухню где вымыл руки захватил еще пиво взял пару банок с какой-то дребеденью попробую взял еще тарелку вилку нож и вернулся в кабинет в том что мне предложат заниматься незаконной деятельностью я не сомневался в наше время только сильно увлеченные люди фанаты или дебилы трудятся в законных сферах получая на пропитание жалкие гроши сам таким был но ведь я еще ничего не сделал для фирмы за что же все эти блага отдельный кабинет с компьютером ремонт в доме проведен по первому разряду нет так не бывает а может быть он гомосек и я ему понравился о почему бы и нет человек его достатка и возможности вполне способен позволить себе такую маленькую слабость и тут я припомнил многочисленные анекдоты стоп прокачав характеристики дона можно с уверенностью утверждать что он страстный поклонник женской плоти да вот хотя бы как он глянул на секретаршу когда я зашел спросить нельзя ли мне уже смотаться из офиса а ведь он был уставшим после напряженного дня и по горло занят да еще и раздосадован тем что я приперся и его отвлек тем не менее он выкроил несколько секунд чтобы мысленно с рыком засадить секретарши которая вошла вслед за мной по его взгляду это и дурак мог понять я даже поразился откуда столько страсти в его возрасте тогда мне показалось что он сейчас выгонит меня и того полулысого типа что сидел напротив запрет дверь и грубо бросив секретаршу на стол с треском разорвет юбку трусья и начнет активно совершать каитус рыча и кусая нежные плечи да именно это я прочел в его глазах сам такой понимаю я это дело нет вариант с гомосеком отпадает значит все же любовь к моей матери немного поразмышляв я пришел к выводу что в таком случае факт моего существования должен быть для Дона неприятным напоминанием о том что его некогда любимая женщина принадлежала другому ведь я сын своего отца любовь тоже отпадает остается предположить что Дон человек вдумчивый и прозорливый определенно рассчитывает в недалеком будущем извлечь из истории со мной ощутимую выгоду на несколько порядков превышающую затраты на ремонт и мое содержание возможно он просчитал мои возможности при помощи какого-нибудь хитрого западного тестирования и решил что я тот кто ему особенно необходим и прямо сейчас так такая версия все объясняла и пожалуй самое главное приятно тешило мое самолюбие именно потому-то я на ней остановился и не стал более вдаваться в подробности напившись немецкого пива я почувствовал что немного захмелел захватил с собой одну бутылку на случай ежели ночью вдруг возникнет жажда со мной такое бывает иногда выключил везде свет и отправился спать вот так началась моя работа у Дона ежедневно я пребывал в офис к 8.50 встречал в приемной хозяина который изучающий меня оглядывал наверное у него были подозрения не бухаю ли я по-прежнему но вид я имел вполне товарный я вообще выгляжу нормально даже на следующий день после крепкого перебора вследствие прежней отменной подготовки убедившись что отклонений не наблюдается шеф как-то неопределенно хмыкал чем всегда приводил меня в настороженное состояние никогда не поймешь что означает его ухмылка и уходил в кабинет работать насколько я понял в тот период у моего покровителя возникли серьезные производственные проблемы к нему толпой валили какие-то нахрапистые типы каждом двум из трех я бы с удовольствием дал в реп наблюдал за их поведением через приоткрытую дверь своего кабинет шеф постоянно проводил совещания и частенько куда-то выезжал без меня некоторое время помаявшись я решил сам найти себе занятие и нашел одновременно проверил степень устойчивости своего положения посредством анализа независимых мнений для начала я прошвырнулся по офису обнаружил в одном кабинете щуплого прыщавого типа аля плюмбум в огромных очках и с неуставной прической который наяривал на клавиатуре компьютера вежливо попросил его обучить меня зам обращения с не нашей чудо-техникой варианты ожидаемой реакции были следующие отвали не до тебя как-нибудь потом в лучшем случае а что я с этого буду иметь при любом раскладе я бы не обиделся щуплый позже я узнал что он имеет имя Макс и работает оператором программистом секунд пятнадцать пристально смотрел на меня беззвучно шевеля губами а потом лицо его вдруг приняло осмысленное выражение и он пробормотал а да-да конечно встав со своего места он шмыгнул носом и вежливо сказал пожалуйста я к вашим услугам присаживайтесь честно скажу что я был потрясен представляете я жду что меня пошлют или посмеются а тут вдруг такой прием так все уважительно и спокойно о я намотал это на ус к обеду я вполне сносно чувствовал себя в обращении с японской техникой остаток дня провел у себя в кабинете наедине со своей IBM на следующий день я позвонил максу по телефону и попросил если есть такая возможность дать мне на какое-то время дискету с информацией о структуре фирмы и основных направлениях ее деятельности макс тут же притащил мне дискету и сказал что я могу оставить ее себе я и это намотал на ус и принялся изучать информацию это занятие меня увлекло так что я можно сказать не заметил как пролетело время до пятницы а в пятницу во второй половине дня я совершил поддавшись необузданному порыву ужасный проступок который по моему разумению ни один начальник не простил бы даже лучшему своему работнику не то что такому как я короче я шарахнул секретаршу Дона думаю вы представляете себе кем для начальника является секретарша если только она незаслушенная вобла с универсальной памятью и ярко выраженными аналитическими способностями секретарша у Дона мила была просто лапочка по зимнему времени в офисе здорово топили я нарочно оставлял открытый дверь своего кабинета чтобы полюбоваться как она ходит туда-сюда в своей ажурной кофточке состоящей преимущественно из черного кружева сквозь которые виднелся лифчик чудом не лопавшийся от упругого пиравшего содержимого и мини-юбки с разрезом которая при вхождении аккуратной попы в контакт с жестким стулом за письменным столом задиралась так что аж слезы на глаза наворачивались но это еще это еще не все она ходила по офису без чулок оооо да совсем без чулок ходила демонстрируя великолепную бархатистую кожу нежно-персикового цвета остатки летнего загара мне с первого дня показалось что я ей понравился но с дамами у меня очень туго трудно заставить себя подойти как это делают многие парни эдко развязно предложить куда-нибудь вместе прошвырнуть а вдруг последует отказ я же умру со стыда кроме того как я полагал секретарша собственность шеф поэтому мне оставалось делать вид что совершенно не интересуюсь милкой однако не забывал каждое утро класть на ее стол шоколадку и при этом сухо осведомляться о делах и здоровье так вот пятницу все пошло наперекосяк во второй половине дня бездельничая у себя в кабинете я прикидывал как бы мне провести уикенд наблюдал по обыкновению за секс чудом без чулок и вдруг почувствовал что умру если сейчас же ее не трахну это было как приступ я вспомнил что уже давно не имел счастья обладать женщиной период запоя было не до того а последнюю неделю образно выражаясь ловил отходняк да были порывы но довольно слабые и они быстро гасились различными обстоятельствами и вот надо же пять дней во мне формировалось желание порожденное близким присутствием милки и теперь приперло так что все остальное исчезло и все мои чувства и стремления сконцентрировались в месте умопомрачительного изгиба бедра обтянутого черной шелковой юбкой когда к дону вломился последний томившийся в приемной посетитель милка оттащила им кофе я расслышал как шеф громко сказал ей стоящий уже в дверях что его нельзя будет беспокоить в течение получаса до меня это мгновенно дошло я посмешно вышел в приемную перевесил наружу табличку с надписью совещание и запер изнутри дверь я обернулся втянул голову в плечи больше всего в тот момент боялся что милка будет наблюдать за моими странными действиями и тогда я не смогу преодолеть восемь шагов от двери до ее желанного тела но она уже уселась за стол и начала писать мурлыкая что-то и откидывая непослушную прядь мягких волос спадавшую на глаза у меня еще никогда так не стучало сердце казалось что оно вот-вот проломит грудь и вывалится анализируя позднее свое поведение я вынужден был признать что утверждение моего бывшего ротного если в голове то медицина бессильна очень справедливо дальнейшее запечатлелось расплывчато был как в горячечном бреду помню отчетливо только изумленные глаза когда я вытащил ее из-за стола и не говоря ни слова сгреб в охапку и залепил поцелуем сахарные уста о господи что это был за поцелуй я за двадцать секунд высосал из нее всю жизненную силу и чуть не задушил в объятиях когда я приостановился чтобы передохнуть она начала хватать ртом воздух как будто вынырнула с большой глубины я повалил ее тут же у стола она начала извиваться и боясь как бы не услышал и не вышел шеф отчаянно кричала шепотом прекрати прекрати что ты делаешь и еще что-то в таком духе не обращая на это никакого внимания я опять присосался к ее губам и постановая от переполнявшего меня желания быстро совершил трясущимися руками все необходимые манипуляции задрал юбку стащил трусики и несмотря на отчаянное сопротивление раздвинул ноги после этого поборовшись еще секунд пятнадцать я буквально втер ее в ковер и стал активно двигаться с огромным трудом подавляя рвущийся наружу вопль сладострасти в ходе скоротечного каитуса мы оба смотрели на дверь кабинета Дон мысль о том что в любую секунду может появиться шеф очевидно приводила милку в отчаяние а для меня это обстоятельство было острой приправой к происходящим было просто потрясающе но очень скоро кончилось а потом все как обычно в таких случаях неловкое вставание с колен смущенное отведение взгляда неловкое же натягивание и застегивание штанов и так далее когда милка немного привела себя в порядок я взял ее руку и попытался запечатлеть на ладошке поцелуй но она резко отстранилась и очень тихо ненавидяще сказала ты просто животное самое настоящее животное ты даже ни разу не сказал что я тебе нравлюсь и сразу вот так по истечении установленного срока Дон спровадил своего последнего посетителя и задержавшись в приемной очень внимательно посмотрел на милку что-то ему явно не понравилось затем он также внимательно посмотрел на меня я притаился за столом в своем кабинете и через приоткрытую дверь наблюдал за дальнейшим развитием событий посмотрев на меня Дон опять перевел взгляд на милку и наконец хмыкнув бросил мне зайди едва переступив порог кабинета я встретился с шефом глазами и по каким-то едва уловимым флюидом исходившим от него понял что Дон знает о том что произошло в приемной впоследствии я приноровился к его почти сверхъестественной проницательности но в тот раз вспомниться мне стало не по себе а ты знаешь что нормальные люди не пакостят там где живут я согласно кивнул два раза комплекс вины подсказывал что покорность единственно правильный вариант поведения в данной ситуации хм покорно соглашаешься подтверждаешь тем самым что виноват Дон поднялся из-за стола и потянулся наблюдая из-за моей реакции я согласен на увольнение не оправдал доверия нанес страшный удар в спину Дон прервал длинный выдох и застыл с заведенными за голову руками уставившись на меня в течение трех последующих секунд выражение его глаз менялось от удивленно сосредоточенного до насмешливо презрительного и остановилась на внимательно озабоченном четко отразив ко всему прочему беспокойство по поводу моих умственных способностей сядь он махнул рукой указывая на одно из кресел для посетителей я послушно присел на краешек не рискуя полностью погружаться в податливую комфортабельную ловушку возможно ты еще молод и поэтому не понимаешь некоторых вещей которые в зрелом возрасте кажутся элементарными я не сплю с этой девочкой тут он большим пальцем указал через плечо на дверь несмотря на то что иногда очень хочется во-первых каждый человек в моей фирме занят своим делом на полную катушку занят я не могу позволить себе роскошь держать в приемные дни делового человека куклу обстоятельства не дают но он говорил довольно спокойно от чего мне было еще больше не по себе мила отличная секретарша что называется божьей милостью она держит в голове все связи и не склонно болтать а еще она обладает несвойственным ее полу аналитическим мышлением и за три года совместной работы не раз выручала меня потому что умеет укоротить любого посетителя благодаря обаянию и такту ты думаешь я плачу ей зарплату шести инженеров за сексапильность отнюдь мой юный друг в ней я ценю прежде всего профессионализм а ты использовал ее для удовлетворения своей похоти как обыкновенную девку каких пруд пруди тут дон обличающе ткнул в мою сторону указательным пальцем и сделал паузу я неудобно сидел на краю кресла и чувствовал что краснею очень сильно походила эта сцена на выволочку в учительской устроенную педсоветом ученику на которого возлагали большие надежды а при ближайшем рассмотрении он оказался тупицей и бездельником вот так дон заложил руки за спину и принялся ходить взад вперед в моем тылу так что мне пришлось вертеть головой чтобы удерживать его в поле зрения и еще есть аспект пожалуй даже более значимый тебе на будущее никогда не мешай личное со служебным никогда это понятно никогда не сходись близко со своей секретаршей со своим деловым партнером вообще с кем-либо кто хоть как-то связан с тобой по работе иначе ты тут же автоматически попадаешь в зависимость от этого человека шеф пристально посмотрел на меня я молчал считая что так лучше сидел и внимал ладно хватит я думаю со временем ты сам до всего дойдешь а сейчас я хочу быть уверенным что это больше не повторится у тебя с нашей секретаршей дон сделал ударение на том что секретарша наша хотя меня ее деятельность касалась постольку поскольку да подтвердил я у вас должны быть сугубо официальные отношения это мое требование понятно понятно я помотал головой в знак согласия и с облегчением встал предполагая что разнос окончен и радуясь что так легко отделался разнос окончен сообщил дон я тут немного тебя упустил проблемы кое-какие навалились так вот с завтрашнего дня ты будешь трудиться как вол с завтрашнего я удивился завтра выходной насколько я понял служащие фирмы работают пять дней в неделю ах выходной перебил меня дон для тех кто работал а те кто валял дурака в течение рабочей недели пашут в выходные кроме того не забывай что ты мой личный секретарь и можешь сколько угодно бить баклуши но если я сказал работать то будь добр с завтрашнего дня я буду периодически брать тебя с собой куда понадобится и потрудись утром появиться вовремя у себя на столе ты обнаружишь задание на день которое до 17 часов необходимо выполнить все что ты не успеешь сделать автоматически прибавляется к заданию следующего дня а оно будет на 10% больше понятно я покачал головой показывая что проникся и рискнул задать вопрос который меня волновал это ну как сказать с Милкой как что с Милкой не понял Дон ну я хочу сказать что может мне что-то надо сделать сейчас у нее наверное сильная психическая травма и вообще я вдруг выпалил то чего говорить Дону в настоящий момент не собирался я не могу дать гарантии что мои отношения с ней будут сугубо официальные потому что я ее люблю и буду всячески добиваться взаимности тем более после сегодняшнего случая стоп парень Дон вдруг помрачнел а ты не интересовался откуда я взял эту милую девушку в свою фирму нет не интересовался я пожал плечами а какое это имеет значение да уж имеет внезапно голос Дона стал жестким можно сказать злым Мила дочь моего приятеля которого уже нет в живых когда ее отца прикончили во время разборки мать не смогла прокормить двух детей ее и младшего брата Мила пошла на панель содержала братишку и спившуюся через некоторое время мать четыре года назад я нашел ее в одном из притонов Баку почти год ушел на то чтобы снять ее с иглы вылечить в психическом плане и сделать из нее первоклассную секретаршу мамаша ее уже покоится на кладбище умерла от белой горячки а брат сидит за убийство и она конечно прекрасная дама тем более одинокая с квартиры но почти восемь лет она была проституткой если у тебя такие серьезные намерения подумай сможешь ли ты забыть тех мужиков которые ее того а? глава шестая после чрезвычайного происшествия на ковре приемной ритм моего существования действительно изменился я бы сказал что изменилась моя жизнь но это будет неверно поскольку как учит старик конфуций жизнь человека это движение от одной точки начальной до другой конечной и каждый так или иначе этот путь проходит один ускоренным шагом от привала к привалу с привкусом крови во рту и потом в ложбинке между лопаток может быть свечмешком товарища получившего тепловой удар другой позади общей колонны в санитарной машине с любопытством наблюдая за страданиями других поскольку он умудрился до старта превратить потертость на ноге в инфицированную рану о как так что изменился только ритм моего существования я как и обещали начал вкалывать а дон как я понял с интересом присматривался оценивая степень моей работоспособности в одном только мой шеф слегка просчитался или может будет лучше сказать не учел одного фактора при всей гениальности и совершенстве он никогда не был военным дон закончил университет был преподавателем стал бизнесменом но с военным делом никогда не сталкивался чем отличаются военные от штатского да ничем скажете вы руки ноги голова утверждают что с одной извилиной от фуражки все одинаково все да не все сейчас объясню на гражданке люди работают и получают за это деньги у разных граждан разная степень ответственности различное положение согласно табели о рангах но всех их объединяет одно они работают и получают за это деньги а в армии деньги платят не за работу это военная тайна но поскольку она не значится в реестре нулевого допуска я ее раскрою военные получают оклад по воинскому званию оклад по должности за выслугу лет и протпайковые и коэффициент про работу заметьте ничего не сказано вот так в армии не работают там решают задачи существуют такие аббревиатуры СБД и СБЗ СБД служебно-боевая деятельность для непосвященных это то чем занимаются подразделения и часть а служебно-боевая деятельность состоит из решения СБЗ служебно-боевых задач задачи бывают перспективные текущие повседневные и внезапно возникающие вот об этих внезапно возникающих задачах я бы мог рассказывать очень долго но боюсь утомить вас такой тягомотиной поскольку по объему это тянет на отдельную книгу а если вкратце происходит все следующим образом обычная войсковая часть все идет по плану боевая учеба караулы служба разного рода досуг воспитательная работа и так далее это организовать несложно если имеются опыты и соответствующие условия теперь представьте себе штаб округа с непомерно раздутыми штатами кучей отделов и массой подполковников и полковников гнездящихся в тесных но уютных кабинетах получающих те же деньги что и линейные офицеры и не желающих расставаться со своими насиженными местами так вот чтобы как-то оправдать наличие своей должности показать ее необходимость и значимость полистает какой-нибудь подполковник в перерыве между обедом и чаепитием руководящие документы заглянет в казарму батальона обеспечения на минутку опа пирамиды желтого цвета а что-то больно яркий для казармы колер больно яркий и пошло поехало в течение недели испарено на лбу задумчиво сосредоточенный вид обоснования на 64 листах через интервал и проект приказа пирамиды должны быть шарового цвета серые и к начальнику трудимся вот и готово распоряжение за номером таким-то пошло в войска после чего в распорядке дня части появляется маленькая блешь командир части звонит командиром подразделений и полчаса ставит задачу те оторвавшись допустим от заполнения книги службы чешут затылки выражая посредством широко распространенных слов узкоспециальной направленности свое отношение к тому кто эти распоряжения родил в частности и ко всему управлению округа в целом потом до часа в затылок вызывают старшину который бросает инструктируемый наряд и командиров взводов поскольку пирамиды закреплены за взводами следует подробный инструктаж на нововведение затем старшина отправляется добывать краску кисти и так далее и так далее а командиров взводов похерев занятия организуют вытаскивание оружия из пирамид так проходит полдня получить что-либо на войсковом складе очень проблематично зав складом он же неуловимый Джо начальник КЭС который эту краску выписывает личность чрезвычайно занятая а зам по тылу который накладывает визу на всю эту лабуду вообще очень похож на легендарного Зорро в жизнедеятельности части присутствуют одни его автографы а самого мало кто видел затем после получения всего необходимого людей опять же отрывают от службы от занятий по распорядку дня и засаживают аврально красить пирамиды вот вам маленький пример того как демонстрация одним подполковником из округа своей активности напрямую влияет на распорядок дня часть а таких подполковников в округе человек 150 и все они должны отстаивать существование своих должностей они отстаивают в составе комиссии комплексных и целевых групп и по отдельности каждый с завидной продуктивностью рожают многочисленные распоряжения и приказы которые логически преобразуются в эти самые внезапно возникающие задачи и получается вечный аврал сумятица сплошные противоречия и ситуативные отклонения одним словом бардак и в этой приятной обстановочке надо выполнять боевые задачи воспитывать людей кормить одевать сохранить им жизни здоровья поскольку на 10 призванных молодых людей 3-4 социопаты с ярко выраженными стремлениями к жесткому давлению различными способами на более слабых духом и телом 1-2 с устойчивыми суицидальными наклонностями 1-2 со склонностью к психопатии различного толка и только пара-тройка более-менее и то среда знаете влияет офицеры подразделений и частей живут в такой обстановке постоянно и привыкли не обращать особого внимания а вот посторонние люди окунувшись лишь на краткий миг во все эти хитросплетения буквально теряются и задают вполне по их мнению закономерный вопрос да как же вы так живете ребят как у вас крыша до сих пор в более или менее стабильном состоянии да вот так живем гнездо у нас тут потому я и рассказал что дон просчитался поставив меня перед фактом внезапно свалившихся трудностей он наверное заранее испытывал удовольствие собираясь наблюдать как я буду барахтаться и возможно просить помощи или послабления а я просто попал что называется в свою стихию и стал от этого радостен и счастлив уже тремя днями ранее я изучил составляющие деятельности фирмы и теперь только обобщил данные в моем распоряжении были материалы записанные на дискете которую мне принес Макс где что находится что производится реализуется приобретается порядок прохождения вложенных в тот или иной филиал средств от момента внесения суммы на корреспондентский счет до момента получения продукции торговой точкой и так далее и тому подобное в самом начале своей коммерческой деятельности Дон по всей видимости я могу судить из того что узнал был честен и полон самых радужных надежд относительно своего дальнейшего будущего как впрочем и многие другие начинающие деляги сорванные ветром перемен с насиженных мест насколько я знаю он никогда сам не распространялся о начале своей деятельности я располагаю только приблизительными данными полученными от сотрудников фирмы Дон довольно успешно стартовал продав папашину волгу и еще что-то и вложив эти средства в небольшой кирпичный завод в пригороде время шло сами понимаете завод дал тройной оборот уже через полгода еще через год Дон стал президентом фирмы которая занималась поставками сельскохозяйственной продукции на некоторые предприятия общественного питания и имела в собственности помимо двух животноводческих ферм хорошо налаженное рыбное хозяйство каким образом удалось бывшему преподавателю истории в университете за такой сравнительно недолгий срок столь хорошо освоиться в рыночной сфере убей меня бог не могу понять с течением времени однако оказалось что дела обстоят не совсем гладко получалось что прибыль фирмы после полного оборота капитала составляла весьма незначительную сумму основная часть дохода уходила на оплату труда персоналу и рабочим и покрытие производственных затрат да еще помимо госналогов приходилось давать на лапу и основательно давать всем подряд милиции и санэпидемнадзору пожарной инспекции и народному контролю появившиеся позже налоговые полиции и многочисленным комиссиям и ревизорам а еще поить кормить периодически набегавших лиц от которых зависело процветание фирмы и так далее а немного позже подняв голову зашевелился и встал в полный рост рэкет спонтанный по тем временам хаотичный и потому неуправляемый не зажатый как сейчас структуру производственных отношений синдикат рэкет сделал фирму дона практически убыточной несколько раз дон сиживал в подвале черт знает где ожидая когда его сотоварищи отстегнут установленную сумму которую накануне выплатить отказались был неоднократно сильно потоптан и в конце концов все кафе и рестораны бывшие до того надежными клиентами вдруг разом отказались от его продукции это произошло после паузы возникшей в результате отказа заплатить за охрану предприятия много еще чего было как говорится недаром отдано позже фирма дона вошла в состав своеобразного синдиката или если хотите корпорации которая не имела своего устава и вообще формально не существовала корпорации образовалась вынужденно по стечению обстоятельств когда получилось что на одной территории одновременно были вынуждены мирно существовать различные легальные полулегальные и нелегальные фирмы и группировки такие образования имеются в каждом городе в каждом административном центре и в принципе их возникновение исторически обусловлено не будем вдаваться в подробности есть господа которые получают за это дело хорошие деньги итак организация которую возглавляет Дон занимается поставками сельскохозяйственной продукции в пределах области практически 90% составляет переработка а также координации деятельности тех кто производит и тех кто закупает эту самую сельскохозяйственную продукцию на межрегиональном и межобластном уровнях это выглядит так существует несколько самостоятельных фирм с полным производственным циклом от вскармливания например курицы до ее доставки в выпотрошенном виде на склад магазина эти фирмы объединены в одну большую с громким названием которое можно услышать в ежедневных выпусках рекламы все это завязано на биржу на поставки стройматериалов посредничество при оформлении торговых операций и так далее и тому подобное вот говорят идет реформа да и что же мы сейчас имеем хотя бы по нашему городу судить если вникать не особенно глубоко можно сделать такой социальный расклад просто граждане ранее именовались совслужащими рабочими и колхозниками тружениками самый неимущий слой который тем не менее тащит на своей широкой спине всех остальных торгаши ничего не производят а живут за счет спекуляции покупают в одном месте везут в другое и там продают мошенники это каталы наперсточники жетонщики и так далее и горный бизнес катраны казино тотализатор в нашем городе это скачки и неофициальные бои мастеров восточных и так далее единоборств есть даже нотариальные конторы где вы можете вполне официально заключить пари с кем угодно и на что угодно при этом гарантируется полная тайна сфера услуг широко разветвленная сеть разнообразных домов свиданий бюро добрых услуг которые в любое время дня и ночи предоставят вам целый взвод девочек или мальчиков только платить на этом поприще появилась довольно молодая поросль кидал боевики группки спонтанного дикого рэкета превратились со временем в хорошо отлаженные и четко организованные коллективы располагающие оружием и способные действовать в чрезвычайных условиях на примере нашего города можно сделать вывод что рэкет в такой форме вполне приемлемое зло если зло вообще уже давно никто из плечистых парней не ходит и не собирает бабки у торгашей мошенников и иных любителей легких денег в каждом киоске и магазине есть кнопочка под прилавком если на торгаша кто-то дикий наедет нужно только нажать на нее через пару минут подъедут к киоску два жигуля в которых сидят сильные ребята со стволами они и разберутся с дикими сильные ребята это далеко не все в инфраструктуре нынешнего рэкета есть информационно аналитический групп которые следят за положением дел на бирже за оптовыми и рыночными ценами и в буквальном смысле проводят ревизии в подведомственных торговых точках и им подобных заведениях своеобразная налоговая инспекция это для того чтобы определить сколько подведомственные должны платить за услуги а платить они должны столько чтобы не обидеть братву и иметь интерес продуктивно и качественно работать а иначе каков смысл сосуществования бизнесмены деловые люди типа дона в общем-то их деятельность практически легально и облачена в респектабельную фактуру не совсем легально бывают формы и методы воздействия на определенные объекты и на субъектов в ходе предпринимательской деятельности тут интересы таких как дон и братвы пересекаются если вести предпринимательскую деятельность по закону очень скоро все фирмы повылетают в трубу под траурный марш Шопена на пути предпринимателя столько преград что можно сломать не только ноги но и шею двигаясь к светлому будущему эти люди часто обращаются к боевикам отдельным личностям намекают что при таком-то раскладе могут пострадать их близкие бывают случаи отдельные личности оступаются в подъезде и калечатся здорово некоторые случайно выпадают из окна и разбиваются кое у кого что-то там горит кое какая продукция оказывается безнадежной испорченной а значит колоссальные убытки если неправильно себя ведут бывает и так что рефрижератор полный кур где-нибудь на проселке останавливают товарищей в масках вооруженные автоматами сгружают этих кур тут же наготове бензовоз это в том случае если на базарах кур мало и стоят они бешеные деньги а на складах таких как дон птицы хоть одним местом ешь цены можно формировать нельзя допустить чтобы какая-нибудь мордва или чувашия привезла на рынок своих кур и продавала дешевле чем у местных естественно боевики за так ничего не делают они кровно заинтересованы в том чтобы бизнесмены не могли обойтись без их помощи последние обладают широко разветвленной сетью легальных предприятий где они отмывают деньги боевиков чем больше денег боевики вкладывают в какое-то предприятие тем больше условий для деятельности они ему этому предприятию обеспечивают это ежу понятно непонятно каким образом дельцы умудряются сохранять паритет в отношениях с боевиками и не попадать к ним в кабалу и последнее сам процесс отмывания грязных денег допустим кто-то украл некую сумму несет ее в банк и кладет на счет и так постоянно ворует идет в банк и сдает на свой счет это способ самый простой и самый рискованный при таком способе должен быть очень толковый банкир настоящий профессионал которого нужно здорово заинтересовать поскольку этот банкир тоже немало рискует допустим кто-то украл некую сумму а у меня есть свиноферма поросей там несколько он отдает деньги мне и мы договариваемся что я куплю еще пару поросей это в глаза бросаться не будет ведь у меня уже есть несколько приобрету комбикорм и прочее а через семь месяцев отдам ему выкормленного поросенка или двух или бабки за них при расчете естественно я отдам ему поросенка не самого лучшего а похуже который будет стоить гораздо меньших денег чем он когда-то мне дал даже с учетом инфляции он прекрасно знает об этом но соглашается поскольку постоянно ворует деньги и надо каким-то образом их пристраивать а в округе кроме меня ему никто не поможет я тоже должен быть заинтересован в сотрудничестве поскольку просто-напросто могу отказаться если не буду получать прибыль он конечно крутой парень может сжечь мое хозяйство а самого меня оттоптать даже убить но он прекрасно знает что если наломает дров ему некогда будет пристроить свои ворованные бабки слухами земля полнится сунется в другой район с ним откажутся сотрудничать зная его дурной нрав кроме того в другом районе может быть свой крутой парень тут правда имеется один нюансик ежели он постоянно дает мне свои бабки я должен его оформить как член своего крестьянского хозяйства или сопредседателя кооператива иначе будет трудно объяснить за какие такие заслуги я ему плачу в общем суть проста он ворует я работаю а если кто-то вдруг начнет проявлять нездоровый интерес почему же хозяйство это процветает и ширится на фоне общего упадка он ему этому любознательному мягко порекомендует заняться рыбалкой или чем попроще а если он тупой на него случайно наедет трактор или еще что-нибудь из сельскохозяйственной техники вот такая схема примитивно конечно но зато верно помимо этого существует еще несколько способов отмывания грязных денег но все они предполагают тесное сотрудничество предпринимателя и представителя криминальных структур ну что делаем вывод пожалуйста все крупные состояния нажиты нечестным путем прошу глава представителей правоохранительных органов и считал что только отдельные типы из его ведомства предатели устав доказывать ему обратное я как-то предложил составить список деятелей криминальных структур на территории его околотка перечисления известных личностей и рода занятий это его заинтересовало и как-то раз за хорошим столом угощал я поскольку он хорошо знал моего отца и как-то старался принять участие в моей судьбе когда я остался один мы совместно на пьяную голову под хихи составили такой список получилось вот что карманники под предводительством халявы сюда же относились мелкие воришки которые промышляли на рынке что-то около сорока пяти штук домушники ребят посерьезнее которые планомерно и непрерывно чистили квартиры располагая достоверными данными что где лежит подозреваемые которых не удалось поймать за руку те кого удалось поймать уже сидели под предводительством макета ранее судимого по статье сто сорок четыре два раза количество что-то около двадцати пяти штук гопники еще более серьезные товарищи которые промышляли о разбоем на улицах и в укромных местах перехватом машин их угоном и так далее опять же подозреваемые под руководством Аркаши также ранее судимого по статьям сто сорок пять и сто сорок шесть неоднократно количество что-то около тридцати штук далее в списке шли проститутки и сутенеры под руководством такого-то мошенники и прочие которых я ранее перечислял получился солидный список с указанием имен и клич под пеную руку я этот список упаковал в конверт и отправил по почте на имя начальника нашего райотдела присовокупив в конце дискатья участковой такой-то раскрыл криминальную группировку и готов их всех пересажать дайте только роту ОМОНа на трое суток глупость конечно шалость через четыре дня нашего участкового перевели в город дел с повышением он пришел ко мне обмывать события и искренне удивился когда я спросил его о судьбе списка ты че парень какой такой список мы же хохмили вот так на его место назначили какого-то неопытного пацана который недавно уволился из армии и не нашел ничего более подходящего как пойти работать в органы и так я углубился в сферу экономики разного бизнеса легко разобраться со всей этой недоумевая правда для чего это может мне понадобиться ну да мало ли параллельно мне пришлось разбираться в работе биржи в различных ценных бумагах и осваивать экономические термины что показалось гораздо более трудным тут правда я решил немного упростить задач смотался за угол где потасканный гражданин неопределенного возраста торговал книгами и приобрел у него новый словарь экономических терминов 1995 года издания я этот словарь заприметил еще раньше только тогда мне показалось большой цена да и не было необходимости словарь я положил в верхний ящик стола и решил совсем не учить эти самые термины а просто всех обо всем расспрашивать так мне кажется гораздо легче их усвоить считаю требование свободно владеть этими терминами вовсе не означает что я должен тратить свое время на унылую зубрежку больше всего однако пришлось поломать голову над поистине на первый взгляд неразрешимой проблемой не сходились цифры я потратил на это дело чуть ли не весь свой первый настоящий рабочий день и прихватил еще часть к три после семнадцати но так ничего и не добился грубо взятый килограмм одного поросенка купленного на свиноферме в январе за две тысячи и погулявшего несколько месяцев по необъятным просторам фирменного хозяйства где-нибудь в октябре с учетом индексации и вычетом НДС и прочего давал пять тысяч чистой прибыли аналогичная метаморфоза происходила с курятиной гусятиной телятиной и так далее глина взятая бесплатно превращалась в кирпичи по две тысячи за штук из почти бесплатно взятого в карьере сырья получался высококачественный цемент по пятьсот рэ за килограмм эти данные были запечатлены на дискете такие же цифры стояли в гроссбухе предназначенном для налогового ведомства и страховых компаний из данных другого гроссбуха который мне вручил дон кратко упомянув что сия книжица предназначена исключительно для служебного пользования следовало совсем иное выходило что за килограмм свинины фирма получает двенадцать тысяч за килограмм курятины пятнадцать за килограмм цемента две тысячи и так далее тщательно перелистав второй гроссбух несколько раз и сличив его данные с цифрами на дисплее я стал усиленно соображать производить различные операции входящие в круг моих возможностей и в таком духе провел почти весь день пытаясь увязать данные первого гроссбуха с данными второго я так увлекся что не пожелал прерваться на обед и заказал себе по телефону сосиски с томатным соком который сразу же слопал не обратив абсолютно никакого внимания на их качество и товарный вид к двадцати ноль-ноль голова моя шла кругом и когда я в очередной раз закрыл глаза чтобы расслабиться перед моим мысленным взором вращались миллиарды цифр рассыпаясь на большие кучи которые в свою очередь распадались преобразовываясь в поросей гусей курей и телей а те неорганизованно разбегались в разные стороны спотыкаясь об изобильно разбросанные по всей видимой площади силикатные кирпичи и поднимая клубы высококачественного белого цемента этого просто не могло быть потому что чистая прибыль от реализации каждого вида товара в соответствии с данными второго грозбуха составляла рыночную цену на данный момент то есть если верить этим цифрам получалось что фирма продавала вышеперечисленные товары в торговые точки полным идиотам которые живут в пещерах и абсолютно не интересуются рыночным курсом или вот второй вариант фирма ни копейки не платит своим рабочим и служащим не покупает корм и исходную продукцию и не вкладывает ни рубля в развитие производства ремонт оборудования но вообще не тратит деньги и надо быть полным дебилом чтобы не догадаться каким образом фирма такие деньги получает я смею надеяться дебилом не являюсь и потому догадался проституция подумал я игорный бизнес рэкет а может оружие и наркотики во и мне стало грустно я прочитал достаточно много детективов наших и не наших и насмотрелся видео чтобы предположить с большой степенью вероятности что меня заманили в ловушку злобные мафиози для того чтобы потом подставить а размах то какой как меня собирались подставить я предположить не мог но то что подставит обязательно это сто пудов я хорошо запомнил это выражение которое частенько проскакивает у чейза там то и дело какого-то простодушного и честного идиота подставляют и он из-за этого попадает в различные малоприятные истории и борется со злом и побеждает в итоге но у нас не Америка с нашим злом бороться невозможно на некоторое время я впал в отчаяние все сходилось одно к одному подобрали накормили хату отремонтировали посадили в кабинет с компьютером когда в мой кабинет вошел нарядно одетый дон я уже был доведен до кондиции своими размышлениями и потому ничтоже сумняшеся сходу сообщил о своих опасениях присовокупив может быть немного агрессивно что вот так просто я не дамся не на того напали и долго смотрел на него как мне показалось гордо и независимо внимательно выслушав меня дон хмыкнул и почесал переносицу указательным пальцем ты мой френд однако не настолько испорчен системой как можно было предположить так вот сказал мой шеф усаживаясь на краешек стола и беря в руки левый гроссбух фирма существует уже более десяти лет на нее работают тысячи человек и никого еще ни разу не подставили как вы сударь изволите выражаться а как же к перечисленным тобой видом деятельности криминального мира фирма никакого отношения не имеет непосредственного отношения кроме того если тебе что-то вдруг покажется подозрительным ты волен в любой момент нас покинуть держать никто не будет вот так мой дорогой понятно я неопределенно пожал плечами не решил для себя как отреагировать на опровержение моих слов ну ничего все образуется успокоил дон а теперь приведи себя в порядок через десять минут мы выезжаем на дело на какое дело насторожился я и подумал ага началось на важное это секрет время для работы по-моему не того а отчего же дон широко улыбнулся и я понял что он опять каким-то образом угадывает все мои сомнения мы едем в кабак глава седьмая итак в конце моей первой рабочей недели в субботу вечером я впервые вместе с шефом отправился в кабак предварительно выслушав такое примерно наставление ты можешь пить есть слушать музыку и вообще получать удовольствие но запомни хорошенько мой юный френд именно в неофициальной обстановке в кабаке на пляже в сауне то есть там где человек не связан узами официоза наиболее раскован и где появляется гораздо более реальная возможность очаровать его своим обаянием и заставить себе симпатизировать устанавливаются лучшие контакты и налаживаются те отношения которые впоследствии перерастают в прочные деловые связи понятно я лишь неопределенно покивал в ответ поскольку еще не утратил сомнений относительно своего положения мои тревоги тут же нашли отражение в рентгеноскопических глазах шефа и некоторое время он пристально смотрел на меня по всей видимости борясь с желанием дать мне пинка и отправиться в кабак без меня наплевав на первоначальный план но как бы там ни было минут через пять мы все же уехали из офиса по мере того как это мероприятие разворачивалось оно мне нравилось все больше и больше мы передвигались с эскортом задоновской вольво следовало шевроле телохранителей и я здорово купился на обстановку я даже забыл о своих сомнениях хотя ранее не замечал за собой склонности к эффектам да и не мальчишка вроде бы уже но представьте себе ночной город магистраль поток огней стереомузыка в комфортабельном салоне ну как я на переднем сидении собранный и строгий уверенный в себе и одновременно слегка расслабленный вроде бы как до скукоты привыкшей ко всему происходящему на заднем сидении развалился мой шеф один из крутых мэнов этого города я с ним на равных ну пусть будет почти на равных какая разница в данный момент а позади нас шевроле с телохранителями не слабыми ребятами со стволами под левой рукой о мы катим к шикарному кабаку когда дон сообщил мне название я аж вздрогнул это был самый крутой кабак в городе где собиралась серьезная публика деловары покрупнее высшее звено администрации творческая элита и сливки криминального мира и телки отпад судя по слухам сам я этот кабак наблюдал только издали ничего примечательного снаружи он из себя не представлял двухэтажное каменное здание послевоенные постройки порядком облупившись панно с которого содрали лозунг наша цель коммунизм но оставили крестьянку и рабочего с мертвыми глазами наркоманов докрытые черепицы двускатная крыша требовавшая ремонта насколько я помню с 1985 года побывать в этом заведении считалось событием из ряда вон если кто-то так небрежно выдавал а вчера с тем-то тем-то вечерком заскочили в Болдина все уважительно замолкали значит тип еще тот распускают вот и представьте себе ночь огни две классные тачки заводной музон шикарный салон крутой мужик Дон телохранители моща я отпадный кореш сам по себе эдакий джи-ай ну просто обалдеть можно правда я довольно смутно представлял себе что смогу сделать для шефа ежели предположим нас у перекрестка обстреляют и спереди приторможенные машины ствола у меня не было а рассчитывать на проворство следовавший позади группы прикрытия в первые несколько секунд которые как говорится решают все не приходилось более того в случае такого расклада мы неизбежно рисковали оказаться между двух огней я далек от мысли что наши шкафчики отменный снайпер с другой стороны Дон занимал довольно устойчивое положение в городе судя по той информации которую я успел получить и в принципе на данный момент вряд ли у кого возникла бы необходимость производить его отстрел тем не менее какой-то процент вероятности такого поворота событий имел место а иначе зачем тогда телохранители вообще и этот фактик привносил в обстановку определенный элемент риска заставляющий несколько мобилизоваться и одновременно приподнимающий настроение примерно так же как при очень быстрой езде по нескоростной дороге с колдобинами крутыми поворотами и не совсем трезвым водителем я так расфантазировался что вполне серьезно ожидал при подъезде к ресторану увидеть пару рослых швейцаров сверкающих галунами левреях которые услужливо откроют двери нашего авто и поклонившись торжественно проводят в зал разумеется почести будут оказаны Дону но поскольку я с ним значит отчасти и мне тоже но увы мы проехали мимо главного входа и зарулили в небольшой дворик за рестораном освещенный неоновым фонарем там стояли четыре машины неотечественного производства и судя по толстому слою снега на этих авто их хозяева уже давно ели и пили я отряхнулся от мыслишек и вылез из машины на улице медленно падал снег и стояла тишина не характерная для городского вечера в которую очень гармонично вплеталось доносившееся через открытые форточки мягкое звучание духового оркестра ооо духовой оркестр в кабаке в наше время рэпа и компьютерной музыки в этом что-то было я почувствовал как сладко заныло под ложечкой ой что-то будет между тем дон тоже покинул автомобиль и мы направились к тыльной стороне здания открыв дверь черного хода мы спустились в подвал который представлял собой длинный ярко освещенный коридор с закрытыми дверями по обеим сторонам мне показалось странным что заведение не охраняется со стороны черного хода я даже огорченно пожал плечами выходит уровень крутизны значительно ниже чем ожидалось пятая от входа дверь расположенная с левой стороны была открыта в довольно большой комнате находились трое парней спортивного сложения двое гоняли на экране панасоника танки пользуясь приставкой а третий расслабленно сидел на круглом вращающемся стуле типа как у стойки бара и наблюдал за четырьмя маленькими экранами на которых во всех ракурсах проецировалось изображение заднего дворика и входной двери на стене рядом с парнем примастился серебристый ящик с тремя буквами БДШ чуть ниже ящика находилась большая красная кнопка а еще ниже расположилась маленькая металлическая коробочка от которой через всю стену на уровне бедра была натянута струна когда мы проходили мимо парни вежливо кивнули Дон приветствовал тем же способом а я на пару секунд застопорился рассматривая комнату и почувствовал себя самонадеянным лопухом поскольку при входе не заметил целых четыре камеры и не обратил внимания на зумерное жужжание когда открывал тяжелую входную дверь эти парни лицезрели нас с того момент как мы зарулили во двор и покажись им что-то странным разумеется они бы не нажали кнопку отпирающую электромеханический замок а при желании один из них мог легким движением тронуть струну отходящую от нижнего ящика и привел бы в действие сигнал тревоги вот миновав коридор мы по ступенькам поднялись наверх где открыли еще одну металлическую дверь зажужжавшую при нашем приближении и оказались в просторном помещении которое отделяло кухню от зала у входа в зал стоял стройный темноволосый мужик лет сорока в белой накрахмаленной сорочки с короткими рукавами и бабочкой он улыбчиво поздоровался но не подобострастно а скорее с достоинством и сообщил все готово может еще чего на что дон отрицательно помотал головой и сказал потыков большим пальцем левой руки через плечо в мою сторону спроси может этот тип еще чего пожелает мужик при бабочке вопросительно посмотрел на меня и я несколько смешался поскольку малейшего понятия не имел чего там шеф назаказывал переварив ситуацию в течение одной секунды я как мне показалось небрежно пожитейски опытный так произнес плюс маринованных лангустов с артишоками и и тошнотики чем понадеялся привести этого метра или как его там в недоумение однако как это пишут в романах на его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул он только согласно кивнул и сделал жест рукой на который откуда-то из глубины зала тотчас же вышмугнула очень симпатичная блондинка в атласной униформе с блокнотом в руках и ногами от ушей при виде которых у меня сразу перехватило дыхание метр что-то продиктовал блондинке а мы с шефом уже перемещались по лестнице на второй ярус и в процессе подъема я мгновенно представил как хорошо было бы схватить эту запыхавшуюся милашку в охапку перекинуть через стойку бара и разорвав на ней юбку с шумом и пыхтением отыметь под недоуменными взглядами почтенной публики и тут же почувствовал угрызение совести заметив всепонимающий насмешливый взгляд Дона и подумал если я и не сексуальный маньяк то уж точно двинутый на этой почве поскольку каждую привлекательную особь противоположного пола каким-то образом рискнувшую подчеркнуть достоинство своего экстерьера мне обязательно хочется тут же отыметь на фоне имеющей место обстановки причем непременно грубо и с наиболее возможным шумом так вот рентгеноскопы Дона безошибочно зафиксировали мой порыв и когда мы уселись за стол в кабинете он резюмировал тебе надо организовать постоянного секс-партнера чтобы она ежевечерняя утрахивала тебя до полного изнеможения думаю через три дня такого режима при виде женщин в твоих глазах будет появляться только легкий интерес а через неделю тебе на них смотреть не захочется поскольку ты еще не в курсе конъюнктуры я организую это дело и небрежно махнул на меня рукой когда я подался вперед чтобы с достоинством сообщить что я уже не мальчик и не нуждаюсь в такого рода протекции я тут же надулся и принялся сосредоточенно изучать обстановку решив что не потерплю со стороны кого бы то ни было диктата в сфере своих интимных увлечений а то что же получается с этой нельзя она такая-то с этой тоже нельзя а чтобы твоя эрекция не мешала продуктивному труду я так уж и быть положу под тебя кого-нибудь не переживай а не потерплю между тем обстановка в кабинете была самая заурядная обычная ничем не примечательная комната с тремя стенами в одной из которых имелось здоровенное окно с широким низким подоконником через которое хорошо просматривались не только машины во внутреннем дворе но и люди которые в них находили четвертой стены не было комната одной стороной выходила на галерею сидя за столом можно было наблюдать за большей частью зала в то время как нас разглядеть снизу представлялось затруднительным кабинет очень скромно освещал небольшой световодный ночник который вращался вокруг своей оси и мерцал голубовато-сиреневыми ростами неярких светящихся точек оправившись от смущения я уже открыл было рот чтобы задать шефу несколько дурацких вопросов но тут вплыла та самая с ногами а следом за ней притащилась еще пара таких же они были похожи как сестры это меня удивило и позабавило так здорово подобраны по кондициям и одинаково одеты троица быстренько сгрузила с подносов на стол целую кучу еды и мне с очаровательной улыбкой сообщили что тошнотики будут через двадцать минут затем пожелав нам приятного аппетита ноги быстро удалились я была опять сексонул но исходивший от блюда аромат пробудил более сильный инстинкт напомнив что я ел часов восемь назад и это были малокалорийные худющие сосиски числом три переборов однако внезапно проснувшийся аппетит я снова предпринял попытку заговорить но Дон махнул на меня рукой и приказал ешь давай только не торопись здесь прекрасно готовят привыкай смаковать а я отвечу на твои вопросы я сглотнул пожал плечами и пошарил взглядом по столу для начала налил стакан боржоми выпил залпом и крякнул от удовольствия затем пребывая в некоторой растерянности по поводу выбора блюд начал скромно жевать салат что стоял перед носом и так Дон плеснул немного коньяку в низкий пузатый бокал понюхал поставил опять на стол первый вопрос почему мы не зашли с главного входа там яркое освещение ковровая дорожка швейцары в форме мы подъезжаем к ступеням они нас встречают и вот мы с помпой следуем через весь зал под изучающими взглядами публики ты на это рассчитывал я чуть не поперхнулся ну кто сказал что телепатия чушь собачья так вот продолжил Дон всех кто приезжает в Болдина встречают именно так а здесь бывают только те кому положено будь уверен постороннему просто не откроют дверь Дон опять понюхал коньяк и медленно проглотил его со смаком заживав засахаренной долькой лимона среди здесь оттирающихся много бывшего смерда которому такой прием чрезвычайно льстит Дон махнул рукой в направлении зала вчера он шарил по карманам на толчке а сегодня вывернулся и вот вам нате я призираю этих новоришей потому что у них кроме бабок нет ничего многие из них читали только Муму и Анну Каренину по христоматии в школе и то до сих пор некоторые из этих баронов не могут понять за что же Герасим своего пуделька под паровоз пристроил Дон на несколько секунд умолк наблюдая как я расправляюсь с салатом а потом вдруг спросил подозрительно вежливо кстати о птичках ты когда-нибудь пробовал маринованных лангустов с артишоками я внимательно посмотрел на него стараясь уловить насмехается он или просто интересуется и как обычно не уловил и помотал головой рот был занят ага я так и предполагал Дон покачал головой на будущее не надо шибко экспериментировать тебе здесь подадут и крокодиловое седло под анкл Бенцом если попросишь и глазом не моргнут я же сказал закажи что пожелаешь так сказать от души ну да ладно это мелочь так вот я из принца похожу сюда через подвал не потому что боюсь чужих изучающих взглядов просто не хочу себя ставить на одну доску с этими он опять показал в сторону зала с этим понятно еще тебя наверное интересует почему я оставил телохранителей внизу да я машинально кивнул и открыл крышку одной из кастрюлек где оказались фаршированные горячие баклажаны у них работа такая охранять дон развел руками не то чтобы я держал их за людей второго сорта просто у каждого своя работа за которую каждый получает свои деньги а насчет безопасности хозяин заведения отвечает за безопасность своих посетителей здесь нейтральная территория и самое главное за последние пять лет в этом кабаке не было ни одного трупа это тебе о чем-то говорит я опять кивнул и дал себе слово есть помедленнее потому что первый баклажан проглотил в два приема до того вкусно он был нашпигован как я определил слегка поджаренный копченый осетриной я в таком сочетании эти продукты никогда ранее не пробовал и сейчас это блюдо вызвало в моих мозговых центрах просто бурю восторга кушай кушай не смотри на меня как утверждают классики тщательно пережевывая пищу ты помогаешь обществу да он почти ласково с оттенком какого-то сожаления посмотрел на меня я опять кивнул угукнул в ответ и представил себе какой у меня в этот момент вид в сравнении с моим шефом этакая наверное быстро работающая челюстями около скотская хари я чуть не поперхнулся на секунду застыл с набитым ртом и перестал жевать ничего ничего успокоил дон у тебя нормальный вид молодого здорового человека который хочет жрать так что продолжай дальше в том же духе посоветовал он я покачал головой и в более медленном темпе продолжал работать челюстями ну с вопросами покончено теперь следующее сегодня я сказал что будучи на отдыхе можно довольно успешно продолжать заниматься делом было что такое я кивнул и навострил уши наверняка сейчас он объявит что через определенное время припрутся какие-нибудь типы чтобы в нескованной официозом обстановке поддаться его доновскому обаянию и мне на секунду стало грустно не хотелось напрягаться и соответствовать хотелось пить есть слушать музыку захмелеть закурить сигарету я иногда курю вохмелю и наблюдать за залом как-то там они новые русские можешь не напрягаться сегодня никаких деловых встреч сегодня чисто аналитическая работа непринужденная и вяло текущая дон кивнул в сторону зала когда прикончишь баклажаны рассмотри людей в зале и попытайся составить об отдельных типах свое мнение я в это время немного пужую а ты можешь хряпнуть коньяку не повредит я налил коньяк в свой стакан попробовал его на вкус он был чрезвычайно хорош и уже собирался отправить содержимое стакана в себя когда дон как бы развивая тему спросил никогда не играл в такую игру психологический портрет пятиминутка он лукаво сочурил правый глаз а я неопределенно пожал плечами не распространяться же по поводу того что мгновенно определить психологические и иные параметры типа с которым предстоит иметь дело одно из главных слагаемых успеха моей прежней службы причем определить с наиболее возможной точностью иначе не успех смерть или увечье твое личное и тех кто рядом подумав что вопрос о портрете пятиминутки не случайно и дон после незначительного времени отпущенного на изучение публики начнет в изрядном темпе задавать мне задачки по характеристике того или иного типа неповерхностной оценки притянутой к среднему образу бизнесмена или крутого я их и так всех знаю ты расслабься смотри на кого хочешь и просто говори что ты думаешь об этом человеке без натяжек а я буду тебя маленько корректировать если возникнет необходимость я недоуменно пожал плечами с неудовольствием про себя отметив что за последнюю неделю начал привыкать к этому дурацкому жесту который в любой ситуации означал всегда одно и то же что тот кто это делает является лопухом несколько секунд попереживав решил однако духом не падать употребил запланированный коньячок немного подумал налил еще пятьдесят граммов и опять употребил потом даванул косяка на большое продолговатое блюдо на котором расположились лангусты переложенные какой-то дрянью по-моему этими самыми артишоками и решил последовать совету шефа и растянуть удовольствие тут притащили горячие тошнотики с пылу с жару и я махом опробовал заказ оказалось что в кухне этого кабака работают профи так делала пирожки только моя бабка немного погодя слегка ударила в голову панорама спланировала слева направо и плавно вернулась на исходную махом исчезла напряженность и осталось лишь желание расслабиться и получить кайф созерцая из укромного уголка сильных мира сего а еще захотелось скурить затягиваться крепким ароматным дымом который в непьяном состоянии меня просто раздражает до острый неприязни к курильщику не думающему о том что соседи могут не переносить этот самый дым курить можно спросил я у дона слегка скоординировав движение взбрыкнувшего было языка если не будешь смолить одну за другой хрен с вами мой френд великодушно разрешил шеф пару сигарет я стерплю вон телефон без диска подними трубку и попроси чтобы тебе принесли отравиться я ухмыльнулся как мне показалось тонко одними уголками губ и извлек из внутреннего кармана пиджака аккуратную пьезозажигалку и пачку мальбуро насмешливо с видом пожившего товарища глядя на дона я небрежно вытянул сигарету и изящно прикурил с наслаждением затянулся пару раз отчего панорама снова качнулась ты знаешь я не курю сообщил я шефу а сигареты использую как средство коммуникации и с удовольствием подумал что может быть я и не совсем точно выразился но сейчас настал черед моего патрона недоуменно передернуть плечами один ноль ну-ка ну-ка прищурился дон просвети недоумка если в разговоре с кем-либо на деловой встрече вообще при решении любого вопроса возникла какая-нибудь неувязочка или секундная заминка тут я сделал жест пачкой сигарет в сторону дона не желаете ли и вот разрядочка пауза собеседник чисто машинально берет сигарету начинает прикуривать отвлекаться у него появляется чувство временной зависимости потому что он взял твою сигарету пусть это чисто подсознательно но все же один балл в твою пользу вот так я с видом сиборита выпустил струю дыма отметив что дон внимательный и кажется с интересом меня слушает затем даже девочку в отеле где-нибудь сгробастал а у нее вдруг кончилась курева и она пожелала спуститься вниз за сигаретами а ты ей стоп у меня есть малышка не надо тебе перемещаться вот и не сбежит она среди ночи и не прихватит с собой все твои бабки с одеждой под предлогом покупки сигарет я опять ухмыльнулся и посмотрев на дон и некоторое время изучал его реакцию и помрачнел быстро взгляд его при тщательном рассмотрении был совсем не таким как мне бы хотелось заинтересованным и внимательным голый сарказм даже сквозь коньячный наплыв явственно ощутимый я недоуменно пожал плечами и скорее утвердительно чем вопросительно произнес что опять дурака свалял да нет собственно процесс обтесывания идет нормально то он слегка поморщился подвинул к себе салат из зеленого лука и свежих огурцов покачивая вилкой между пальцами в очередной раз походя истоптал мое самолюбие во-первых из тех типов с которыми тебе придется общаться как ты выразился при решении какого-то вопроса никто не курит непрестижно большинство из них даже мяса не едят и пьют только активированную воду чего там говорить сигаретах так что если ты пользуясь твоим выражением при внезапно возникшей неувязочке предложишь кому-то закурить на тебя посмотрят в лучшем случае как на идиота а потом если возникла такая неувязочка что аж курить захотелось это все провал вот так дон смолк и несколько секунд жевал салат а насчет девочек ну ежели тебе вдруг приспичило заниматься сексом в отеле можешь не опасаться что у тебя сопрут трусы из номера обслуживание в этом плане организовано на высоком уровне безопасность клиента обеспечивается с особой тщательностью это рынок малыш стыдно признаться но за минуту шеф уложил меня на обе лопатки и еще так нюансик из личной практики да будет тебе известно что приличные телки не курят Мальборо с синей нашлепкой Минздрава то он перегнулся через стол и постучал вилкой по пачке это самое Мальборо набивают из аналогичного верджинскому кубанского табака во втором цехе дуката а дамы работающие как ты выразился в отелях предпочитают сигареты выпущенные для внутреннего рынка штатов с пониженным содержанием канцерогенов они себе это вполне могут позволить я опять пожал плечами надулся и спрятал руки под стол возражать было глупо затем подувшись некоторое время я подумал а может обидеться и уйти гордо бросив на прощание что-то типа всего доброго сударь я довольно терпел на протяжении недели поищите себе другого мальчика для битья пока дон ел я в течение пары минут обсосал эту идею и уже почти утвердился в правильности ее только пожалуй следовало бы аккуратно положить на стол бабки молодых ай дон уплачено о так вполне сносно ну вот надулись теперь остается только гордо встать и уйти сморозив на прощание какую-нибудь дичь от которой за версту разит совдеповским душком дон укоризненно покачал головой если так пойдет дальше тебе будет очень непросто адаптироваться в этом мире малыш я угрюмо насупился уходить расхотелось в голосе шефа прозвучало искреннее участие и я почувствовал что он прав кто виноват в том что я опять нарвался на плюх не выделывайся дон приснул себе коньяку примерился и ухватил с тарелки здоровенную клешню я стал заинтересованно наблюдать как он с ней поступит поскольку ранее ракообразных и им подобных не употреблял и даже не имел понятия каким образом этого заказанного мной лангуста следует уплетать подержав клешню на весу дон вдруг отправил ее в рот и захрустел задвигал челюстями зажмурив глаза от удовольствия ух ты пожевав некоторое время лангуста мой патрон извлек изо рта то что осталось и аккуратно положил к себе на тарелку ну что отвлек внимание он рассмеялся не злобиво так обаятельно у меня есть своя личная концепция я разумеется тебе ее не навязываю это просто моя точка зрение тут он ухватил вторую клешню что-то сделал с ней на тарелке ножом я не успел заметить потом в два приема высосал содержимое и показал мне хитиновую оболочку внутри ничего не осталось вот так надо так вот человек сам определяет отношение окружающих к себе это хорошо прослеживается если каждый поведенческий эпизод проанализировать особо мне ничего не оставалось как внимательно слушать если ты почувствуешь что ситуация начинает выходить из-под контроля надо замереть мысленно вернуться в исходную точку и просчитав варианты возможных ошибок принять меры к восстановлению баланса туманно я кивнул действительно пока туманно это я насчет обид пояснил Дон обиды это очень скверная штука мой френд это даже хуже чем удар в челюсть средней силы от обиды резко возрастает нагрузка на ЦНС возникает явная предрасположенность к различным психофизиологическим сдвигам я уже давно не обижаюсь тут мой патрон развел руками и склонил голову на бок как бы представляясь прошу любить и жаловать вот ну совсем не обижаюсь и все тут с некоторой рисовкой я тут же решил что он мне подыгрывает опускается до моего уровня ну-ну да не обижаюсь что есть обида не сбывшаяся надежда обманутые ожидания не оправдавшийся расчет ты ожидал что в отношении тебя поступят так-то и был уверен в этом а поступили иначе ты рассчитывал что к тебе или к твоему поступку отнесутся так как тебе этого хотелось а получилось наоборот как в твоем случае что бы ты ни предпринял над тобой всегда посмеиваются пусть опытный неглупый человек в два раза старше тебя все равно обидно черт побери ты же не котенок который слепо тыкается носом в поисках оптимального положения для захвата титьки ты опытный ловкий бесстрашный боец долгое время командовал людьми которые привыкли иметь дело с опасностью и наверняка они тебе беспрекословно подчинялись а тут на тебе всего неделю на новой работе и уже попал в разряд мальчиков для битья да еще положение твое не совсем прояснилось трудно определиться с моделью поведения дон на некоторое время умолк лукаво рассматривая меня видимо ожидал какой-то реакции я спокойно и дружелюбно наблюдал за ним ну ну у меня такое правило если не дай бог чувствуешь что собрался обидеться быстренько посмотри где ты совершил ошибку да да если ты обиделся значит ты ошибся это аксиома это значит что ты оказался глупее того кто тебя обидел потому что он на это рассчитывал а ты не предусмотрел такой возможности ну а если не было никакого расчета а все получилось само собой значит ты лопух вдвойне сам загнал себя в пиковую ситуацию тут надо моментально реагировать и уравнивать положение хуже всего ежели ты обижаешься на одно и то же повторно это как в притче о трансформаторе и бутылке водки слышал нет не слышал я отвечал ровно уже успокоился и немного заинтересовался что-то в этом было ну трансформатор он большой страшный гудит и куда не сунь голую руку долбает током у каждого человека разная сопротивляемость организма вот пришли к трансформатору трое мужиков зная о том что какой-то урод запрятал в будке пузырь один просунул руку между шин его долбануло как следует но остался жив больше не полез хрен с ней с бутылкой второй решил попытать счастье и так и этак прилаживался в конце концов его долбануло так что он тут же и умер а третий понаблюдав за ними взял длинную палку потом поскреб подбородок выключил рубильник обесточив весь район и даже после этого рукой туда не полез достал пузырь палкой вот так-то друг мой я покачал головой притча мне не понравилось во-первых очень было похоже что дон эту притчу тут же на ходу придумал для вящей убедительности поскольку ничего похожего ранее я не слышал во-вторых он по-моему опять давал мне понять ты дебил уже неделю общаешься с таким прекрасным человеком как я и так и не сумел подтянуться до необходимого уровня а может кажется но не бери в голову дон взял бутылку и плеснул мне коньяку ты довольно неплохо развит для своего возраста и имеешь массу достоинств которые и побудили меня с тобой связаться я просто хочу немного тебя обтесать если будет угодно образовать ты уж пожалуйста не обижайся видимо преподавательская привычка кроить младшего под себя очень живуча я думаю ты понимаешь а посему расслабься и наблюдай за публикой я так и сделал а про себя крутанул на память узелок мне всегда нравились доморощенные концепции хоть чем-то отличные от традиционных или пусть не особо уж и отличные но раскрывающие проблему с несколько иной точки зрения ведь это очень просто если разобраться почему я не догадался ранее анализировать свои обиды доискиваться до сути до первопричины так сказать учитывая то обстоятельство что я просто ужасно обидчив эта концепция возможно в прошлом могла сослужить мне добрую службу возможно как утверждает шеф моя ЦНС совсем не пострадала бы освой я эту самую концепцию накануне развода я расколупал несколько клешней ничего замечательного для себя в них не обнаружил попробовал фигурно нарезанные овощи предположительно артишоки я их ранее никогда не видел тоже так себе дрянь какая-то потом ел пару кусков буженину употребил коньяк который наличествовал в стакане и вдруг почувствовал себя совершенно сытым и в меру захмелевшим даже говорить не хотелось отодвинувшись от стола я поудобнее устроился в кресле закурил вторую по счету сигарету и принялся наблюдать за публикой минут через пятнадцать Дон прервал процесс насыщения и поинтересовался ну как оценил интерьер я неопределенно пожал плечами сначала хотел было сделать заявление по поводу того что готов сходу разложить по полочкам любого кто попадется в поле зрения но потом вспомнил про обидную концепцию и решил не выкобениваться а затаиться пока что тогда расскажи мне пожалуйста что ты думаешь вон про того типа за третьим от эстрады столиком вон прямо по центру я кратко изложил свои соображения и оказался прав почти на сто Дон удовлетворенно хмыкнул и несмотря на свое обещание не особо меня напрягать в течение около получаса гонял меня по оценочным характеристикам посетителей явно преследуя какую-то цель внезапно он прекратил экзамен и предложил мне самому выбрать объект поискав взглядом по залу я уже собирался было открыть рот чтобы выдать свое мнение о намеченном представителе публики и вдруг понял и закрыл рот в растерянности уставившись на шефа Дон понимающий усмехнулся и потер ладони тебе понадобилось достаточно много времени чтобы понять очевидную истину мой друг знаешь иногда очень трудно объяснить что-то на пальцах практически невозможно но достаточно один раз показать в натуре чтобы все стало понятно Дон неожиданно достал из пачки лежавшей на краю стола сигарету понюхал ее повертел в пальцах и положил обратно я когда-то очень много курил в день по две три пачки причем меня не устраивали легкие сорта обязательно надо было что-то типа примы или папирос север ты наверное и не застал такие мне стоило неимоверных усилий бросить потом я на протяжении долгих лет развивал в себе силу воли если ты заметил в моем доме в самых доступных местах лежат целые блоки американских сигарет настоящих американских поначалу это было схоже с мазохизмом представь себе у тебя под носом лежат прекрасные сигареты и ничто тебе покурить не мешает а ты не куришь потом я привык настолько привык что перестал их замечать кажется мелочь однако если ты себя приучаешь каждый день бороться с какой-то маленькой слабостью и борьба это успешно это имеет огромное значение каждый день маленькая победа понимаешь любая победа это радость удар по какому-то комплексу Дон прикрыл глаза и потер переносицу большим пальцем левой руки это я так чтобы отвлечься что-то ты уж посерьезнел ладно я еще немного пожую а ты не торопись с выводами посоображай я соображал с того момента как аппендикс истории лопнул и в брюхе нашей многострадальной державы развился перитонит я как и многие другие среднестатистические совки хотел поближе познакомиться узнать что же из себя представляют эти самые новые русские крутые парни бизнесмены и воротилы черного нала нефти и сельхозбароны и так далее потому что мы о них толком ничего не знали мы несмотря на происходящее где-то изменения и оглушительные крики о новой жизни и демократии продолжали по инерции жить как и прежде молотили за получку экономили гроши простаивали в очередях и жрали что попало ненавидя быстро надоевшую рекламу которую пихали какие-то дебилы в самые интересные места передач и с интересом смотря СНГ боевики про мафию даже сейчас в относительно устоявшийся период свободного функционирования частного предпринимательства и ему сопутствующих структур на улице и в других общественных местах бросаются в глаза молодые и среднего возраста люди хорошо как бы сказали лет десять назад по-западному одетые с холенными лицами раскованными манерами уверенные в себе новые русские на новых иномарках и почему-то почти всегда коротко стриженные ежики с ежиками зацепился так без задней мысли сообщил мне мой подчиненный пару лет назад когда я поинтересовался от чего это у него ухо надорвано двоих чисто слепил а с третьим повозиться пришлось хотел сучара из ствола шумнуть пришлось его конкретно приложить как потом выяснилось мой лейтенант покупал пиво возле общаги и совершенно случайно попал в мини-разборку только благодаря тому что я уже к тому времени имевший определенный статус в том городе где служил умел оперативно законтачить с одним крутым и прояснить ситуацию парень остался в живых вечером следующего дня пострадавшие намеревались устроить засаду каким-то образом узнав что тот собирается на свидание в другой район вот так вот я профессиональный военный несмотря на то что отдал армии почти 10 лет патологически не переношу однообразие безобразно но однообразно лозунг прочно въевшийся в психологию армии которые есть плоть от плоти своего народа но в армии этот постулат оправдан суровой необходимостью если каждый солдат по-своему заправит свою кровать в казарме будет бардак а ежели полевая форма офицера будет чем-то отличаться от солдатской в боевых условиях снайперы с той стороны перещелкают все командование еще до начала боя с этим можно согласиться но зачем четко спланированное однообразие на гражданке одинаковые коробки домов одинаковые квартиры с однообразной планировкой в недалеком прошлом одинаковая школьная форма в которую были упакованы дети обучавшиеся по одинаковой общеобразовательной программе сотни тысяч костюмов и платьев отштампованных на поточной линии носите одинаковые даже машины легковые на огромную страну менее десяти моделей с незначительными вариациями зато много и одинаковые и вот на фоне однообразной совковой массы этакого серого быдла вдруг холеный ежик на бмв я всегда с уважением относился к этим самым крутым они как бы бросали вызов противопоставляли себя этому обществу больному и разлагающемуся для большей части которого высшей точкой наслаждения было нажраться до умопомрачения и если повезет устроить свинскую драку у чужого подъезда с пьяными куражливыми криками а если повезет еще больше с грехом пополам задрать подол у такой же до опупения пьяной чужой жены и под взвизги и дикий ор подергаться между ног независимо от результата потом можно будет долгими однообразными вечерами вспоминать об этих лихих делах и смаковать подробности я всегда считал что это люди иной формации действительно новые будущее России и вот в этом элитарном кабаке хорошенько приглядевшись я с изумлением обнаружил однообразной формовки публику они были похожи как манекены с одного завода холеные румяные лица средней толщины практически мало варьированные одинаковые хорошие наряды в основном строгие классические костюмы типа как у меня одинаковые жесты и сленг манера разговаривать я впервые заметил такое в передаче на медне где может помните так манерно с вами прощаются пока вот и эти практически все разговаривали именно так как будто кто-то для элиты открыл курсы по освоению фальшивой интонации даже женщины у них были одинаковые практически все в мини-юбках или подчеркивающих прелести платьях акцентированно чувственные гиперсексуальные какие-то игривые готовые отдаться тут же за столом или на столе сильно нервные и капризные до той поры пока самец в хорошем расположении духа но самое главное ежики независимо от возраста ежики я всегда носил очень короткую стрижку но только потому что приходилось вкалывать до седьмого пота до отупения как выражался мой бывший ротный а эти ежики большей частью сидят в офисах в кабинетах чего они так стригутся или это отличительный признак кастовости иномарка баксы и ежик я посмотрел на дона он медленно поглощал грузди в сметане интересно сколько сейчас по зиме стоит груз дочки отборные крепенькие в меру маринованные дон был совершенно не похож на этих ежиков если его выдернуть из кресла и в центре кабацкого зала поставить на стол он будет разительно контрастировать с окружающими на фоне ежиков мой шеф с утонченными чертами лица одухтворенным взором и львиной гривой с красивой серебристой просенью выглядел аристократом из лондонского высшего света годов от 20-х в немецкой пивной среди багрово-лицах бюргеров и потом многолетняя деятельность в сфере бизнеса не уничтожила его манер преподавателя университет ну что анализ потихонечку завершается дон пожевал грузди и оторвал меня от размышлений мало было просто утверждения что быдло и есть быдло это просто сотрясение воздуха нужно было показать механизм в работе малыш это не новые русские как ты их себе представляешь это твари которым благодаря острым зубам удалось урвать кусок получше и заскочить повыше туда где менее загажено для них всех главная задача хапнуть и отвалить я многих из них знаю дон потянулся через стол и прищурился если задаться целью посчитать по-настоящему деловых хватит пальцев одной руки остальные либо тянутся изо всех сил до этой категории либо занимаются чистейшей воды уголовщиной там где при небольшом приложении интеллекта им бы обломилась прибыль действуя они в соответствии с существующим законодательством настоящих новых русских то есть прогрессивных деятелей работающих на дальнюю перспективу очень мало друг по крайней мере в нашем городе да вот тебе обращик видишь за фикусом справа от эстрады сидит один в компании трех малолеток я глянул туда за столом разварился здоровенный азербайджанец с неуставной прической и серьгой в правом ухе на нем была разноцветная приталенная рубашка с глубоким вырезом открывавшим сильно волосатую грудь на коленях он держал пьяную пташку лет шестнадцати или около того еще две такого же возраста белоголовые особи сидели рядом лопали мороженое из хрустальных вас и заразительно смеялись над чем-то о чем рассказывал их хозяин соседи недовольно морщились а когда оркестр смолкал гоготание трех немфеток по всей видимости было слышно и на ближайшей автобусной остановке я покачал головой и ухмыльнулся а что новые русские бывают такими да он развел руками деск чем богат этот любитель девочек всего три года в нашем городе и за это время он подмял под себя все коммерческие ларьки центрального района ларьки вроде бы что такое ларьки а это восемьдесят процентов торгового оборота района улавливаешь его зовут мерза и он испытывает патологическую страсть к блондинкам малолеткам как он объясняет это основная причина по которой ему пришлось уехать из Баку там очень мало блондинок еще меньше малолетних блондинок и уж совсем мало блондинок малолеток которые дают напропалую даже не за бабки а так мужик клевый потому что и в ресторан водит а как же ему удалось за три года а он крутой парень хитрый как лиса зубастый как крокодил и при всем при этом он один из немногих в этом городе кто придерживается перспективного планирования поступается сиюминутной прибылью ради будущего процветания и обладает страшной работоспособностью которая на фоне я бы сказал первобытного интеллекта дает потрясающий результат вот некоторые характеризующие моменты он регулярно без задержек платит братве однако же именно он года два назад договорился с главой группировки района о постоянном контроле за безопасностью своих торговых точек и выложил солидную сумму на оборудование ларьков средствами сигнализации остальные до сих пор в случае чего бегут к автомату на углу если получается добежать а в его ларьках кнопочка под прилавком в его ларьках торгуют только молодые и симпатичные не потому что он их всех трахает на такой объем его чисто физически не хватит я понимаю потому что молодая и симпатичная может привлечь к прилавку больше клиентов правильно эти молодые и симпатичные дочери и жены его знакомых он не берет продавцов с улицы и тем застрахован от случайностей он хорошо платит своим продавцам и делает щедрые подарки городским властям и боевикам помимо платы а это здорово располагает сам понимаешь он никогда не обманывает налоговую службу боевиков заметив что я удивленно поднял брови Дон пояснил периодически осуществляются проверки соотношения дохода и затрат бухучет так сказать этим занимаются профессиональные экономисты работающие на братву четверо предшественников мерзы умудрились в течение года крепко пролететь из-за своей жадности а этот держится и хорошо держится а у него самого какое образование у него окончил восьмилетку в горном селе он каждые полгода нанимает специалистов которые путем анкетирования исследуют потребительский спрос поэтому в его ларьках есть то что пользуется наибольшим спросом причем он разрешает своим молодым симпатичным сбрасывать до 40% стоимости товара если кто-то покупает оптом проще было бы снизить цены на несколько процентов сразу бы разобрали весь ларек вернул я как мне показалось вполне резон но уж нет дон усмехнулся цены нельзя произвольно снижать за это придется ответить а вот мелкооптовая торговля со скидкой это просто гениальный выход из положения банка пива стоит в ларьке три тысячи рублей и в центре и на окраине а в упаковке по полторы штуки если берешь всю сразу но так называемому среднему гражданину упаковку не потянуть это же понятно понятно а если пять мужиков скинуться все получается да согласился я в результате товарооборот центрального района в два-три раза быстрее чем у остальных соседи на него наверное зуб точит сидит мерза крепко ему наплевать на этот зуб в летние месяцы он делает большие бабки на прохладительных напитках понятно жарко пить всем хочется тогда почему остальные не получают и трети того что имеет мерза спросил дон и хитро взглянул на меня потому что центральный район самый многолюдный да но у нас в городе основная зона отдыха расположена в кировском парке аттракционы и так далее тогда почему же основной вал у мерзы получается на остановках представь себе ларек стоит от остановки буквально в двадцати метрах совсем рядом и тем не менее утром с семи часов до девяти и вечером с пяти до семи мерза прямо на остановках высаживает десант по две-три милашки с пятью или шестью аппаратами для охлаждения воды и одноразовыми стаканчиками для чего же ларек близко а вот для чего человек спешит на работу ждет автобус боится опоздать потому он не побежит к ларьку за двадцать метров и кроме того у ларьков с водой как правило скапливается очередь трудно быстро отпускать в одно окошко вот представь ты торопишься глядишь на часы а пить хочется решаешь рискнуть бежишь к ларьку выжидаешь минуты три в очереди берешь стакан ледяной фанты а вот он автобус у тебя альтернатива или застудить горло залпом проглотив ледяной напиток или бросить все и стремглав мчаться к автобусу верно верно а тут ты стоишь на остановке спокойно ожидая автобус посматриваешь на дорогу и не торопясь смакуешь напиток который тебе вручила молодая и симпатичная рядом стоят еще две такие же у них и магнитофончик играет настроение создается вот ты с этим настроением и выпьешь еще один стаканчик мелочь может быть но таких мелочей у мерзы целая куча и все они составляют его выдающееся положение в сравнении с остальными мне оставалось только соглашаться со всем о чем говорил Дон я и сам думал что такие как мерза будущие нашей экономики сервиса создатели нашего хорошего настроения и комфорта за бабки разумеется они новые русские однако пока их очень мало действительно можно по пальцам просчитать зато хищников пруд пруди и это печально парадные двери растворились и по центру зала медленно прошествовала группа людей еще один ежик средних лет здоровенный упитанный с надменным видом рядом с ним шел метр который встречал нас с Доном и они о чем-то беседовали чуть поодаль перемещались трое шифоньеров очень похожие на ежиков но помоложе и настороженно оглядывали зал благополучно продефилировав по центральному проходу они поднялись по лестнице и скрылись в одном из кабинетов судя по тому что этот тип приперся в сопровождении охраны несмотря на безопасность заведения можно предположить что он основной мафиози осторожно выступил я внимательно глядя на шеф опасался нарваться на снисходительную усмешку то он задумчиво проводил процессию взглядом и вопреки ожиданиям очень серьезно ответил это сложный случай мой френд ты почти угадал это губернатор области ты наверное частенько видел его по телевизору только те кто с ним не телохранители двое из них члены городского совета а третий замначальника УВД ты можешь мне не поверить но все трое сыновья губернатора вот это семейка глава восьмая итак я ждал Дона в сквере героев революции сквер полностью просматривался с того места где я стоял и в поле зрения попадались лишь алкаши пред и после пенсионного возраста почти все одетые в неудобно носимую рванину типа той что имел Гоши они вяло переругивались и трясущимися руками открывали разнообразные емкости чтобы побыстрее опустошить все были заняты и хорошо вписывались в окружающий загаженный пейзаж здесь я заметил бы Дона с расстояния действительного огня из автомата поскольку Дон изрядно упакованный интеллектуал которого можно было бы как я полагаю сразу выделить из порядочного скопления народа на любом светском рауте прождав минут пятнадцать я слегка обиделся и стал вслух обзывать Дона награждая его различными незамысловатыми эпитетами не часто употребляемыми в прозе отечественных авторов еще через пять минут это занятие мне надоело я вообще никогда не мог рассердиться на шефа серьезно несмотря на то что поводов было хоть отбавляй я сел на лавку она оказалась незанятой в самом центре сквера и принялся размышлять при детальном рассмотрении дело принимало скверный оборот раньше я как-то об этом не думал в процессе подготовки к акции всем моим извилинам была задана установка на детальную проработку различных нюансов которые могли бы возникнуть при каком-либо отклонении сработал хорошо отлаженный рефлекс военного добросовестного военного который получив задачу не думает о возможных последствиях поскольку не сомневается в правильности этой самой задачи а ищет только наиболее оптимальные варианты решения в данном случае мне никто задачу не ставил но я решил что так будет правильно и потому без страха и без сомнений занялся делом вот так а теперь после выполнения акции я засомневался как-то Дон отнесется к моей скромной персоне это ведь убрать Берковича составляло определенную трудность а в случае бесспорного установления факта насильственной смерти очень просто будет проследить кому же это выгодно на данный момент это в первую очередь выгодно Дону и если с органами правопорядка у него не возникло бы особых осложнений то с представителями этой самой корпорации членом которой он хотел этого или нет все же являлся в силу объективных причин подобные штуки просто так с рук не сходили тогда я твердо решил проводить акцию и тщательно изучил среду обитания Берковича прекрасно понимая что он является важной фигурой сопредельной структуры его банк служил для безболезненной и относительно безопасной отмывки крупных сумм черного нала я не особо разбираюсь в экономике к стыду своему хотя и провел почти полгода в фирме у Дона но одно знаю железно теперь этой самой сопредельной структуре не оставалось ничего другого как идти на поклон к Дону поскольку в радиусе видимости и слышимости только он располагал различными предприятиями и организациями они находились в его безраздельной власти я имею ввиду легальные учреждения которые могли из грязных денег делать чистые вот такой расклад да еще был вариантик эта самая сопредельная структура если бы объявился предлог могла начать войнушку местного масштаба и ухайдокать Дона и его людишек так как она располагала более серьезными силовыми резервами но предлог должен был оказаться весомым все детали нынешнего механизма сосуществования настолько хорошо пригнаны и отлажены в течение многих лет на его постройку ушло столько крови и средств а сама работа его давала такой доход что решиться сломать его можно было лишь имея достаточный для этого повод так вот если бы вскрылось что кончина этого гения бизнеса вовсе не несчастный случай в подъезде а хорошо спланированная акция и акция эта исходит от Дона что я есть для Дона реальная опасность ненужный уже исполнитель единственный свидетель и убийца ежели Дон решит что я недостаточно надежен после того как узнает об акции возможно уже вечером в морг клиники имени Семашко доставят еще одно тело вот так раньше об этом не подумал а надо было сейчас я фактически находился в безвыходном положении все зависело от Дона я встал славки прошелся по аллею полюбовавшись на пьющие в столь ранний час отбросы общества вернулся обратно и опять усевшись стал напряженно размышлять очень трудный человек Дон я много времени работал с людьми для своего возраста не такого уж солидного достаточно хорошо знаю особенности и личностные качества различных натур Дон этот человек загадка хамелеон метаморф психологического плана если хотите прожив с ним вместе полгода я его не понял и теперь припоминал рылся в нюансах пытаясь определиться как же быть признаться поскольку если не признаться он все равно сделает соответствующий вывод ежели уже не сделал или брать все что есть ценного и мотать куда подальше с насиженного места начавший благополучно складываться жизни черт те что я ужасный трус сколько себя помню всегда чего-нибудь боялся в детстве боялся что злые мальчишки отберут деньги и поколотят став чуть постарше боялся что буду гулять где-нибудь с красивой девчонкой и нас встретят бессердечные хулиганы и затащат в подвал завывая от восторга где меня естественно привяжут к трубе парового отопления предварительно жестоко избив а ее зверски изнасилуют на моих глазах поэтому я старался избегать красивых девчонок чтобы полностью исключить такой вариант а для того чтобы не быть избитым при других обстоятельствах я прилежно посещал старика китайц который обучал меня и еще каких-то шишкарских детей ушу когда я поступил в военное училище там стал бояться что как-нибудь на стрельбище меня подстрелит мой же товарищ двоечник не из злости а так нам неоднократно зачитывали сообщение о том что кто-то где-то кого-то подстрелил из-за преступной халатности потом окончив училище я попал в войска и никуда нибудь а в такое лихое подразделение где надо было держаться изо всех сил там я стал бояться что какой-нибудь из так называемых дедов или целая группа каким-нибудь образом могут подорвать мое офицерское достоинство предпосылок было хоть отбавляй в этот период было много других страхов но на них я подробно останавливаться не стану это отдельный разговор он скорее будет уместен в качестве хорошо продуманного трактата типа некоторые особенности становления личности молодого человека в административно командной системе почему-то никто такого трактата еще не накатал в помощь таким как я чтобы не набили себе синяков и шишек нигде я не читал что делать молодому лейтенанту когда например подчиненный будучи в два раза здоровее посылает его при всей роте на три буквы а больше никто из опытных офицеров поблизости не показывается как быть если ты узнал что насильно отпетушили одного из слабых бойцов а ты в роте опять же один и надо срочно принимать какие-то меры что предпринять если по команде неформала рота ложится на плац и ее не поднимешь ничем есть обструганные отшлифованные системы воспитания и методики поэтапной профилактики состряпанные штабными полковниками и прочим ученым людям в погонах предписывают и сжигать то что закладывало общество в течение 18 лет в пацанов призванных с достоинством и честью защищать интересы народа именно в этот первоначальный период в обстановке ломки и жестокого прессинга формируется характер и мораль будущего винтика который крепит бронированные пластины к непрочному каркасу империи и от этого периода зависит войдет этот винтик точно по резьбе плавно и без скрежета или его придется забивать кувалдой срывая резьбу так так вот один замечательный мужик которого мне посчастливилось встретить на своем жизненном пути изложил свою концепцию которая помогает бороться со страхом а может это была не его концепция вовсе а чья-то заимствованная в первую очередь мужик этот меня успокоил выслушав мою исповедь он заявил что таких как я пруд пруди если вообще не все то есть я явление невыдающееся как до этого предполагало вполне ординарное а не трусы только ярко выраженные идиоты или мастера духа как он выразился по его системе выходило что страхи преследующие человека в короткий промежуток времени пока он находится на этом свете не что иное как толчки или сигналы посылаемые из-за барьера вот ах да некоторые могут поинтересоваться что это за барьер такой так вот как считал мой приятель человек это патологический интеллектуальный и сенсорный коллег другими словами дебил вселенной как изволил выразиться господин Саймак который Клиффорд дебил потому что несмотря на большую мозговую массу и обилие самостоятельных мозговых центров он почему-то пользуется только пятью чувствами и малой частью серого вещества обидно да а обусловлено данное явление тем что некто кто мой приятель не стал называть оставив этом не додумывать заблокировал сознание человека его сенсорные возможности оставив в рабочем состоянии только необходимый участок мозга пригодный лишь для самых элементарных ощущений и однотипных мыслительных процессов для чего этот самый таинственный некто такую штуку отмочил приятель объяснять не счел нужным возможно преследовал какие-то личные цели однако акцентировал внимание на том что этого некто человек вполне устраивает в таком качестве как сейчас и в ближайшее время не стоит надеяться на снятие барьера ну вот из-за этого самого барьера постоянно идут сигналы которые мы считаем страхом а сигналы это не что иное как ответная реакция за барьерного сознания на проблему прошу прощения за домороченную формулировку ведь в самом деле у нас возникает столько проблем требующих решения которого мы не находим проблемы от этого тем не менее не пропадают тяжелыми булыжниками залегают в самые дальние уголки долгой памяти давят на психику потихоньку делают нас ипохондриками или еще как там неврастенниками и так далее сознание из-за барьера кричит что проблему решить очень просто а мы не понимаем чего оно от нас хочет и только ощущаем в некоторых случаях уколы смутного беспокойства в других постоянную безотчетную тревогу а иногда панический страх ужас то есть в общем дебил иногда правда что-то из-за барьера прорывается это у нас принято называть по-разному либо эвристическое мышление либо просто и скромно гений из этой концепции следует что пока есть страх есть решение любой проблемы если страха нет тогда проблема неразрешима судите сами все знают когда-нибудь придет старость а с ней неизбежная смерть и никто этого не боится потому что никто этого предотвратить не может все знают что день кончится и на землю опустится мрак это никого не обескураживает хотя я думаю что это обратимый процесс исходя из этой самой концепции потому что многие ощущают чувство смутного беспокойства когда наступает время заката затем концепция предписывает а впрочем довольно остановлюсь на борьбе со страхом перед насильственной смертью и болью эти страхи самые сильные базовые можно сказать они во многом определяют модель поведения субъекта в той или иной ситуации основополагающее требование концепции предписывает всегда быть готовым к самому худшему и не делать из этого трагедии а в принципе просто ежедневно анализировать ситуации которые могут с тобой произойти проигрывать их в самых разнообразных вариантах предполагая самые наихудшие исходы например спишь дома в уютной постели в кромешной тьме и вдруг просыпаешься среди ночи от непонятно чего и вздрагиваешь от каждого звука пытаясь определить что это такое иногда бывает а ты представь себе что в комнату через форточку проник мерзкий убийца с автоматом и в упор тебя расстреливает причем представь это в красках напряги воображение так чтобы сердце йокнуло адреналин в кровь поступил пули смачно вонзаются в твое тело оставляя ужасные раны фонтанирует кровь а или идешь ты по улице возле какой-нибудь стройки а в это время сработающей пилорамы срывается вращающийся диск и по прихотливой случайности тебе на ходу отрезает голову опять кровь лохмотье кожи мясо опять сердечко йок адреналин и так далее до бесконечности поначалу неприятно но потом привыкаешь и относишься к таким вещам уже философски однако не поймите привратно концепция предполагает проработку всех кошмарных ситуаций с разными исходами и большая часть из них зависит от того как ловко вы обуздаете создавшееся положение типа видеоигры отстрелялся фанфары и второй уровень нет траурный марш и дубль первый в итоге должно получиться что тебя никакая экстремальная ситуация врасплох не застанет и потихоньку начинает пропадать изначальный страх перед болью как предвестником смерти и самой смерти я горячий сторонник этой концепции можно сказать адепт хотя поначалу над ней смеялся слишком уж просто все лучшие умы человечества бились над проблемой смертного страха и продолжают биться а тут на тебе играй в кошмарики и победишь однако следуя советам своего приятеля я со временем убедился что концепция очень действенна и здорово помогает в жизни вот так в общем всем она хороша если не брать во внимание тот факт что ее создатель не так давно зажмурился в ночь на Ивана Купалу когда его сынишка вредный шалопай двенадцати лет который понятия не имел о папочке на мучение показал в окно родительской спальне тыкву со свечами внутри и пару раз рыкнул мамаша жена создателя концепции истошно завопила бросилась на улицу чтобы надрать задницу негоднику а папашка скоропостижно скончался от разрыва сердца я однако оказался не совсем хорошим учеником потому что сидя в сквере на лавке в ожидании Дона едва не воскликнул от неожиданности когда мне в затылок уперлось что-то твердое и кто-то тихо сказал не делай резких движений пистолет с глушителем так что будет только пуп и все вставай и спокойно топай к выходу не оборачивайся если ты меня увидишь я буду должен тебя убрать ну давай раз два когда меня здорово напугают я почему-то начинаю очень быстро соображать возможно это качество выработалось благодаря моей прежней деятельности как-никак я прослужил шесть лет в спецназе и при этом мне удалось скрыть от всех что я безнадежный трус опугали там так часто что поверьте на слово иногда это просто надоедало сидеть и часами трястись мы двигались по аллее к выходу из сквера точнее не к выходу его как такового не было просто аллея упиралась в ограду из декоративного кустарника высотой в метр чем-то проход через этот кустарник вел прямиком на проезжую часть безлюдной улочки мы уже приближались к этому проходу через десяток шагов я смог разглядеть черную крышу какой-то нерусской машины видневшуюся из-за кустарника так убивать меня не собираются по крайней мере сейчас иначе зачем машина и приказ не поворачиваться и не смотреть могли бы с успехом шлепнуть прямо на скамейке пистолет с глушителем и выстрел из него прозвучал бы не громче чем хлопок пробки от шампанского хотя сомневаюсь чтобы в этом сквере кто-то пил шампанское как он однако собирается крывать свое лицо от меня при движении в автомобиле там наверняка есть зеркало кроме того я буду садиться в салон на меня по всей видимости захотят нацепить наручники а при этом они должны будут крутить меня из стороны в сторону потом я буду выходить из машины а вот это не обязательно меня могут выкинуть на ходу предварительно проломив голову чем-нибудь тяжелым или еще как-нибудь лишив жизни придушив леской или платком привычка прорабатывать ситуацию во всевозможных вариантах сказывалась и сейчас я прокручивал эти варианты один за другим предполагая самую плачевную концовку за рулем машины сидел какой-то необъятный тип такого мощного торса и толстенных рук я пожалуй еще не встречал рядом с ним находился какой-то тощий субъект их как будто специально посадили рядом для того чтобы кто-то со стороны поприкалывался субъект почему-то даже не посмотрел в нашу сторону на заднем сидении оказались еще двое судя по просевшим колесам машины которая вблизи оказалась фордом мустангом и широченными плечами эти ребята раньше несомненно что-то таскали толкали или метали интересно куда же меня посадят и почему никто из них не смотрит в мою сторону машине я обязательно их рассмотрю не будут же они всю дорогу прятать от меня лица мешок на голову набрасывать неприлично по городу будем перемещаться так так один из здоровяков высунул в окошко банку из-под майонеза закрытую капроновой крышкой в банке находилась какая-то тряпка тот что стоял позади меня ткнул стволом под ребра и вкратчего посоветовал открой баночку вытащи тряпочку прижми кличику и шесть раз глубоко вдохни милейший давай давай у нас самообслуживание я взял банку и несколько секунд помедлил соображая так так я вообще-то не слабый пацан а судя по голосу тот что сейчас тычет мне ребра стволом опасности в физическом плане не представляет кроме того он здорово ошибается стоя так близко с оружием однако если я выключу этого остаются еще четверо причем не слабые парни и разумеется не без стволов нет тот что сзади не ошибается по-видимому он знает что я тот сдержанный товарищ который не станет бросаться на пушку предвкушение перспективы запачкать своей кровью общественную мостовую предварительно не убедившись что другого выхода нет а что в баночке начал я не надо прикидываться милейший без нажима сказал тот что сзади в баночке хлороформ так им же отравиться можно возмутился я он сколько случаев травится пачками хорош выпендриваться мой конвоир слегка повысил голос здесь минимальная доза ты будешь в отключке буквально пятнадцать минут давай дыши и поехали ну что ж по крайней мере мне дышать разрешили уже хорошо однако что-то долго я стал соображать а потому не придумал ничего путного относительно модели поведения в сложившейся ситуации а также у меня совершенно не было времени на обдумывание сейчас надышусь а потом очнувшись окажусь носом к носу с вопросами на которые надо немедленно отвечать ко всему прочему я еще и неисправимый врун с детства приходилось изворачиваться в отрочестве я покуривал и отец меня за это дело сами понимаете и это мне не нравилось естественно однажды Васька Данилов научил меня как обманывать чтобы не учуяли запах раньше я применял лавровый лист чеснок зубную пасту но когда делаешь сильный выдох из потаенных глубин легких в нос принюхивающегося человеку устремляется предательский запах даже спустя два часа после курения а метод таков когда тебя заставляют дышать на нос родителя воздух надо вдыхать а не выдыхать старинный между прочим метод но не для каждого удобный звук получается практически один и тот же а чтобы не ощущалось отсутствие дуновения надо в момент вдоха чем-нибудь отвлечь внимание противника руками дернуть или с ноги на ногу переступить и соответствующее выдоху движение грудью мы с сообразительным Васькой долго тренировались и скажу без ложной скромности достигли блестящих успехов со временем я отточил мастерство и позже применял его на практике когда учился в военном училище здесь уже для сокрытия сивушного выхлопа который получался в иных случаях просто ужасном вследствие употребления самогона или дешевого вина доступного курсача может попробовать разница лишь в том что процесс диаметрально противоположный вдруг получится а не получится все равно хуже не будет разве что силой заставит подышать сосредоточившись я мгновенно проиграл ситуацию и спокойно достав тряпку из банки на секунду закашлялся осторожно набирая полные легкие воздуха быстрее любезно и ствол опять вошел в контакт с моими ребрами ты же не хочешь чтобы он выдохся итак раз два три я выдохнул через прижатый корту платок три раза закидывая голову назад и к концу четвертого половинного выдоха полностью расслабился заваливаясь назад в расчете на то что сзади стоящий поймают иначе будет серьезная травма из машины выскочили сидевшие на заднем сиденье двое толкателей с удивительным проворством надо вам сказать выскочили я не видел но ощутил это до фиксации моего падающего тела в их ужасных руках прошло можете мне поверить не более полутора секунд так вот меня зафиксировали и как мешок с мусором бросили в открытый услужливой рукой конвоира багажник форда при этом замечательно произведенный актерский трюк едва не завершился провалом при заброске я больно стукнулся головой о жестяную канистру валявшуюся в багажнике и не удержавшись вскрикнул о потерявшем сознании насколько я понимаю кричать не положено мои бросатели по-видимому здорово торопились и плюс к этому мой вскрик совпал с гулом канистры и щелчком захлопываемого багажника в общем пронесло когда машина тронулась с места я поудобнее устроился и принялся размышлять могли вообще-то обойтись и без хлороформа куда бы я делся из багажника и так не надо быть семипядей во лбу чтобы увязать мое пленение с безвременной кончиной банкира значит сейчас кто-то хочет со мной потолковать по ряду причин потому что я работаю на Дона и по их предположению наиболее подходящая кандидатура для осуществления ликвидации значит они не верят что их отмывало споткнулся в подъезде и на всякий случай хотят застраховаться мало ли что все правильно остальные люди Дона сейчас на работе и было бы хлопотно воровать кого-то шум бы поднялся а я в отпуске две недели Дон мне дал чтобы я отдохнул хотя он здорово удивился когда я заявил что страшно устал а может быть я им нужен для подтверждения лояльности Дона точнее его непричастности к происшедшему отсутствие у него притязаний на более высокую ступень в иерархии если выяснится обратное будут катаклизмы которые не нужны никому тем не менее они произойдут чтобы другим было неповадно смотрите мол что с ним стало а ведь такой крутой мужик был не чета вам вот понятно что я здесь винтик если они меня расколют вместе с моей жалкой жизнью они могут забрать и жизнь Дона и многих других а если все образуется то он в скором времени станет более значительным это как бы само собой а я вместе с ним возможно только одно меня здорово обескураживало как они успели за столь короткий срок прокачать такую массу информации это же боевики а не ФСК в принципе труп могли найти сразу после убийства вполне допустимо но это вовсе не значит что о факте смерти Берковича немедленно оповестили всех авторитет в которых он обслуживал и потом они должны были собраться в кучу принять какое-то решение в общем устроить что-то типа саммита разборки бывают после тотальные причем но чтобы сразу выйти на единственно верное решение еще одно откуда они узнали что я собираюсь встретиться с Доном именно здесь не поставили же они за столь короткий срок его телефон на прослушивание а если поставили в таком случае надо резво придумывать причину заставившую меня просить Дона об этой встрече а то уж больно некрасивая картинка получается сразу после гибели банкира тайное свидание вот так влип я интересно каким образом они собираются заставить меня говорить пытать будут если честно я не представлял иного сначала скорее всего они предложат мне работать на них и посулят бабки это ежу понятно но на такое предложение может клюнуть только конченый идиот а я смею думать таковым не являюсь минут через пятнадцать машина перевалив через какое-то препятствие наконец остановилась так внимание черт подери а сколько интересно длится действие хлороформа на всякий случай я решил притвориться бессознательным еще до остановки во время движения я устроился так чтобы быть спиной к свету и правильно сделал несмотря на то что я постарался как можно лучше расслабиться когда крышку багажника открыли мышцы век самопроизвольно сократились пару раз моргнул таки сильные руки ухватили меня за конечности и довольно бесцеремонно вытянули из багажника подащили без остановки куда-то потом несколько шагов по ступенькам открылись и закрылись три двери и меня бросили на что-то мягкое на диван или тахту я настолько усердно вошел в образ что тут же уснул можете мне не верить но я довольно неплохо преуспел в умении концентрироваться без малого пятнадцать лет занимался ушу из них пять под руководством опытного мастера да да такой я хороший те кто водку жрал и дурь курил кое-чего в этой жизни достигли а я вот занимался книги читал и в результате стал шестеркой дона ладно не в этом суть я уснул и проснулся от того что кто-то тыкал мне под нос вату с нашатырем надо вам сказать примерский способ пробуждения но в целом получилось довольно естественно я сидел на диване ошалела таращась по сторонам с очень даже тупым выражением лица рядом стоял наклонившись ко мне необыкновенно здоровый дядька видим один из тех что сидел в машине у дядьки на голове была лыжная шапка такая знаете с дыркой посреди в дырке поблескивали глаза которые похоже внимательно за мной наблюдали в левой руке дядька держал вату и по всей видимости в данный момент пребывал в раздумье нужно сунуть мне ее еще под нос или не нужно хватит совершенно неожиданно прозвучало откуда-то со стороны я недоуменно оглянулся поначалу мне показалось что в комнате кроме меня и дядьки в шапке никого нет он уже готов теперь выйди и закрой дверь поплотнее а мы поговорим я не особенно люблю косить под дурака хотя некоторые утверждают что это самый разумный способ существования в данном случае что-то мне подсказало что следует именно так и поступить поэтому я медленно встал с дивана протер глаза неопределенно пожал плечами и спокойно двинулся к двери дядька на миг застыл иногда непредсказуемые действия ставят в тупик и более хрупких а значит и более башковитых особей стой бак стой а ты топай давай не тормози голос со стороны прозвучал так же спокойно пожалуй чуть выше тоном нежели в первый раз ага вот что комната проходная по всей видимости второй вход завешан плотной портьерой наподобие шторы во всю стену когда шапка наблюдатель выходя открыл дверь в одном месте на портьере от сквозняка образовалось небольшое углубление ну ну окусничать желаете пожалуйста тем больше у меня шансов остаться в живых это показывает так же что дон занимает довольно солидное положение в этой так называемой корпорации в противном случае сильный противник не постеснялся бы показать своих людей какая ему разница как прореагирует слабый бак сядь на место и не маяч попросили меня из-за портьеры если будешь выпадать из-под контроля придется тебя мучить понятно почему бы и не сесть кстати бак это я фамилия моя бак ланов отсюда и бак для определенного круга кличка во многом характеризует сущность я твердо в этом уверен в другом кругу меня называли профессором это тоже служило характеристикой определяло в какой-то степени отношение того круга ко мне а на гражданке я бак дело в том что у меня неудобное имечко иммануил и отчество соответствующее всеволодович о чем думали мои родители до школьной скамьи или может с детского садика меня звали баком если бы я был послабее и полегкомысленнее непременно прозвали бы бакланом а ведь были знаете ли такие попытки но у меня глубоко сидящие глаза тяжелый мрачный взгляд и привычка медленно тихо говорить с оттяжкой так весомо мне так кажется по крайней мере и поэтому я бак не буду маячить и выпадать из-под контроля поскольку совсем не желаю чтобы меня мучили пока не буду сиди на месте не вставай и не делай попыток посмотреть с кем говоришь продолжал между тем голос ответишь на несколько вопрос если мы будем уверены что ты не врешь отправишься домой в противном случае мы будем добиваться истинно различными способами которые тебе вряд ли понравятся итак я слушаю он слушает интересно какими же все-таки способами они собираются заставить меня говорить как-то нехорошо получается выступил я глуповато ухмыльнувшись я даже не знаю с кем говорю и что такого может сообщить вам шестерка из окружения одного из рядовых дельцов а потом это как его той бак не гони собеседник возможно поверил в мою глуповат так мне показалось потому что голос звучал снисходительно с некоторым презрением что ли в общем по-моему такие интонации не должны присутствовать при диалоге с равным противником не будь идиотом отвечай на вопросы а то будем жать понял конец фразы звучал угрожающе по-моему один ноль глупому солдафону коим я несомненно кажусь собеседнику не будут задавать замысловатые вопросы и чутко прислушиваться к ответам вылавливая иносказания и оттенки зачем ты хотел встретиться с доном о сразу с козыря правильно я рассчитал с солдафоном по-простому чего его мурыжить однако может посмотреть каким образом они будут меня жать времени навалом да и репутацию дегенерата неплохо подтвердить а с чего вы взяли что я с кем-то собирался встречаться я постарался чтобы ухмылка вышла тупой без переигрывания нечто между презрительной и наглой и кто такой дон дон кихот что ли портьера приподнялась подтвердив мои предположения относительно второй двери в комнату просочились двое необъятных дядек напрасно они понадевали шапки с дырками я бы их в любой толпе по плечам узнал таких выдающихся плеч отпускается по паре на десяток тысяч душ населения в четыре пятилетки они спокойно как бы нехотя направились ко мне я проворно отскочил в сторону с тоской поглядев на затянутое металлической сеткой окно так естественным желанием конечно же было умиротворенно помахать руками дескать все не буду больше и снова скромно усесться так поступил бы любой здравомыслящий человек при ближайшей перспективе контакта с двумя ребятами которые по всем параметрам тянут каждый вдвое более обычного человека в рукопашном бою но поскольку я узколобый солдафон то по сценарию кажется не должен ситуацию воспринимать адекватно что вам облюдке жить надоело похоже презрительный тон вышел что надо оп я едва ушел от короткого бокового удара правый который на удивление быстро нанес тот кто приблизился первым и сразу понял что мне против двоих ловить нечего вот таких вот двоих потому что это были орудия для уничтожения роботы убийцы их движения грозили смертельной опасностью помимо всего прочего эти ребята были обучены действовать в паре это выглядело вроде четырехрукова четырехногого и двухголового агрегата для узкоспециальных целей даю гарантию что ван-дам пикнуть бы не успел как был бы завязан морским узлом буди этот агрегат вдруг вознамерился его отмочить не буду утомлять скучнейшим описанием работы четырехрукого монстра это выглядело не просто а очень просто ослепительно вспыхнуло в глазах и вот уже текут слезы я в выгнутом состоянии и ко всему прочему похоже завязан морским узлом после столь непродолжительной процедуры меня отпустили и оставили в комнате одного ненавием и ай солдатам удачи, который все повидал, и больше его ничем нельзя удивить, который может найти выход из любой пиковой ситуации. Периодически случавшиеся обострения только подтверждали эту уверенность. Честно говоря, я даже не бывал бит по-настоящему ни разу, настолько хорошую имел подготовку. А сейчас я вдруг почувствовал себя маленьким, одиноким, слабым, больным и совершенно беззащитным. И еще я понял, что раньше был неправ, когда с презрением воспринимал поведение торгашей, дельцов мелкого масштаба, которые безропотно платили дань, даже не делая попыток как-то противостоять. Да, я был неправ. Потому что эти торгаши и деляги не были профессионалами и крутыми парнями, а если после объятия агрегата чувство страха и беззащитности практически раздавило меня, бывшего в разных передрягах, что говорить об обычных людях? А еще, в отличие от меня, у этих обычных людей есть жены, дети, близкие, которые им дороги. Вот так. Между тем я отметил, что обладатель голоса, по-видимому, неплохой психолог и вообще парень с головой. Ведь он мог бы сразу меня сжать, как только сопротивление было сломлено, и наверняка получил бы информацию, близкую к достоверной. Однако он предпочел еще раз составить мнение об интеллекте противника. Действительно тупой или маскируется? На его месте я бы запугал объект воздействия и сразу же дожал, если бы ставил целью получения информации. Значит, определить мой умственный уровень для него важнее, чем собственная информация. Что ж получается? Как мы себя чувствуем? Ласково осведомился голос. Части все на месте. Вижу, что на месте. Значит так. Ты на Дона не надейся. В этом деле он тебе не поможет. Это раз. Запираться тоже не стоит. Это два. При повторном сеансе могут ненароком поломать. И последнее. Советую тебе не стараться выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле. Ты, конечно, избрал правильную линию поведения. Это похвально. Только тут есть одна особенность. Как думаешь, какая? Я угрюмо молчал, уставившись на портьеру. Пусть распыляется он хозяин положения. Хотя, в принципе, мог бы не распространяться особо. Я уже был почти уверен, что эта процедура закончится чем-нибудь типа погружения в первый момент весьма прохладного паяльника в мой персональный анус. Последующим включением его паяльника в сеть частотой тока пятьдесят герц. Я тяжело вздохнул и подумал, что если дело дойдет до паяльника, то оно не поздоровится. Я вовсе не такой стойкий герой, чтобы молчаливо хранить тайну с раскаленным паяльником в задницу. Какая особенность? — Наконец, поинтересовался я, вопросительно уставившись на портьеру. — Не туда смотришь! — Бак! — неожиданно весело сообщил мне голос. — Подними глаза! Я, не задумываясь, поднял глаза и увидел в правом верхнем углу небольшую прямоугольную коробку с тускло-мерцающим глазком. Вот как! Это называется ПТУ. — Промышленная телевизионная установка. — Ну-ну, если вы рассчитываете меня этим удивить, пустое. Такие штуки в наше время может позволить себе даже рядовой торгаш в комке, а не то, что один из авторитетов корпорации. — Вот так-то лучше! — удовлетворенно произнес невидимка. — Впервые за нашу встречу я посмотрел в твои глаза и вижу, что ты окончательно запутался. — Да, запутался. — Иначе это не назовешь. — Ничего, я не запутался. — Да, — недовольно возразил я. — Чего вы от меня хотите? — Дело в том, что ты принимаешь нас за одну из группировок, так? — И здорово ошибаешься. Голос сделал паузу, видимо, давая мне время настроиться на новый этап разговора. — А еще ты лихорадочно соображаешь, как бы половчее соврать и доказать свою непричастность к убийству Берковича, не так ли? — Потому что если выяснится, что убийца все-таки ты, то, ну, конец. — Ну, естественно, и тебе. — Да? — Какого Берковича? Я посмотрел в объектив камеры кристально чистым взором первоклассника, воровавшего варенье, а у самого нехорошо что-то сжалось внутри. Сейчас появится четырехрукий монстр. — Вообще, какую мокруху вы мне клеите? — Ты че несешь? Последняя фраза прозвучала вполне приблотненно-заполошно, аж самому понравилась. Я весь сжался в предчувствии начала активных действий. — Фу, как нехорошо, — укоризненно протянул голос. — Ну, разве будет бывший офицер так разговаривать? Может, все-таки хватит придуряться? Это у меня просто сегодня настроение такое, вот развлекаюсь с тобой. — Давай уточним кое-что. — Ты с видеоплеером обращаться умеешь? Ключи-ка запись. Я растерянно посмотрел по сторонам и вдруг увидел, как во встроенном шкафу неслышно отъехала в сторону панель, открыв видеодвойку Panasonic. — Милее, — подбодрил невидимый хозяин. — Кассета уже стоит. Нажми на кнопочку «плей». Там знаю, почему так грызнулся я и, подойдя к шкафу, протянул руку, чтобы нажать на кнопку. Но в этот момент экран телевизора ожил, и по нему побежали зигзаги и какие-то расплывчатые круги. Я чуть не отдернул руку. — Проверка на эмоциональную устойчивость, — радостно сообщил голос. — Хорошо. Прекрасно владеешь собой. — Пак. — Только ты присядь, присядь, — мягко посоветовал голос. — А то грохнешься еще от удивления. И не делай глупостей. У нас, естественно, есть дубль, а за порчу казенного имущества мы тебя накажем, если вдруг... — Чего? Я послушно опустился на диван, ожидая увидеть какую-нибудь гадость. По всей вероятности, у них на меня какая-то компра, которой они собираются воспользоваться для черт знает там чего. Хоть убей меня, Бог, не помню, чтобы такого противозаконного я совершил, чем бы можно было меня давить. Кровь внезапно ударила мне в голову и бешено запульсировала в висках. Сердце комком скакнуло к горлу и застряло там, не давая дышать. На экране очень четко, как будто освещенной невидимой лампочкой, возник знакомый подъезд. Некто, изогнувшись, устанавливает что-то на нижней ступеньке. Затем поворачивается и неожиданно, как удар, во весь экран, мое лицо с капельками пота на лбу, почему-то жутко красными глазами и таким же кроваво-красным ртом. Хвурдалак. Вот я выглядываю из подъезда, воровато озираюсь по сторонам и укладываюсь поперек входа. Затем на экране пошли зигзаги и расплывчатые силуэты. И опять отчетливо, ярко, в кадре появился Беркович, попытался перешагнуть через меня. Палка поперек дверного проема, внезапный удар обеими ногами. И в четыре раза медленнее, видимо, невидимка как-то управлял видяшником, падение Берковича. Сказать, что я был ошеломлен, значит ничего не сказать. Я был сломлен, растоптан, в общем, уничтожен. Могущественный незнакомец молчал, вероятно, давая мне возможность проникнуться. Трудно было поверить, что кто-то мог просчитать ситуацию с четко распланированным и подготовленным актом ликвидации. Вычислить момент исполнения и профессионально заснять его на видеокамеру в условиях почти полной темноты. Я знал, что существуют приспособления для ночных съемок, но чтобы кадры получились такими впечатляющими... Да, я проникся. Только вот с кем же я имею дело? Если это одна из группировок, почему мне дали возможность безнаказанно убрать банкира, который для них очень много значил, а если не группировка? Что же такое, черт побери? Не ФСК же? Они, полагаю, не стали бы спокойно наблюдать, как совершается убийство. Ну что, Бак, как тебе кино? Довольно спокойно спросил голос. Не будем больше заниматься тестированием. Мы не группировка и вообще к братве отношения не имеем. А кто такие, знать тебе не обязательно. Эта акция с устранением Берковича была просчитана задолго до того, как сама идея пришла тебе в голову. Ситуация вполне ординарная. Не буду распространять. Я всего лишь администрат. У нас работают хорошие аналитики, которые еще задолго до твоего так называемого озарения предположили, что события будут складываться именно так, а не иначе. Мы тебя сейчас отпустим. Ты не сможешь определить, где находился. Не пытайся также разыскивать тех, кто тебя сюда привел. Это ни к чему не приведет. В твоем окружении есть наши люди. Поэтому я тебе не советую особо проявлять активность. Надеюсь, понятно? Наши специалисты, учитывая твое прошлое, считают, что ты перспективный исполнитель. Ты очень тщательно подготовил всю первую акцию. Совсем никак, дилетант. Из тебя получится классный ликвидатор. Компромат на тебя будет храниться у нас. Когда понадобишься, мы тебя найдем. Работай, как работал, и молчи. В противном случае Дону придется тебя убрать. При всем его к тебе расположении. Не думаю, что из-за тебя он позволит ломать себе жизнь. Ну? Пожалуй, и все. Это сварилось на меня так неожиданно, что сразу переварить не получилось. Несмотря на то, что мне удается довольно быстро ориентироваться в критической ситуации. А тут даже ответить членораздельно не смог, а только что-то промычал. Тебя что-то не устраивает? — спросил незнакомец. — Давай, изложи. — Я не буду на вас работать, — брачно заявил я. — Мне наплевать на Дона и на свою собственную жизнь. В конце концов, я могу просто свалить из этого города. Здесь меня ничто не держит, кроме перспективы заработать срок за преднамеренное убийство. А эти кадры не могут быть уликой. Я запнулся на секунду и обрадовался, что правильно соображаю. — Да, они могут. Это просто монтаж. — Ну, конечно, конечно, — успокоил голос. — Этот вариант тоже предвидели. Кто-то тебе сказал, что кассета предназначается для передачи в правоохранительные органы. Ее просто покажут тем господам, которые понесут колоссальные убытки в связи с гибелью Берковича. Он умолк, давая мне возможность поразмышлять. Я поразмышлял и сник. — Мы знаем о тебе такие подробности, о чем ты и сам давно позабыл. Или просто не желаешь вспоминать. Ты врешь, что тебе наплевать на свою жизнь. Хочу напомнить, что и без случая с Берковичем найдутся люди, которые очень сильно обрадуются, если им указать твое местонахождение и при этом воскресить некоторые эпизоды твоей военной деятельности. Ты ведь, кажется, не морковку пропалывал в своей прежней жизни, а? — Я поскушнел еще больше. — Мы не собираемся заставлять тебя душить детей или беременных женщин. Если ты себя положительно зарекомендуешь, работая на нас, ты будешь прекрасно обеспечен и надежно прикрыт от случайностей. Мы ценим хороших исполнителей. Но это не все. В отличие от мафиозных структур, которые славятся тем, что легко устраняют нежелательных свидетелей, даже и из своих рядов, нашли исполнителей, совершенно ничего не знающих об организации. Таким образом, отпадает необходимость избавляться от нежелательных свидетелей. И последнее. Мы с тобой заключим своеобразный контракт. Твои родители... Тут невидимка сделал паузу. Я напрягся в ожидании продолжения. Прошло более минуты. Наконец, я не выдержал. А что, что, мои родители? Они погибли в автокатастрофе? Твоих родителей убили. Это было заказное убийство, по-прежнему спокойно сообщил невидимка. Перед смертью твой отец впутался в одно дело. В общем, если ты будешь хорошо себя вести, мы скажем тебе, кто убийца, и представим неопровержимые доказательства. Глава девятая. Он обещал, что после разговора я буду свободен, так? Так, освободили меня весьма необычным способом. Тот вежливый тип, что в сквере тыкал мне стволом под ребра и предлагал самостоятельно отпробовать хлороформа, по каким-то причинам больше уже не участвовал в связанной со мной операции. Другим занят. А может, это именно он со мной разговаривал в комнате, оставаясь за кадром? Ведь техника немножко искажает голос. Этот тоже был довольно вежливый. Интересно, кто же они такие? Неужели никогда не узнаю? После продолжительной паузы в комнате возникли две составляющие четырехрукого агрегата для узкоспециальных целей, в эффективности работы которого я имел возможность убедиться чуть ранее. При их появлении я болезненно заморгал и вжался в мякоть дивана, стремясь максимально скрыть, спрятать свое свежепобитое тело. В этот раз, однако, они обошлись со мной более ласково. Всего лишь нашлепнули на лицо вонючую тряпку с хлороформом, по-моему, ту же самую, и через несколько секунд сознание мое потерялось во мраке, зафиксировав на прощании отчетливую оранжевую надпись с малиновым оттенком на черном фоне. Отравят-таки козлы траханы. Возвращение сознания сопровождалось весьма неприятными странными видениями. Прежде всего я почувствовал, что было холодно. И это не просто холодно. Тип того, как просыпаешься с бодуна в неотапливаемом помещении где-нибудь в конце октября, и вдруг обнаруживаешь, что зуб на зуб не попадает. Холод был просто ужасным. Да боли в груди. Он обступал со всех сторон, и ледяными шипами впивался в мозг, балансирующий на грани. Помнится, у меня в детском саду была молодая воспитательница. Так вот, к ней частенько в конце рабочего дня приходил вдрызг пьяный, здоровенный хахаль. Он часто заходил на игровую площадку, забирался с грехом пополам, под восторженное завывание детишек, на деревянный бум, и стоял на одной ноге, глупо усмехаясь, и ожидая, на какую же сторону его перевесят, левую или правую. Да, помню, он кричал, «Эй, маленькие сволочи, а ну угадайте, куда я упаду, влево или вправо? А ну, куда дядя упадет?» Примерно так же сейчас балансировало мое сознание, решая, что выбрать, полностью отключиться и впасть в анабиотический сон или предпринять какие-то действия на пути к пробуждению. Поколебавшись некоторое время, сознание сделало выбор и начало активно функционировать по системе, пошли импульсы команды приступить к сбору информации. Сделав усилие, я с трудом разжал веки и не ощутил результат. Опять зажмурился и снова раскрыл глаза. Тьма. Жуткая. Одновременно заработало обоняние. Вернее, оно работало и до того, как прояснилось в голове, просто сознание не воспринимало эту информацию. А сейчас начало воспринимать, и информация эта, надо вам сказать, была того. В общем, вовсю фонило цитрусом. Предположительно апельсинами. Даже, скорее всего, апельсинами. Это я поначалу сбился, поскольку у этих цитрусовых был такой душок. Короче, сквозь устойчивый цитрон отчетливо пробивался аромат, почти что кожей ощутимый, ни с чем не сравнимый, специфический. И пахло свежим трупом. Свежим, в смысле, не начавшим еще разлагаться. За свою короткую жизнь, точнее, за последние шесть лет, мне приходилось неоднократно видеть трупы, как свежие только появившиеся, так и во всяких стадиях разложения. Я знавал людей, которые рассуждали, что в принципе нет особого различия между запахом коровьей туши, разделанной на мясском бинате, и только что заваленного человека. Там и там мясо и кость. Они здорово ошибаются. Это не так. Совсем не так. Труп человека пахнет иначе, чем мясо всех остальных теплокровных. Можно было бы долго философствовать, обратившись к физиологии и иным наукам. Ну да не буду. Скажу кратко. Труп пахнет трупом. Потусторонним могильным ужасом, способным парализовать сознание и лишить воли. И все. Не надо еще что-то объяснять. Хуже этого запаха нет ничего. Есть запахи резче, зловоннее, но хуже нет. Я видел, как в буквальном смысле парализовывало здоровых крепких бойцов, отличных спортсменов и крутых парней, когда они впервые посещали прозекторскую, выступая в качестве ассистентов патологоанатома. Это входило в программу психологической подготовки. И поверьте на слово, при всей своей неприглядности это очень нужное дело, потому что два часа, проведенные в прозекторской, в последующем неоднократно спасали человеку жизнь. Боец спецназа должен быть готов ко всему. Он обучается для военных действий в нестандартных условиях, когда даже десятисекундный шок, вызванный видом внезапно погибшего или раненого на твоих глазах напарника может обернуться собственной гибелью, смертью заложников или опекаемых и вообще срывом задач. Разумеется, к этому нельзя, к неизбежному издержку своей службы. Я не верю в это. Каждый труп — это сильнейшее нервное потрясение. Вот так. Другое дело, что у определенного типа людей, которые целенаправленно работают со своей психикой, вырабатывается своеобразная защитная реакция. Что-то выключается в сознание, и все происходящее воспринимается так, будто ты отделен от реальной действительности толстым стеклом и наблюдаешь откуда-то со стороны. Можете мне не верить, но это именно так. Щелк! Включилось реле, упал защитный экран, и ты идешь дальше и делаешь свою работу. Правда, вследствие этого привыкания или адаптации психики к особенностям экстремальных ситуаций с ней, этой бедной психикой, происходят метаморфозы. Не в лучшую сторону, разумеется. Мне, дилетанту, трудно это объяснить по пунктам. Да, искусство, любовь, цветы, конечно, лучше, чем кровь, стрельба и насилие, кто же спорит? Да, спецы неудобны в общении, они замкнуты, молчаливы, они привыкли оценивать человека по его степени пригодности для использования в бою и порой не терпят компромиссов, но позвольте. Если хорошо подготовленная банда возьмет в заложники экипаж и пассажиров самолета и объявит, что через каждые полчаса будет одного из них убивать, кто сможет обезвредить бандитов? Интеллектуалы, правозащитники и композиторы? или поэты-диссиденты? А может быть, попробовать отправить на разрушение бандформирование, которое засело в горах народный хор Северной Осетии? Они там поблизости, и горючее жечь не надо, чтобы доставлять в горячую точку спецназ. У каждого своя работа, и надо с пониманием относиться к ее специфическим особенностям. Уф, опять занесло. Больная тема. И так сквозь цитрон мощно пробивался запах свежего трупа. И это обстоятельство кувалдой бабахнуло по сознанию и подстегнуло реакции. Резко заработала моторика. Я попытался рывком сесть и не смог, что-то мешало. Если правая рука была свободна и чисто импульсивно приняла участие в попытке изменить положение тела, то левую я вообще не чувствовал. По всей видимости, она затекла, поскольку черт знает сколько времени под чем-то находилась. И это что-то, ко всему прочему, давило мне на грудь. Еще не смея поверить себе, я ощупал рукой правой то, что лежало, навалившись на меня. Но я ненормальный, потому что шесть лет служил в спецназе, где нормальных людей в обычном понимании этого слова не бывает, они там просто не выдерживают. В общем, обнаружив, что ситуация нестандартна, мое сознание в панике метнувшись туда-сюда, включило реле, забилось под стеклянный колпак и оттуда сжавшись в комок, молча прислушивалась к происходящему. Молча, это потому, что мне с огромным трудом удалось подавить рвущийся наружу крик, который хотел образоваться как нормальный результат обычной реакции на запредельную ситуацию. Я запихнул его обратно, хотя, возможно, мне и не стоило этого делать. Одной эмоции больше, одной меньше. Осторожно вытащив левую руку из-под трупа, я ощупал окружающее пространство, стараясь не задевать соседа. Слева была стена, гладкая и холодная, предположительно из пластика или аналогичного материала. То, на чем я сидел, а перед этим лежал, тоже было покрыто пластиком. Я свесил ноги и нащупал пол, обнаружив, с некоторым облегчением, что, по крайней мере, на моих ногах присутствует обувь. Затем мне пришло в голову обследовать свое тело путем поглаживания. Оказалось, что я одет в футболку и джинсы. Лихорадочно перебрав варианты, я предположил, что каким-то странным образом оказался в холодильнике морга. Однако здорово смущал запах апельсинов. Что за хреновина? Ну, не должно быть в морге апельсинов. Должны преобладать ароматы антисептики, гашеные извести или чего там еще, но не апельсинов. Встав, я пошарил по сторонам руками и определил, что интерьер именно тот, какой им можно было представить. Справа и слева находились стеллажи, две полки или больше, с пластиковым покрытием, и на этих стеллажах покоились жмурики, завернутые в простыни, а может в чехлы, не определил. Осторожно двинувшись по проходу, я вскоре уперся в стену и, пошарив руками шток, нащупал дверные пазы. Обнаружив дверь, я, повинуясь первому позыву, хотел было забарабанить в нее кулаками и заорать, что есть мочи, авось услышит кто-нибудь. Однако, опять подавив нормальную реакцию, исследовал эту дверь и налег на нее слегка. Показалось, что она прогнулась. Я представил себе, где должны находиться петли или то, на чем она держится, и вообще, как это выглядит снаружи. Затем, потянувшись хорошенько, я на ощупь примерился и долбанул ногой на уровне живота, концентрируя в точке приложения удара всю силу. Получилось даже лучше, чем рассчитывал. Дверь вынесла наружу вместе с петлями, или на чем она там держалась, и меня по инерции вместе с ней. Кувыркнувшись через голову, я замер в низкой стойке, прикрыв голову руками и зажмурив глаза. Мгновенно определил, что там, куда я вывалился, освещение есть, и довольно яркое для глаз, привыкших к полному мраку. Слепо поморгал и прислушался. Похоже, что в помещении находился кто-то еще. Кто-то шевелился, значит, не кадавр. Адаптировав зрение, я быстро осмотрелся. Ну, точно морг. Просторное помещение с цементным полом и аналогичным потолком, находившимся на высоте не более трех метров. Из одного угла под потолком через все помещение шла здоровенная вентиляционная труба, змееподобно извиваясь и исчезая в противоположном углу. Половину площади занимали трехъярусные стеллажи с облупившимся кое-где пластиковым покрытием. Тут, по всей видимости, жмуриков складируют зимой, когда нет надобности в холодильнике. Более ничего примечательного в помещении не было, если не считать двух молодых людей мужского пола в белых халатах и бахилах, которые расположились на нижнем ярусе одного из стеллажей и занимались этим. Ну, в общем, знаете, это как утверждает юморист, которые которых непонятно. Короче, один другого пользовал. Видимо, эта процедура не доставляла им обоим особого удовольствия. Так я подумал в первый момент, обратив внимание на кислое выражение их физиономий, а потом сообразил, что такая мимика очевидно естественная реакция на мое внезапное появление. Как бы там ни было, они, остолбенев, смотрели на меня, прервав процесс, раскрыв рты и практически не моргая. Думаю, ежели бы вдруг нашелся авангардист, рискнувший по пьяному делу тесануть скульптурную группу, эта композиция могла бы называться так «Пагубные последствия беспорядочного анального секса в условиях городского морга». Поскольку я был уверен, что несостоявшиеся натурщики пьяного скульптора имеют непосредственное отношение к моему положению в холодильнике, то сейчас же, насупившись, покрыл двумя попытками расстояние нас разъединявшее и собирался уже было легнуть того, кто находился сверху, в этот момент пассивный вдруг пронзительно закричал неожиданным для его хилой комплекции басом «Мертвяк! мертвяк!» и крепко зажмурив глаза, уткнулся в стеллаж лицом. Я остановился в недоумении. Активный же повел себя вообще в высшей степени странно. Он, дрожащей левой рукой, извлек из-за пазухи нательный крестик на золотой цепочке и, выставив его навстречу мне, правый стал быстро креститься, скороговоркой повторяя «Чур меня, чур меня, чур меня». Я пожал плечами и неуверенно спросил «Вы чё, не знали, что ли, что я там, а?» Я показал через плечо на холодильник и тут увидел свою руку, а потом перевел взгляд на другую. Как уже отмечалось выше, при вываливании из холодильника я был ослеплен ярким подвальным освещением слегка, но все-таки не до изучения конечностей было, а сейчас обе руки у меня были белые-белые с синюшным оттенком, ну разве что не покрытые трупными пятнами и рожа скорее всего такого же приятного колера. А еще я вдруг ощутил, что смертельно замерз там в холодильнике. Внезапно озноб продрал до пят, аж передернуло всего, зубы заклацали, начался отходняк. Я присел на корточке и скрючился, обхватив себя руками, еле сдерживая рвущийся наружу крик. Ой, как же мне было холодно! Увидев такую картину представители секс-меньшинств, поползли к выходу, тихо подвывая и придерживая штаны. В этот момент откуда-то сверху раздался скрип давно немазанных дверных петель, затем невнятное бормотание и быстрые шаги по ступенькам. По лестнице, ведущей с первого этажа в подвал, буквально скатился дед, маленький, бородатый, смердящий, за два метра брашкой или еще там какой гадостью, упакованный и здоровенный, размера на четыре больше, чем надо, некогда белый халат с желтыми спонтанно расположенными пятнами неизвестного происхождения. Не обратив абсолютно никакого внимания на движущихся навстречу ему педерастов и полностью проигнорировав факт моего присутствия в помещении, дед рысью бросился к холодильнику. Сорванная дверь на несколько секунд его озадачила. Потоптавшись около нее и продолжая бормотать под нос малопонятное изречение преимущественно восклицательного характера, дед рванул в холодильник. Я с трудом переборол озноб и из любопытства последовал за ним, ослабив контроль за теми, которые, воспользовавшись этим обстоятельством, мгновенно исчезли из поля зрения. Лишившись двери, холодильник был теперь освещен. Я заметил, что сверху на косяке находится рычажок с колесиком, что-то типа реле, по-видимому. Зайдя вслед за дедом внутрь, я получил возможность осмотреть помещение, в котором некоторое время назад испытал ужас, граничивший с помешательством. Ничего особенного, обычный промышленный холодильник. Стеллажи в три яруса, такие же, как и снаружи, на каждом по два, а где-то и по три, завернутых в простыни кадавра. Понятное дело, по летнему времени дефицит лежачих мест. Зато стеллажи возле одной стены были полностью заставлены ящиками с апельсинами. Тонны две, а то и все три, автоматически прикинул я. Вот дают. Между тем, дедок добрался до стеллажа, на нижнем ярусе которого лежал всего лишь один труп, с вытянутыми по швам руками лицом вниз, наполовину укрытой простыней. Озадаченно поприседав возле конечного пункта своего маршрута, дед всплеснул руками, развернулся и двинулся в обратную сторону. Поскольку я в этот момент подошел ближе, он уткнулся в мое плечо, поднял глаза и, обдав меня ужасным перегаром, растерянно пролепетал «А ты это...» «А...» Опять развернулся к стеллажу, затем, покрутив головой, снова обратился ко мне. «Уже, да? Сам, что ли? А дверь это...» После чего я окончательно убедился, что был неправ в отношении ни в чем не повинных пидоров, подозревая их в соучастии с теми, кто произвел закладку моего тела в этот мерзкий холодильник. «Дед!» Вот кто подлинный соучастник! Гиена морговского дела, хранитель апельсинов, вбирающих в себя ядовитый трупный запах. Придя к такому выводу, я без особых эмоций ухватил деда за бороду и, прижав к стойке стеллажа, легонько придушил нажимом предплечья, закручивая бороду на себя. Семь секунд спустя, когда морговская гиена захрипела и начала сучить ногами, я чуть отпустил, дал подышать и велел «Рассказывай, кто?» «Что говорили?» «Сколько дали?» «Быстро?» «Я их не знаю», проверещал дед. «Язык у него сейчас не заплетался, очевидно, после шейного массажа. Они тебя принесли на носилках, сами в халатах, врача с ними не было. Я им, дескать, давайте направление, дед завиновател взглядом, сказали, что пошутить хотят. Они мне пузырек дали. Тут дед сделал паузу, я тотчас же возобновил давление на горло, он затряс руками, тогда я чуть отпустил. Пошутить хотели. Пусть, говорят, полежит минут десять, как кричать начнет, откроешь. А я закемарил, прибегаю, смотрю, Горкович лежит, а тебя нет. И дверь. Кто? Меня будто током шабануло в затылок. Кто лежит? Беркович. Дед испуганно уставился на меня. Я почему запомнил? Утром его на вскрытие возили. Так была целая куча народу. И все «Ах, Беркович, ох, Беркович, он на стеллаже один лежал, остальные подвое, потрое. Вот они тебя к нему, наверное, и подложили. Оставив деда в покое, я сделал два шага, подтянул простыню на трупе повыше и, стараясь не задеть голого тела руками, повернул его лицом к себе. И тут меня аж передернуло. Вспомнил, что некоторое время назад лежал лежал с ним в обнимку на этом самом месте. Однако весьма своеобразные шутки у моих новых знакомых. Это был Беркович. Я сразу узнал его, несмотря на искаженное лицо. Недаром изучал каждый шаг банкира целых две недели. От подбородка до паха он был разрезан ровно, словно по линейке, и зашит капроновой леской, внахлестку, неравномерными крупными стишками. Как вы себя чувствуете, уважаемый читатель? Если хорошо, тогда дай вам Бог здоровья и долгих лет жизни. Вы в моем участии не нуждаетесь. Можно сделать вывод, что у вас крепкие нервы, и что вас ничем не удивишь и не испугаешь. Вы уже привыкли к ежедневным сообщениям в газетах и по ящику, что там-то убили, там-то взорвали. Вы вздыхаете, а может уже не вздыхаете и говорите что-то вроде того, что, мол, всякое бывает. Но в глубине души у вас есть уверенность, что бывает это всякое и еще будет с кем угодно, только не с вами. С вами ничего плохого случиться не должно. Я вам этого не желаю и хочу дать несколько полезных советов, продиктованных исключительно заботой о вашей безопасности. Во-первых, вам следует как можно реже выходить из дома на улицу. При переходе через проезжую часть вас может сбить машина. Несколько тысяч человек погибли таким образом только за первую половину 1995 года, поэтому не переходите улицу там, где не положено. Если вы будете идти пешком по тротуару, вам на голову что-то может упасть. Обломок кирпича или цветочный горшок из окна или с балкона вообще любая вещь может полететь вниз. Или плохо закрепленный велосипед кое-кто знаете ли в целях экономии площади привязывает велосипед с наружной стороны узкого балкона, а потому избегайте ходить пешком по улицам вне проезжей части. Если вы все же решили по улице перемещаться, то упаси вас бог делать это на такси, в своей собственной машине, в любом другом автомобиле или на общественном транспорте, потому что ежели вы будете перемещаться на своей машине или на такси, на вас случайно наедет КАМАЗ, неправильно совершающий обгон или перестроение с соседней полосы. Если же вы будете перемещаться на КАМАЗе или каком другом тяжелом транспорте, на который наехать затруднительно, вы можете пасть жертвой лобового столкновения с аналогичным КАМАЗом или панелевозом, водитель которого не справился с управлением, потому что оказался пьян, уснул за рулем, потерял сознание вследствие сердечного приступа или вообще нечаянно выпал из кабины, всякое бывает. Кроме того, у любого транспорта есть колеса. Представьте, что на полном ходу одно колесо вдруг отвалится из-за плохого крепления болтов или еще почему-то. Это, знаете ли, сразу вмиг решит все ваши проблемы с самочувствием. Почему не стоит перемещаться на общественном транспорте? Вы рискуете оказаться в притирку лицом к лицу с сифилитиком туберкулезным больным или ВИЧ инфицированным, который вдобавок сумасшедший и втихаря колет себя иголкой, а потом также втихаря колет этой иголкой всех подряд, кто подвернется под руку в общественном транспорте. Знаете же, такая толкотня. А потому избегайте перемещаться по улице на общественном транспорте и на любом виде транспорта вообще. Что, железная дорога еще есть? Да, конечно. Только вот, очень суровое время сейчас наступило для тех, кто желает перемещаться по железной дороге. Поезда сходят с рельсов как по расписанию. Сталкиваются локомотивы. Пассажиры где-то на 120-километровом перегоне внезапно выпадают из неплотно прикрытых дверей и задыхаются в купе от дыма вследствие возгорания матраца, которое случилось из-за курка-попутчика недотеп. Железную дорогу, которая и так сама по себе вот-вот развалится, частенько минируют, то ли старые партизаны, то ли новые. И так на земле практически нет места годного для любого рода перемещения, сами понимаете. Остаются пути подземные, водные и воздушные. Самолеты, вертолеты, воздушные шары, планеры и дельтапланы от всего этого придется сразу же отказаться, потому что они очень часто падают из-за различных поломок, технического несовершенства и использования нехорошими, но умелыми людьми разных плохих штуковин. Часто летательные аппараты разносятся на части различными взрывными устройствами, подложенными какими-то маньяками, и что особенно неприятно происходит это обычно на высоте что-то около десяти тысяч метров, так что выбежать там собственно некуда. Кстати, современные террористы-захватчики, как нормальные, так и поехавшие на разных почвах, любят летательные аппараты едва ли не больше, чем общественный транспорт. Теперь взглянем на огромные водные просторы. Не рекомендую использовать для перемещения пароходы, крейсера, прогулочные яхты, катера, лодки, плоты и любые другие плавсредства. Они часто опрокидываются, опять же взрываются, возгораются и тонут по различным причинам. Пожалуйста, не думайте, что чем больше плавсредства, тем оно надежнее. Вспомните Титаник, в метро люди часто падают с платформы и так неудачно или током убьет, или попадут под поезд. А в последнее время кое-кто использует метро в качестве полигона для испытания разных вредных газов и взрывных устройств. Получается, что перемещаться не стоит вообще. Не надо, лучше сидеть дома так спокойнее, но очень осторожно, потому что дома вас тоже поджидает масса неприятностей. Если вы любитель водных процедур, то, принимая душ, можете поскользнуться и удариться насмерть головой о край раковины или ванны. Ванна вообще крайне опасна. Ляжете в нее, а потом случайно захлебнетесь и утонете или мгновенно умрете от перепада температуры, если резко погрузитесь в горячую воду. А потому избегайте заходить в ванную. В туалете вы тоже можете оступиться и стукнуться головой о край унитаза или компакт бачка, а ежели бачок пристроен сверху, то надо быть особенно внимательным. Из-за плохого крепления этот бачок запросто может упасть на вас сверху. А потому крепко подумайте насчет туалет, хорошенько подумайте и сделайте выводы. Ни в коем случае не берите в руки электроприборы, пылесос, утюг, фен, миксер, электродрель, электрогрелку и так далее. Не рискуйте прикасаться к телевизору, холодильнику, магнитофону, проигрывателю, не трогайте выключатели, розетки и лампочки. Вас может долбануть током, да так, что вы мгновенно завернете ласты. Если вам этого не хочется, то и не трогайте. Слушайте, что вам говорят. Вы, конечно, можете совершить отчаянный поступок и удрать подальше от всех опасностей цивилизации на природу, в лес, горы, степь, пустыню. Но в лесу вас непременно укусит энцефалитный клещ. А потом, если вам удастся убежать от медведя ближе к вечеру, вас до полусмерти заедят комары, а вечером сожрут волки, им глубоко наплевать на ваш интеллект, они мясо хотят. В горах вы потеряете сознание от недостатка кислорода и моментально угодите в первую попавшуюся расщелину, и не умрете ведь сразу, а будете с неделю угасать в страшных мучениях. Если в пустыне вы сразу не умрете от зноя и жажды, очень скоро вас цапнет за ногу какая-нибудь ядовитая змея. Если не успеет, то вы, потеряв от ужаса рассудок, броситесь прочь непременно попадете в зыбун. В степи вас обязательно сожрут уже знакомые волки, только эти более злобные степные. Все, уважаемый читатель, некуда вам деться. Алиутская лодка, каюк, то бишь. Вот потому-то я вас спросил о самочувствии. Вам до сих пор удается быть живым? Так радуйтесь и помните, опасность поджидает вас на каждом шагу. Возможно, вы удивитесь или даже попытаетесь возмутиться. Че это ты вдруг тут наплел? Зачем пугаешь? Да нет, не пугаю, а предупреждаю. Вы попытаетесь поставить себя на мое место и все прекрасно поймете. А вы могли бы? Надеюсь, еще не стерся в памяти рассказ о том, как Дон привез меня в кабак для избранных. Там произошел один инцидент, который чуть не разлучил нас. Мы сидели в кабинете ресторана на втором этаже и изучали, глядя через балюстраду, веселившуюся внизу публику. Точнее, изучал я, потому что Дон знал всех как облупленных. Я уже набил желудок и чуток принял на грудь. Было так хорошо и покойно на душе, не думалось ни о чем. Дон от меня отстал на некоторое время и увлекся едой. Он тогда назаказывал всякой всячины. Вообще мой шеф не дурак пожрать и толк в еде знает. Помню, я отодвинул кресло к окну и лениво подтягивая через соломинку ароматный коктейль, смотрел в окно. Снаружи горел фонарь и в световом кругу медленно падал снег. Так красиво, что дыхание захватывало. Под фонарем стояли две машины, на которых мы прикатили в этот кабак. В них находились наши телохранители с водилами, трое в одной и двое в другой. В свете мощного фонаря я довольно хорошо различал их лица и движения. Они о чем-то болтали и умеренно жестикулировали. Во второй машине довольно громко играла музыка. Это я услышал, когда распахнул окно, чтобы подышать свежим воздухом. В кабине был приятный полумрак. Горел только оригинальный светильник, который я впервые увидел именно здесь. Пучок толстых лесок и на конце каждой светящиеся точки. Пучок крутится, играя светящимися точками. Очень красиво. На стоянке за окном находились кроме наших еще несколько машин. На этот огороженный низеньким заборчиком пятак у черного хода допускались только избранные, к числу которых относился и Дон. Остальные парковались напротив центрального входа вдоль тротуаров. Так вот, среди этих машин немногих избранных неспеша передвигалась девчушка с лопатой убирала снег. Молодая и довольно пригожая, как мне тогда показалось. Временно подрабатывает какая-нибудь студентка, подумал я. Между тем один из наших телохранителей открыл дверь и пригласил девчонку в машину погреться. Он так сказал, я хорошо слышал через распахнутое окно, иди, погреешься и музыку послушаешь. Я помнится был почему-то уверен, что она откажется. Время тревожное, доверять никому нельзя. Тем более предложение, как мне показалось, прозвучало не совсем серьезно. Знаете, как обычно парни шутят, когда мимо проходит красивая девушка. Но она неожиданно согласилась и забралась на заднее сиденье. В этот момент Дон о чем-то спросил меня, уже и не помню о чем. Я отвлекся минут на пять, а потом снова подошел к окну и увидел. Они ее трахали, ту девчонку, которую пригласили погреться. Причем, насколько я понял, в подобном деле у них имелся некоторый опыт. Наверное, непросто насиловать женщину, пристроившись втроем на заднем сиденье автомашины. В том, что ее насиловали, не было никаких сомнений. Тот, кто сидел слева, держал девчонку замком за горло, прижав спиной к своей груди и жестко фиксировал ее левую руку, перекинув на излом через спинку водительского сиденья. Она уже никак не могла вырваться. В правом заднем окне авто мелькало белое пятно, голая задница насильника. Телохранитель из второй машины пересел в этот автомобиль, то ли ждал, что и ему перепадет, то ли просто пришел полюбоваться. Водитель второй машины немолодой усатый мужик остался в одиночестве и сидел качая головой, видимо осуждал. Нет, я не пионер герой и не моралист, но таких вещей почему-то не переношу. Возможно, во мне продолжает жить страх, испытанный когда-то в юношестве, страх перед возможным изнасилованием на моих глазах гипотетической подруги. Так вот, каким-то образом я умудрился прыгнуть из окна второго этажа и ничего себе не повредить, хотя там было достаточно высоко, а я даже не посчитал нужным посмотреть, куда буду приземляться. Автоматически сгруппировавшись, я упал на четыре точки, покрыл расстояние, отделявшее место падения от автомобиля и автоматически же продолжал работать дальше. Распахнув дверцу с той стороны, где располагался держатель, благо она оказалась не запертой, я ухватил его подмышки и одним рывком выдернул наружу, долбанул коленом в затылок и тут же заблокировал переднюю левую дверь бездыханным телом. Оставив держателя сползать инертной массой, я из очень неудобного положения сильно ударил ногой внутрь салона, целясь в голову насильника. Хорошо, что не попал, а то, наверное, убил бы. Нога пошла вскользь и встретилась с ключицей, которая треснула с противным хрустом. Насколько мне помнится, насильник здорово заорал тогда и мигом отпустил свою жертву. В этот момент сидевшие впереди вывалились из машины и подтянулись к рубежу перехода в атаку. Совершенно напрасно. Это потом они сами признали. Деньги им платили не за это, а сам я их тогда вряд ли бы стал трогать. Но они уже миновали рубеж безопасного ударения, а я находился в состоянии боевого транса. Один встал в стойку, правильно встал, я это оценил и ринулся в его сторону, подставляя голову, а когда он уже почти завершил мощный сдвиг правый, целясь в висок, я чуть поднырнул под его локоть и добавил парню ускорение, прижимая его головой к краю крыши авто, и одновременно шагнув вперед, вмял левую ногу в бок второго, который в нарушении техники парного боя находился за спиной у партнера. Вот, пожалуй, и все. Девчонка убежала, обливаясь слезами, и подтягивая на ходу гамаши, вся операция длилась едва ли минуту, потом я увидел Дона в оконном проеме. Ко мне подошел какой-то служащий ресторана, ясно, что по просьбе Дона, и сопровождаемый им я поднялся наверх. Одного бы меня вряд ли впустили, да еще в таком виде. Тогда Дон ничего мне не сказал, только похлопал по плечу, вроде как одобряя, и заставил засадить полстакана водки. А минут через десять, когда я успокоился и поплыл, он произнес речь примерно следующего содержания. Ты напрасно это сделал. Если взрослая и самостоятельная баба возле кабака подсаживается в машину к незнакомым мужикам, видимо, она знает, что делает. Ты об этом не подумал? Ее все равно трахнут. Ты же не станешь караулить всех легкомысленных особ, которые ищут приключений. Если же она попала в такую ситуацию по наивности, то ты вообще оказал ей медвежью услугу. Теперь она будет думать, что на свете есть справедливость, а всякое зло наказуемо, но это не так. Ты ее обманул. В следующий раз эту птичку трахнут в худшей обстановке и с худшими последствиями. Так примерно расценил Дон мой благородный поступок. Вот после этого и кидайся на защиту чести и достоинства. Но это еще не все, что сказал мне тогда мой патрон. Я был осужден еще как минимум по двум статьям. Ты оставил меня одного, обвинял Дон, и махнул в окно, рискуя сломать себе шею. А если бы в этот момент в ресторане что-нибудь произошло, я остался без защиты, тебя самого нет рядом, и мою охрану ты нейтрализовал. Очень удобный был для кого-то случай, чтобы со мной разделаться. А вдруг кто-нибудь именно на это и рассчитывал? Очень плохо. Вот так. Получил я тогда, как видите, двойку, или даже единицу за свое рыцарское поведение. Выходит, зря старался. И что еще обидно, опять уже в который раз облажался перед Доном, как сопляк какой-нибудь. Он и отчитал меня, будто я проштрафившийся школьник. Ладно, хоть в угол не поставил и не выпорол. Помнится, я вспылил, обиделся и наговорил Дону кучу гадостей, налегая преимущественно на критику его образа жизни и главных принципов жизненной позиции. А потом ушел из кабака, поймал мотор и отправился домой. Правду говорят, что утро вечера мудренее. На следующий день с утра я подумал, что, скорее всего, Дон не так уж и не прав, и зря я вчера взбрыкнул, телохранителей прибил и, может, лишил с хорошего места. Кто ж такого станет держать? Я не захотел звонить и интересоваться своей дальнейшей судьбой, гордость не позволила. Сидел небритый, неумытый и думал, мрачные мысли одолевали. Пятнадцать минут десятого зазвонил телефон. Я взял трубку с уверенностью, что сейчас мне сообщат об увольнении и, возможно, определят срок, в который необходимо вернуть потраченные на меня средства. Я услышал голос самого Дона. Без всяких предисловий шеф мрачно осведомился, что за черт не позволил мне вовремя прибыть на рабочее место. А когда я не нашел, что ответить, он сообщил, что за нарушение трудовой дисциплины оштрафует меня на двухдневный заработок. Я тихо порадовался и быстренько пошлепал в офис. Так и быть, расскажу вам еще один случай, раскрывающий характер Дона. Филиал фирмы, который занимался розыском и приобретением территорий, не смог купить под хлебопекарню подходящий во всех отношениях участок в черте города, только потому, что на нем стояла халупа, где одиноко доживала свой век бабка лет восьмидесяти, наотрез отказывавшаяся переехать куда-либо. Ей предложили сначала двух, затем трехкомнатную квартиру в одном из приличных микрорайонов города, но она уперлась и ни в какую. Дескать, в этом доме ее родители жили мать с отцом, а до того ее дед и так далее, добыты его нашествия. В общем, память предков. Другие деловары в аналогичных случаях очень просто поступали. Сами понимаете, долго ли помочь одинокой старушке благополучно завернуть ласты. А вот Дон велел оставить бабку в покое, мол, такое трепетное отношение к памяти предков заслуживает соответствующего уважения. Вот так вот. Хотя в иных случаях он мог для достижения успеха пожертвовать чем угодно. И жизнью человеческой тоже, даже не только для дела. Неподалеку от нашего офиса располагается в очень уютном скверике музей искусств. В обеденный перерыв мы гуляли возле этого музея. Дон, я и начальник службы безопасности фирмы неожиданно стали свидетелями неприятного эпизода. Молодая учительница привела на экскурсию своих шалопаев, то ли из второго, то ли из третьего класса. Стояла поздняя весна, большинство молодых особей прекрасного пола уже повырезали из зимней шкуры, радуясь возможности ненавязчиво возбуждать сильный пол прекрасным экстерьером. Не составляло исключения и учительница, когда ее шумные подопечные вливались внутрь музея, стоявший на ступенях здоровый парень лет тридцати, успев разглядеть учительницу, с восторгом произнес ей вслед «Вот это...» «Эх, как бы я ей...» Он сказал это негромко и вполне искренне. Честно говоря, я был с ним соредарен в данном вопросе, но получилось так, что дети услышали и стали хихикать, как-то по-своему поняв слова дяденьки. Я на этом эпизоде внимания не заострял, а Дон вдруг помрачнел и спросил у Славика, начальника службы безопасности, знает ли он этого типа. Славик ответил утвердительно, он, по-моему, в нашем районе каждую собаку знает. Так вот, по возвращении в офис Дон при мне позвонил куда-то и сказал, что, мол, живет в городе такой-то, и он ужасный грубиян и сволота. Надо поучить его вежливость. Я тогда криво ухмыльнулся, потому что представлял, как это выглядит на практике и спросил Дона, не слишком ли круто за какую-то дурацкую реплику, которую эта учительша даже и не слышала вовсе. В ответ Дон заявил, что мы сами сеем зло, позволяя всякой сволочи вести себя как ей вздумается, а детям, которые слышали его слова, нанесена ужасная душевная травма, которая в последующем может роковым образом повлиять на становление молодых людей. Тогда, помнится, я хотел было возразить шефу, что на улицах сплошь и рядом мат-перемат, экраны переполнены порнухой и кровью, что тоже звонить и просить со всеми разобраться. Но не стал, после некоторых размышлений вспомнил случай в ресторане и его назидание после изнасилования. А на следующий день я узнал, что те воспитатели, которые взялись поучить вежливости дурака, пришедшего в восторг от женского зада, но проявившего хамство, маленько перестарались. Парень больно здоровый попался. Видимо, сильно сопротивлялся, потому его и отоварили так, что он скончался в больнице. Да он личность абсолютно непредсказуемая. За полгода совместной работы я имел возможность неоднократно в этом убедиться. Иногда, впрочем, я задавался мыслью, может быть, он непредсказуем только для меня, у меня, наверное, во многом армейское мировоззрение, может, это только для меня, во многих случаях, не ясны мотивы его поступков. Во всяком случае, за прошедшие полгода я так и не сумел овладеть его стилем мышления, хотя, если честно признаться, цель такую перед собой ставил, самолюбие заело. Дело в том, что практически все его поступки или суждения, которые в первый момент вызывали у меня либо недоумение, либо полное неприятие, в последующем я признавал правильными, иногда лишь частично, а чаще на все сто процентов. Это обстоятельство меня здорово задевало. Получалось, что всегда я выглядел этаким упрямым ослом, которого хозяин, смеясь и терпеливо подстегивая прутиком, заставляет, помимо его воли, идти туда, куда нужно ему хозяину. И осел, естественно, идет. Но только спустя некоторое время, а ведь поначалу ортачился и орал, представляете, наверное, как и шаки орут. В общем, было обидно, тем более, что я не без некоторых оснований считал себя и интеллектуалом. Надо вам сказать, что в армии ко мне относились с некоторой настороженностью, вовсе не из-за того, что тесть ныне бывший генерал, а из-за излишней вдумчивости и начитанности даже было прозвище профессор, а это определенным образом характеризует, по-моему. И вот теперь мне предстоял серьезный разговор с Доном, и не только об акции в подъезде, но уже и еще об одном неординарном событии, явившемся следствием первого. В этот раз я совершенно упустил из виду противоречивость характера своего шефа, а если честно, было не до анализа его в Экидонов. Я довольно много перетерпел за прошедшие сутки. Судите сами. Вечером акция, утром пленение и побои, чуть позже морг, и я с кадавром во мнимку. Я просто был уверен, что за все мучения заслужил пусть не шикарный особняк, так хоть кругленькую сумму в твердой валюте. А потому, когда после моего сообщения о том, что я некоторым образом причастен к скоропостижной кончине Максимилиана Берковича, Дон плюхнулся в кресло, издав звук, напоминавший шкварчание на раскаленной сковородке, и глубоко задумался, глядя поверх моей головы. Я простодушно предположил, что он прикидывает, какую сумму выложить мне в качестве премии. Еще я подумал, что правильно не послушался совета, который мне дали в комнате с портьерой, и все рассказал шефу. Он умный, прозорливый, и в два счета сообразит, что делать дальше. Только вот про вербовку я не сказал ничего, хотя поначалу и сомневался, даже и не знаю, что меня удержало и не позволило откровенничать до конца. То он вдруг перестал думать, опустил глаза и внимательно посмотрел на меня. Я бы сказал, с удивлением посмотрел, как будто в первый раз увидел. «Ну и что, по-твоему, я теперь должен делать?» произнес он скучным до невозможности голосом. Я насторожился. Ничего хорошего такое начало не предвещало. Он продолжал внимательно смотреть на меня так, как мне кажется смотрит на малолетнего преступника, которого засадеянное надо бы расстрелять, а нельзя. Возраст не позволяет. «Дон, ты чего?» «Ты же сам неоднократно говорил, что он тебе как кость в горле. Ты же теперь поднимешься, круто поднимешься». Я старался говорить веско, растягивая слова, придавая интонации и нотке разочарования, горечи, как человек, который сделал другому что-то неизмеримо хорошее и вдруг обнаружил, что за это ему отвечают черной неблагодарностью. Так вот, я говорил, а у самого между тем в душе креп страх. Не совершил ли я роковую ошибку? Может, совет из-за портьера был правильным? Внимательно всмотревшись в глаза Дона, я не нашел в них обычной иронии насмешки, что меня всегда раздражало. Глаза его в настоящий момент были колючими и опасными, как остро отточенный нож и холодный, как морговский холодильник. Я поежился и сник. Что, все так плохо? Мой голос прозвучал так жалко, что самому стало противно. Нет, все гораздо хуже, ответил Дон, опять же, без намека на улыбку, и после незначительной паузы продолжал. Ты верно рассчитывал, что я подпрыгну от радости и закричу «Вай, какой молодец! Ты меня осчастливил, проси, чего хочешь, и я тут же тебе вывалю энную сумму баксами, да?» Это было совсем плохо. Если в речи шефа начинал прослеживаться грузинский акцент, при всей его невозмутимости и внешне монументальной основательности, это означало, что он сильно волнуется. Такое происходило крайне редко, только по какой-либо очень серьезной причине. Я опустил голову, чтобы избежать его взгляда. Он поднялся из кресла и принялся расхаживать по ковру от камина к окну и обратно, обходя мою недвижную торчащую фигуру на середине его маршрута. Сделав несколько челночных рейсов, Дон продолжил. «Если бы ты был сам по себе, я обязательно отдал бы тебя кому надо. Но ты со мной». Он поднял указательный палец левой руки, концентрируя мое внимание. «И потому спрос будет с меня. Вот так. Да, если все утрясется, я буду в большом выигрыше. Но это очень спорный вопрос. Это только в том случае, если никто меня не свяжет с этой смертью, ты понял? Если же они каким-то образом зацепятся за тебя, будь уверен, ты расскажешь все, что было, и даже больше, это тебе не уголовный розыск». Дон опять прервался, подошел к бару и, налив себе в рюмку коньяку, залпом выпил. Потом он вернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза, пробуравил взглядом. «Еще я думаю, зачем мне рисковать? Может, тебе лучше умереть? Кто даст гарантию, что ты не используешь это против меня? Потом, позже, когда все утрясется? Кто?» Тут он резко отвернулся и отошел к окну, и встал там, глядя на клумбы и раскачиваясь с пятки на носок. Я молчал. Что мне можно было ответить? Буквально за три минуты меня сделали идиотом и ткнули носом в дерьмо. Дон молчал долго. Я боялся помешать ему, ведь он что-то решал. Наконец, не оборачиваясь, он бросил мне через плечо. Значит, так. Пока не окончится разборка, будешь перемещаться только со мной или сидеть постоянно дома. У меня дома. Он постучал пальцами по подоконнику. Понятно? Ага, понятно. Быстро согласился я и с большим облегчением вздохнул. «А какая разборка?» Дон развернулся и смирил меня насмешливым взглядом. «Мой френд, ты плохо представляешь себе механизм взаимодействия составляющих этой структуры. Устранение такого типа, как Беркович, неизбежно влечет за собой разборку непредсказуемого масштаба. Она обязательно будет, вот посмотришь, если только уже не началась». Глава десятая Насколько я понял, разборка набрала силу на следующий день. Головной офис фирмы располагался в красивом двухэтажном особняке, построенном в стиле барокко еще в позапрошлом веке. В полуподвале особняка был оборудован первоклассный гриль-бар с дюжиной столиков, в котором мы обычно обедали. Вечером этот бар превращался в мини-клуб, эдакий ночной катаранчик для своих. Я не любитель азартных игр, можно играть с судьбой, твердо веря в свои силы, лицом к лицу, с опасностью, что называется, когда исход ситуации зависит не столько от стечения обстоятельств, сколько от твоей личной подготовки, прозорливости, интуиции, если хотите. Но нет никакого удовольствия испытывать судьбу вслепую, даже на пять процентов, не будучи уверенным, что выпадет то, что тебе необходимо. Дон же любил составить партийку другую по-крупному, и всегда неожиданно засидится, допустим, до позднего вечера в офисе, потом заглянет в подвальчик, и, подойдя к какому-нибудь столу, по-свойски так скажет Петрович, иди освежись, дай присяду за тебя на пару банчиков. Ему никогда не отказывали, хозяин все же, хотя вообще-то каждый столик имел постоянный состав. Здесь было очень по-домашнему, уютно и вольготно для тех, кто были постоянными. Все хорошие знакомые примерно одного уровня деловары и коммерсанты, желавшие в непринужденной обстановке провести вечерок другой в неделю. Не помню, чтобы за полгода сюда приперся кто-то посторонний или вообще что-либо потревожило покой завсегдатаев. Иногда здесь случались мелкие шалости, например, покуривали. Симпатичные девушки разносили напитки, варили настоящий кофе по-турецки, убирали пепельницы и так далее, а две играли классику на виолончели и рояле приткнувшемся в углу. В общем, уютный мирок, куда полгода назад меня вряд ли бы пустили, чтобы хоть посмотреть. Но даже и теперь бывая там, я чувствовал себя крайне неловко. Посторонний я. Правоохранительные органы этим местечком совсем не интересовались, потому что в городе хватало приятных заведений, доставлявших властям немало хлопот, с их почти ежеутренними жмуриками обоего пола, с сомнительными кандидатами 117 и 121 и стопроцентными для 146 и 108 вот так. Пробыв в офисе буквально полчаса, Дон вместе с начальником службы безопасности и тремя телохранителями куда-то укатил. Я за это время успел вздремнуть и чувствовал себя вполне сносно. Когда шеф возвратился в офис, выглядел он каким-то разбитым, и теперь ему на вид нельзя было дать даже 45 лет. Интересно, где и кто ему так потрепал нервишки за столь непродолжительный промежуток времени. О том, что в городе идет разборка, в стях естественно не сообщали и объявлений не расклеивали на афишных тумбах. В офисе весь день царила тишина. Некоторые бестолково перемещались туда-сюда, как сонные мухи. Основная же часть персонала практически даже не пыталась изображать какую-либо деятельность. Все настороженно ждали чего-то и сплетничали. Посетителей сегодня не было против обыкновения. Дон сидел в своем здоровенном кабинете и что-то вычислял на компьютере, а я в своем маленьком смотрел в окно, периодически звоня в бар, чтобы притащили кофе. С утра мучил сушняк после вчерашнего. Вечером я единолично употребил бутылочку двина из запасов Дона, пока он куда-то ездил со Славиком. В обед мы спустились вниз и без аппетита пожевали, сказав друг другу при этом не больше десяти слов. Затем я направился к себе в кабинет, а Дон собрал всех начальников и сообщил, что мужская половина фирмы переходит на круглосуточный режим работы, дескать, конец квартала и так далее. Никто не возник. Все были в определенной степени осведомлены о создавшейся ситуации. Кроме того, каждый из тех, кто трудился рядом с Доном, был профессионалом в своем деле прекрасно разбирающимся в тех или иных нюансах современного рынка. Люди привыкли не задавать глупых вопросов и отрабатывать на 200% свой хлеб с бужениной, когда потребуется. Все, кроме меня, пожалуй. Я был исключением.